Девушки отдыхают 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 Нет, она на поляне. Ты что гонишь, а? Ну вот сидит напротив меня она. А ну, подожди. Я сейчас не зову. Подожди. Сейчас он тебе будет звонить. Ты что подставляешь-то? Я тебя подставил сейчас? Конечно, он сейчас приревнует. Я же с ребятами. Что ко мне ревновать-то? Звонит тебе? Нет, еще не. Он красивый у тебя, успешный. А фигура какая у него? Ну куда мне? Что за глупость? Я уж старый человек. Мне уж скоро 30. Я с ребятами за компанией сейчас вывернут. Ты знаешь, ты главное не бойся своих чувств, твоих эмоций. Вот я, допустим, на твоем месте сказал бы, вот как есть правду. Если бы у меня была возможность поехать, я бы поехал бы тоже за компанией, но вот реально бы просто с тобой познакомиться. Приятно, он не хочет. Отстаешься до ночи. Не, не подсвягиваешься. Старайся, как он. Старайся, контролируй. Шаги. Не падай назад Наоборот, вперед, помнишь? Да Валент, звони Подни, подни Скажи, да шутит он Нет, скажи правду Да Привет А мы на поляне с ребятами Ну, Калька с Юрой поехали на поляну И я думаю, что мне делать в городе И решила с ними съездить Они сейчас вещи заберут И мы обратно поедем Просто в магазин хотела заехать Да, просто в магазин хотела еще заехать по пути И все Слышишь? Да он сейчас просто говорит Есть Олега номер? Я говорю, есть Он говорит, дай, пожалуйста, у меня его номера нет Хоть позвоню ему И все И позвонил тебе И вот походу решил пошутить Да, Леша, ладно Я в общем Я тебе очень прошу, что все было нормально Да, Леша, да все хорошо Я просто с ребятами за компанию приехала Потому что в городе мне скучно Ну, все, давай Все, давай, все нормально Не волнуйся, давай Смотри, какой он за паранойал Все нормально Все нормально, что-то было, все нормально Пожалуйста, такой, пусть кастернурой Кузины Ну, молодец Ревнует, значит, любит Слушай, другой бы забил бы Клай, я на работе Давай, все, до встречи, удачи Все, два Я уже тебя виду не такой Нет? Это глаз, что ли? Прикольно Ой, 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 ой Давай еще Сейчас 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 Дотанцуй Готовься К чему? У меня страшно Нет К чему? Сейчас Ух, класс Ну, а тебе, Олег, как нравится? Ну, как я Как подружка Тихо, не говори так Ты не боишься разве я в Майами? Кузин, он реально просто Реально второй Майами Вернее, Майами второй Кузин Майами вот Всегда пытался подражать Всегда пытался выглядеть похожим Да, хоть рук тебе пожму Нет, рано, рано целоваться Да я в щечку Нельзя с мужчиной, с которым ты только сегодня познакомилась Уже целоваться в щечку У тебя отношения Давай вот сразу расставим точки и все Ну, ты рада, что познакомилась? С кем? Со мной У меня не было такой цели Да причем здесь Какая цель? Цельница вообще просто рада В целом Ну Не могу сказать, что у меня какая-то радость внутри Ну, давай, давай Мне приятно с тобой познакомиться Я так скажу Ну, нет, вранье это Че тебе приятно? Мы же с тобой не знакомы до этого были Че приятного-то? Приятного-то мало Ты же меня не знаешь Мы же с тобой просто познакомились Приятно с тобой познакомиться Да, 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 да Да Каб Ты че вся Да Ты зря, кстати, так Я хороший человек, положительно очень А я говорю, что ты плохой человек Я здесь не останусь Я как приехал в гости И что? Поэтому ты Ну, кто его знает, потому что... Все нормально. Как повернився в Харшуновке. Что-то не так сказала? Да все ты так сказала, Варя, ну что ты. Флюиди, Флюиди Кузинские. Уже прошел, брат. Человек-диван прошел и искал Флюиди Кузина. Слушай, а мне вот удивительно, зачем Варвара поехала реально вот туда? Вот для позлить Олега по поводу Кузина. Знаешь, сейчас она что делает? Я сто процентов уверена. Ну, не знаю, может, конечно, пусть меня поправят, если я ошибаюсь. Она сейчас... Он уехал на работу, он же ей изменяет на работе. Ты эфиры смотрел? Я не сказал. Да, конечно. Вот, да. И он ей изменяет. И она, короче, я думаю, в отменскую ему помчалась туда. И в итоге, я думаю, сейчас закадрит, попытается закадрить Кузина, а зная Кузина, как он любеобильный, как он всех женщин любит. И как он прям-прям-прям-прям-прям-прям, вполне вероятно, что завтра будет еще, будем тему обсуждать эту. Измены или флирта Варвары. Зная Варвару, она просто в свое время и Глебу специально... А мы друзья. Мы как бы дружим. Ну, Варька просто... Я понимаю, она на зло Олегу делает это. Ну, ты смотришь на себя. Ты просто поверишься ко мне и спроси, как я выгляжу. Я тебе отвечу. Как я выгляжу. Потрясающе. Спасибо. Потрясающе. Для человека, приехавшего в комбинезоне, потрясающе. Не, я, видишь, не наряжалась. В чем дома хожу, в том и приехала. Правильно. Я так же, когда хочу произвести впечатление на противоположный пол, тоже не напрягаюсь. Ну, потому что я считаю, что если уж я понравлюсь, то она будет точно смотреть не на то, как я одет. Да, правильно. А на то, как я разговариваю, что я говорю, как я смотрю. Ты че? Все, остались. Валь! Что? А сколько лет тебе? Девятьнадцать. О-о-о, закончили разговор. Все, вообще, ты ответила сразу на все мои вопросы, которые у меня были в голове. Почему ты так себя ведешь? А-а-а. Тут все, вот, понятно, все, это все максимализм еще. Ну, а тебе, Олег, как нравится? Ну, как я? Как подружка. Тихо, не говори, так ты не боишься разве я в Майами, Илюк? А с какой мне стороны его боятся? Да со всех. Слышишь? Этот, нет, подожди. Так у тебя, ну что, у тебя любовь, что к ней? Любопытство, страсть, что? Что? Ну, про симпатия, что? Кто забил, ребят? Наверное, влюбленность, я так сказала. Ну, она, влюбленность, она стоит на месте или она перерастает во что-то большее? Пока на месте стоит. Почему? Развития нету? Я тебя удивлю. И не будет. Конечно, она там поехала развеяться, но не просто так еще развеяться. Она на лобном, когда просто я ей говорю, Варька, смотри, не присмотрись, я еще до, как Кузина только увидела, говорю, смотри, не присмотрись Кузину, потому что они с Майами очень одинаковые. Не очень одинаковые, вернее, не так сказала. Очень похоже. Может, на новенького поехала посмотреть? А, нет, на новенького нет. Новенького, если бы он ей присмотрелся, она бы попросила бы его остаться здесь сегодня. Нет, Кузин, он реально просто, реально второй Майами. Вернее, Майами второй Кузин. И всегда с Кузиным его сравнили, потому что у Кузина столько, вот, юмор, это все настолько развито, что Майами вот всегда пытался подражать. Всегда пытался выглядеть похожим. Понимаешь? Вот, и поэтому я думаю, что вполне вероятно, она позлит Олега, тем самым доказав, вот, смотри, смотри, я кому-то нужна, кому-то другому. И не только ты можешь изменять, да? И не только ты можешь изменять, да. Олег, ты нервничал? Слышь? Занервничал прям вообще. Да, конечно, занервничал, потому что у него... Он, Кузине ему звонит, такой, ой, Катя. Да, он мне рассказал. Да, потом, он, я сейчас скидываю, ты звони тут же мне. Я тебе расскажу, почему это, потому что, как бы, он прекрасно поднялся. А я поняла, он мне тоже, как бы, это, я знаю. Я наелся вообще, береги себя, Киса. Как бы, у кого-кому, а вот он, вот он. Выиграть что могу? Что? Вот ты с Глебом дружишь? Что ты можешь? С Глебом дружишь? Да, ну спасибо. Нет, что он кого-то воспринимает для себя конкурентом. Вот этот человек, это вот единственный... Мы поехали. Ну, пока. Пока, Валечка, приятно познакомиться, да, хоть руку тебе пожму. Нет, рано, рано. Да я в щечку, Глеб, давай. Рано, рано, впечатлили? Ты мой хороший. Катюк, пока. Давай, Жек. Все, радуйся еще раз. Давайте. Все, Глеба, по вещечку. И нельзя, нельзя с мужчиной, с которым ты только сегодня познакомилась, уже целоваться в щечку, у тебя отношения. Боже, все. Но! Все, да, иди, иди, давай. Давай, пока, Лев. Приехали. И что, он весеный? Юр, дай руку. Скользко, да? Аккуратно, Катюк. Здравствуйте, я Ольга Бузова, и это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера ночью в городских квартирах все пытались вызвать друг в друге ревность. А виной всему оказался бывший участник проекта Евгений Кузин, который приехал к нам погостить на несколько дней. Что именно произошло ночью, будем выяснять сегодня. Наступил 3141-й день нашей телестройки. Вчера на проект пришли два новых парня. Денис, которому сразу же понравилась Алина Алексеева, и Андрей, выразивший свою симпатию, Оксане Рязко. А Самсонов Алексей стал жертвой на смешах со стороны девчонок по поводу его мужских достоинств. Олег Майами и Юрий Слободян ночью уехали развлекаться в город. А приехав под утро в веселом настроении, парни надумали попреставать, как Саня Рязко, забравшись к ней в кровать. В это время Варя Третьякова спала, ничего не подозревая. А Екатерина Докарева вообще встречалась с подругой. Ну а на поляне Глеб Клубника интересуется у Евгения Кузина, понравилась ли ему Варя, которая вчера приезжала на поляну. Как Варя? Как Варя? Позвони, спроси, как Варя? Что, как Варя? Как девушка? Или как кто? Или как друг? Как лось. Потрясающе. Такая. Глеб, ну твоё маленькое рахитное тельце взбудоражилось при виде маленького рахитного тельца Варя? Нет. Два рахитных тельца дали волну любви? Нет. Вообще даже не... Нет. Нет, не знаю, я даже сейчас действительно подумал об этом. Нет. С Женей ты приехала, познакомилась, вы пообщались, весь вечер был полон кадрёшки. Обоюдного флирта. Мне кажется, это тебе даже не нужно отрицать, потому что очевидно, что тебе льстило внимание Евгения Кузина. После этого ты приехала в городскую квартиру к себе домой. И скажи мне, пожалуйста, куда поехал Олег? Олег как-то странно захотел отдохнуть, куда-то поехать с Юрой. Хотя весь вечер мне говорил о том, что он хочет спать, он устал, он уже несколько дней работает, ему нужно выспаться. Но как-то резко, увидев Юру, он отошёл с ним куда-то поговорить, приходит, говорит, мы сейчас ездим до магазина и приедем. То есть он тебе сказал, что они поедут до магазина? Да. Он не сообщил о том, что он поедет куда-то в другое место? Он просто сказал, что мы приедем сейчас ложись спать, я сейчас скоро приеду, буквально вот 15 минут, и мы будем здесь. В итоге во сколько он приехал? В полпятого утра. И куда он сначала пошёл? Не знаю. Но не к тебе домой. А кому? И не к тебе в постель. Не поняла. Ты не знаешь, что они с Юрой оказались в одной постели с Оксаной Рязко? А как такое возможно? Тебе ещё не рассказал Олег об этом? Нет, меня в такие вещи он не посвящает. Я тоже не знаю, как такое возможно. Я тебе рассказываю, что произошло. И более того, по словам Олега, они считают в этом ничего зазорного, не считают этой изменой. Они кувыркались, они щекотались, они друг друга трогали. Не Женя с Юрой, а... Я поняла. Извини, не Олег с Юрой, а Олег с Юрой Оксаной. Отдайте, что я. Олег, ну реально. Ты мне был? Нет. Нет. Это я, Оксан! Оксан! Я не понимаю, я просто не понимаю, почему я себе таких вещей позволить не могу. Я не могу позволить, чтобы кто-то до меня даже прикоснулся, да, когда я в отношениях. Ко мне не то, что прикоснулся, но сприкоснулся, чтобы кто-то ко мне не подойдут в принципе, да, там, больше, чем какого-то там разговора, дальше никогда не зайдет. Потому что если я с человеком, я уважаю его, я уважаю его, я уважаю в первую очередь свой выбор. Но я не понимаю, почему лекция так ведет, хотя он говорит уже несколько дней то, что у него чувства, у него не просыпается. Какие могут быть чувства, если он сегодня ночью был с другой девушкой, Варя? Никаких. Где ты была? Да там, я тоже не была дома, я не помню, какие проблемы. Где ты была? Мне пофиг, что меня не было дома. Я тебе сказала, где я была. Где? Суши роллы, все. Ела суши роллы. До 7 утра? Да, до 7 утра. Кать, сейчас тебя убить были. До 7 утра. Где ты была? До 7 утра в суши роллы. Кать, где ты была? До 7 утра в суши роллы. Мне больно. Где ты была? До 7 утра в суши роллы. Почему ты не поверишь, я не пойму. Последний раз спрашиваю, где ты была? Почему ты не поверишь? Почему ты не поверишь? Потому что до 7 утра никто суши ровно не ест. Я ем, я разговариваю. Почему? А ты где был до 5 утра? Я тебя был до 5 утра. Ты где был до 5 утра? Ой, черт, мне больно. Что, расскажи, что было? Варь. Что? Что было, расскажи. А может ты расскажешь, что было? Да это вообще, я тебе говорю, что это реально просто алкоголь, не знаю. Это какое-то веселье просто. Без каких-то лишних мыслей. То есть, когда в твоей крови алкоголь, ты можешь свою пипетку засунуть куда угодно, да? Такая пипетка не изменила. Мать, мы просто реально там, ну, там ничего не было абсолютно. Вот просто реально. А что я вот на поляну не приехала, не пошла с Кузинами, не завалилась, не потрогали друг друга? А что? Почему я себе такого не позволяю? Потому что ты такого априори не делаешь. Да? А что, почему мне это я понять не могу? Вот почему? Я не понимаю. Почему я себе такого не позволяю? А почему ты себе такого позволяешь? Олег, естественно, эти отношения не нужны. Зачем мы-то все это делаем? Для чего? Как не нужно? Вот так не нужно. Я говорю, что это произошло, потому что я выпил. Я понимаю, почему, когда я выпиваю, я себе такого не позволяю? Просто люди разные бывают, и реакция бывает. Нет, Олег, просто отношения друг к другу разные. Вот и все. Они и люди разные, понятно? Меня просто немножко разозлило. Да? В чем же? Что уехала? Что ты несешь? К девочке, которая спит одна в комнату. А если бы я, когда ты уехал на поляну, здесь был один Глеб и Задойнов. Если бы они зашли бы здесь, кувыркались у меня в кровати. Глеб зашел аккуратненько. Ты мне что-то? Ты мне что-то не... Да мы прикалывались, человек не позволил ко мне не зайти. Я не позволила. Говорю, Глеб, все, выходи, все, все, все. Они, Саша, зашли, вышли. Но ты что не поймал? Ты представь, если бы они ко мне зашли бы и здесь бы кувыркались бы. Это как бы ты воспринялась? Они не кувыркались бы здесь. Катюх, они прыгали на матрасе. Да потому что они меня уважают, понимаешь? И я, потому что этого не позволяю. Ну, видишь, молодец. А почему ты позволяешь? Я тебя уверен. Ты молодец, ты моя девочка, ты молодец. Юр, давай я расскажу, как было. Да нет, Оксана, зачем? Катюх, они пришли, попрыгали на кровати, потом я взяла на замок, дверь закрыла специально, чтобы они больше не заходили. Они походили по коридору в трусах и убежали. Что ты со мной так разговариваешь? А что ты так со мной ты разговариваешь? Ты со мной что разговариваешь так? А ты что так со мной разговариваешь? Ты разговариваешь, иди со своими подругами, слышишь? Почему у меня одна девушка не попадает здесь на проекте в ситуации, когда два пацана в трусах вырыгаются и начинают до нее домогаться? Ты раз, посмеялась, подошла ко мне. А ты постоянно жжешь по поводу моей... Ты что, вообще что ли, а? Варя Третьякова, как и Катя Токарева, была шокирована, когда узнала, что Олег, вернувшись после ночных похождений, вместе с Юрой отправился прямиком в кровать к Оксане Рязко. А Санксонов Алексей никак не может успокоиться из-за того, что некоторые девушки, а в особенности Валерия Мастерко, позволили себе отпускать шутки по поводу его мужских достоинств. Я твои, вот эти моменты, вот эти твои моменты терпел неоднократно. Понимаешь, твои шуточки там, подстебы или еще что-то, понимаешь? Неоднократно терпел, поверь мне. Леш, я неоднократно, каждый день, каждый день, когда вы жили здесь с Терехиным, когда я смотрю эфиры, я неоднократно слышу о том, что якобы я в тебя влюблена. Давай я тоже буду смотреть эфиры и предъявлять тебе что-то за эфиры. Я почему-то по тебе выводы не делаю, понимаешь? А если ты по вот этой вот стрёмной ситуации, по одной, сделаю выводы, и если я... Ты что, закрой, ты что орешь-то со мной, что со мной так разговариваешь? А что ты так со мной пиры спрашиваешь? Слышь так, ты разговариваешь, иди со своими подругами, слышь? А ты что так со мной разговариваешь? Ты что, блин? Ты что замахиваешься? Успокойся, я тебе говорю. Нормально? Я тебе говорю, ты сейчас вот, тебя довести опять или что, я не пойму? До чего меня довести? До чего меня довести? Опять плакать пойдешь или что, отпустишь? До чего меня довести? Опять плакать пойдешь или что, не пойму? Не, подожди, по какой-то ситуации я вывод? Я тебе еще раз говорю. Я тебе еще раз говорю, делая я выводы. Ты руки давай, не это. А что ты замахиваешься? Нет, не распускай свои. Понятно тебе? А что ты на меня замахиваешь? Где я стою с тобой разговаривать? Что ты на меня замахиваешь? Где я стою разговаривать с тобой? Ты что? Ты фермальный вообще? Или у тебя проблемы сейчас стали? Лёв, иди сюда, сядь. Ты что, как быдло тебя ведёшь? Какое быдло? Ты быдло. Если ты по этой ситуации сделал выводы, то я бы в ситуации влюбляюсь. Я тебе сказал, что я сделал выводы. Я тоже сделала выводы. Я тебе сказал, что я сделал выводы или нет? Я тебе лично это сказал, что я сделал выводы. Ты что на меня орёшь? Я тебе лично сказал. Я один человек, который поддержит тебя на блогу. Я лично сказал тебе. Я лично тебе сказал, что сделал выводы или нет? Ты что на меня орёшь? Лично тебе сказал, Лер? Допустим. Мы, по-моему, по факту с тобой разбираем каждую тему. Понимаешь? Каждую тему разбираем. Ну и чё? И какие выводы я буду там делать или ещё что-то. Мы каждый по факту подходим. Ой, не обижайся. В смысле то, что я посмеялась? Ты раз посмеялась? Ты раз посмеялась? Я понимаю, что я человечная. Я обижаю это. Ты раз посмеялась? А ты постоянно взросл по поводу моей... Ты чё, общей что ли, а? Ты раз посмеялась? Ты раз посмеялась. Над чем? Подошла и сказала, ну не обижайся. Ну хватит тебе, не обижайся. Я говорю, Лер, всё нормально. Я делаю выводы, а ты постоянно влюблённость говоришь. Потом ты второй раз, второй раз подстебнула и подходишь ко мне. Лёш, ну не обижайся там туда туда. Потому что я... И вчера третий раз, третий раз. Какие ты выводы делаешь? Потому что я вхожу в врач, и мне тоже смешно, понимаешь? Врач, входи с другими. А ты постоянно про мою влюблённость. Тогда мы не будем с тобой общаться, понимаешь? Ты чё мне так разговариваешь? Закрой с вас. Ты рот закрой. Ты чё так со мной разговариваешь? Молодец. Я тебе чё разговаривала, а? Я тебе ещё раз говорю. Ты чё, как обиженка со мной разговариваешь? Я тебе чё раз говорю. Я тебе чё сделала? Если девки поднимают тело в постели, я тебе чё сделала? Ты поддерживаешь раз. Слушай, а ты поддерживаешь влюблённость. Ты поддерживаешь эту тему. Иди в задницу, понял? Ты поддерживаешь эту тему. Иди в задницу. Это раз. Эгоист, понимаешь? Второй момент. Я не эгоист, Лер. Эгоист! Ты мне сказала, если бы ты сделала выводы, если бы ты сделала выводы, ты говоришь, что ты делаешь выводы, да? В положительном плане. Ты мне раз постепнула, сказала, не обижайся, не обижайся. А что вы в свое время с Терехиным это поддерживали, постебывали? Ты мне раз постепнула. Ой, ревнуй, ой, влюбленная. Послушай сюда. Ты мне раз... Слушай ты в другом месте, я тебя слушать не намерена. Ты знаешь, мне кажется, почему Самсонов сейчас так орет? Почему? Потому что, знаешь вообще, такую тему по психологии, ор это слабость. Он сейчас ждет поддержки, он Леру тупо использует. Это давно понятно. Я знаешь, вот прям увидела, когда она поддержала его на лобном, он как будто, знаешь, у меня прям засиял. Засиял и пришел отрабатывать. Вот она, она классная девка, она там эмоции дает, да? Но я прям видела, он пришел все так к ней на кровать лезет, прям все. Она его прям отшивала. А где я была? Чуть не видела. Я спела. Ты с Димой куда-то, по-моему, потопала? Или куда-то с Ким? А, кино, да, смотреть не пошли. Ким, это ты, что-то это как-то... И вот он тут ошивался, прям, и подкатывал к ней, там, что-то заедет. И чувствовал благодарность? Да, я прям смотрю, я увидела, она такой, знаешь, пипец. А сегодня чуть поддержки не дала. Все. Неблагодарный, понял? Неблагодарная ты. Неблагодарная ты. Неблагодарная, как ты. Да. Я тебя одна поддерживаю, понимаешь? Да. Лер. Ты неблагодарный. Мне лучше, мне лучше, да? Мне лучше. Да я тебя не шантажирую, ты... Я тебя не шантажирую, это поддержка. Ты неблагодарный, понятно? Ты неблагодарный. Сюда слушай. Ты неблагодарный. Сюда слушай. Куда сюда? Сюда слушай. Чтобы сюда слушать. По понятиям разговаривай в Волгограде, когда на стрелке. Понятно? Поверни ухо и слушай меня. Чего сюда? Куда сюда? А я что там слушаю? В любую сторону уха поверни и слушай. Ты меня раз подстегнула? Ты меня все время подстегнула. Ты меня... Ты меня раз подстегнула. Ты меня все время подстегнула. Но я, однако, ничего не делаю выводы, не обижаюсь. Ты меня раз подстегнула. А ты по вот этой двухдневной теме сделал выводы. Да иди, Лёш. Подходишь ко мне. Лёш, иди. Ты мне дома не пихай. Лёш, иди, понятно? Я пихну, блин. Иди ты. Да что ты говоришь? Иди ты. Нет, ты по этой ситуации выводы сделал. Иди ты. За два дня. Или бушманоложить, или диаложить будем. Или что, я не понимаю. Ты раз подстегнула. Я посчитал, Лёш. Ты раз подстегнула, подошла. Не обижайся, не обижайся, не обижайся. Хорошо, всё нормально, я говорю. Всё нормально. Потому что мне тебя... Второй раз подошла. Второй раз подстегнула. Потому что я тебя понимаю по-человечески, что это неприятно. Ты что сама себе противоречишь? Ты что в натуре? Потому что... Ты мне потом второй раз подошла. Потому что когда я смеюсь, я смеюсь. Я забываюсь, понимаешь? Ты меня второй раз подошла. Ты слышишь или нет, я не пойму. Ты второй раз подстегнула. Потом подошла, извинилась, не обижайся. И третий раз подошла. Какие ты выводы? Это знаешь, что такое? Убил, исповедовался, убил, исповедовался. То же самое, понимаешь? То же самое. Ты раз подсеркнула, извинилась. Второй раз извинилась. Третий раз извинилась. Зачем извиняться тогда, если последовательность идет, черда событий? У них, знаешь, из крайности в крайность. То они зажимаются, то они смеются вместе, то они, значит, парафинят друг другу. Он там может на нее так иногда наорать. Я порой видела, знаешь, там, из-за какой-то ерунды, он на нее как гаркнет, и она все вот с устрем. Ты знаешь, вот Лера боится почему-то его общество, его внимания потерять. Я думаю, что у нее все равно какая-то привязанность к нему, возможно, какие-то чувства. А возможно, она боится, что если она с Лешей поссорится, Леша что-то расскажет про нее. Ты не думаешь? Ты думаешь, что так? Я думаю. Он так все рассказал уже, что мог. Ну, понимаешь, он не сказал это громогласно, налобно, понимаешь? Может, что-нибудь скажет, еще что-то. Она же видит, как Леша поступает с девочками, которые там, не дай бог, что-то не так скажут, как ему хочется. Не дай бог как-то там вообще еще хуже что-то сделать. Все. Он сразу каждую просто стопчет в грязь. Ты чего на него грилы свое тратишь, а? Да просто вот так вот не надо через стол на меня. Ну, у меня вот эти ситуации. Иди-ка мне. У меня-то не зашибает, понимаешь? То есть он сидит на тебя, и никто даже не подошел на них. Нет, более того, вот этот вот Денис такой подходит и говорит, ты же масло в огонь подлила, я налобным подлила. Какие они, ссыкуны все. Я говорю, вы новенькие вот и бесите тем, что вы постоянно вот так все прогибаетесь. И мужская вот эта солидарность. Я одна его, кто защитила. Где я подлила это? Твоя мужская солидарность, страх это. Да, конечно, страх. Вот почему никто из них не скажет, он скажет, слышишь, ты чмошник, ты что девчонок вообще оскорбляешь? Ты сядь, и ты сказал, и такой пошел, ну вообще это фу. Мы сейчас разговаривали с Алинкой, ты пытаешься его остановить, чтобы он не падал еще ниже, чем он упал. Она меня ссадила в одном месте, сказала, да, ради того, чтобы поддержать Лешу как бы. Ну, просто это дружба, действительно. Он еще на тебя кидается. Один единственный человек, который за него, ну, в любой ситуации его поддерживает, он вообще, ну, они благодарны, ты знаешь. Есть такие люди, он только о себе думает, и ты только видишь бы ему хорошо было. Дерегите себя, а ну тебе надо. Ты ты с ним в демагогию вступаешь, Лерка, правда. Я лежала в штанах, смотрела эфиры, вы чего? Она вообще лежала в майке, в штанах, а двух мужиков устанавливали. Она в майке, в штанах, она ведется, она на провокацию. Варя, ты чего? Варя, ты чего? Какие трусы? Варя, я тебе отвечаю, не ведись. Не, просто я не хочу этих проблем. Я просто, что, что, я устал, я тебе в технике не приеду. Ты одинокая девушка. Ты одинокая девушка. Ко мне ведущие вот так вы уставили. Варя, мы смотрели, я смотрела эфир, они пришли прикалываться, просто поприкалывались, попрыгали на матрасе и ушли. Олег потом вырывал дверь, а я закрылась на замок. Никаких трусов не было. В трусах бегали они, в трусах. Я не помню, какие они были у него, синий или телев. По коридору все, ничего не было вообще. Никаких трусов. Вы что такое говорите, Юр? Скажи ей, что она ведется. Ты что, первый день здесь? Варя, вот эта вот кровать, считай, что рязки. Олежка с той стороны, я с этой. И они вот так вот. Вот так вот гоним беса, потом давай бегать по комнате, и она нас выгоняет. Я их выгоняла. Пошли вон, пошли вон, они ушли. Все, и по коридору побегали. Больше ничего не было. Достаточно. Варя, я тебе отвечаю. Говорит, тупо гнали беса, тупо прикалывались. Да, он потом, когда я на замок дверь закрыла, он потом там подергал. А зачем, если Варя лежит в соседней комнате, приходите к другой девушке в комнату? Ну, у меня тут железная отмазка, у меня девушки не было. Слушай, ты мог бы мне позвонить, ты мог бы ко мне приехать. Юра, от тебя я не ждала. От Олега, ладно, все знают, какой Олег. Что я ненавижу ляску? Он ляк. Вы знаете, все, я ненавижу, когда мне плевать от нее хочется. Я просто на пьяную голову. Ты не меня снизаселялся, Олег. Мы просто поржали. А ты что сейчас врешь? А ты зачем сейчас врешь, что тебе плевать от меня хочется? А что, Оксана? Вот, что ты ревет. Зачем ты сейчас так говорила? Ты зачем сейчас так говорила? А что, Оксана, что-то другое вчера тебе сказала? Она, наверное, что-то почувствовала от Олежки просто. Оксана все рассказала. Ничего страшного не произошло, а ты уже на нее выливаешь. Вот такие моменты вас отдаляют еще дальше. И действительно, хватит просиживать штаны уже, давай что-то делать. Если тебе нравится эта девушка, если ты так за ней переживаешь, если ты чувствуешь, что это твое, зачем? Зачем позволять каким-то Олегам и Юрам вообще к ней врываться? Вот я считаю, что нужно не на Оксану орать. Слушай, а почему ни одной девочке так не врывается, по два пацана не домогается? А потому что нет свободных там. Почему ни одна девушка не попадает здесь на проекте в ситуации, когда два пацана в трусах вырыгаются и начинают до нее домогаться? Понимаешь? Почему ни одна девочка другая не остается за балдахином? Почему когда вы были одиночками, с вами такого не происходило? Почему вас, два мужика, не щемили за балдахином закрытым какое-то время? Почему этого не было? Глеб, 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 ты какие-то риторические вопросы задаешь, которые вообще непонятны, на них какой ответ ты ждешь. Потому что она одиночка там сидит. Вот мы вернулись к вопросу, почему одиночка находится в городских квартирах? И сейчас будет рассуждать. Один здесь, одна там. Нет, просто я хотела говорить, что Глеб, надо разбираться не с Оксаной, а с мужиками, которые вырываются к ней. Если ты женщину считаешь все равно своей. Надо поговорить, какого черта вообще Юра и Олег там делали. Ну, Глеб, твоя реакция сейчас говорит о том, что тебя это очень сильно... Поехали в городские сегодня. Я Вальку отобью. Подожди, Кусь, ты хочешь... Давайте! Я хочу с братом съездить, Оксанку-Рязку защищать. А ты собрался на поляну-то ехать? Ты в городской квартире долго проживать-то будешь? А что ты меня спрашиваешь так? Нет, ну, а ты долго за двойну-то в квартире будешь? Ну, пока за двойну-то нету, он уже очень... А тебе, ведущий, ты спустился, разрешение спросил? Сберемся. Ну, окей. Отлично. Футболинцы у тебя классные. Хочу любви. Что, все, ухаживания вот закончились, да? Теперь уже не Оксана, Рязка? Не Оксанке, романтик как-то. Наверное, уже какая-то другая. Оксанка, будешь романтик? А я через силу зачем мне этот романтик? Чего через силу? Нет, просто... Мне не нужно. Человеку раздражают на данный момент, ну, пускай хотя бы отойдет от меня, если я такой навязчивый. А что ты здесь находишься в городе? Зачем тогда ты здесь находишься? Я цель на Оксана, а так... Чего? Чего? Нет, Юлка, подожди-ка, секунду. Ну, Катюша, ну, вы же разберитесь сами, мы как-нибудь тоже разберемся. Нет, давай-ка поговорим. Я ничего не скрываю. Это не личные какие-то вещи. Мне нечего скрывать. Нет, я просто, например, сделал вывод, что, по крайней мере, на время отступить следует. Хотя бы на день-два. Потому что, как минимум. Нет, ну, по крайней мере, чтобы не доедать тебе. Нет, я тебя и не подступал. Я, ты и не подступал, и плюс ко всему, я и не приму. Понимаешь, мне такие мужики не устраивают меня, которые... Я пришел, как Саня Рязко, как проходной билет, что ли. До свидания. Сразу сказала. Чего ты не нервничаешь? Сан, вот на передерниешь, к чему-то придерешься. Потом вот, понимаешь, тоже меня приняла, как разменную монету, как подразнить Глеба. Мне достало, потому что все это происходит. Мне реально надоело. Сколько можно терпеть? И сегодня он меня налазил жестоко, Оль. Ни за что. Вы опять все перекрутили, раскрутили. И сейчас нас обвиняете в чем-то. Самсонов Алексей довел Валерию Мастерко до слез, устроив настоящий скандал из-за того, что она вместе с другими девушками посмеивалась над его мужскими достоинствами. Лера, в свою очередь, обвинила Лешу в том, что он со своим другом Терехиным постоянно говорит о ее влюбленности в него. Ну а Глеб Кудника не на шутку разозлился, когда узнал, что Олег Майами и Юрий Слободян лежали ночью в кровати Оксаны Рязко. Оксана Рязко оказался роковой женщиной. Увела сразу двух мужчин из двух пар в одну ночь. Как так получилось, Олечка Бузовна? Не только в одну ночь, Дашенька, но и в одной постели оказались сегодня Оксана, Юра и Олег. И если Юра и Олег по полной получили и сидят расстроены, то Оксана счастлива. Она улыбается. Все внимание только ей, только ее персоне. Мы сегодня со всеми уже поговорили. У меня вопрос только к Оксаночке сейчас, самый главный и самый первый. Оксан, женское счастье, она выглядит именно так, да? Да, господи, боже мой. Привет, Поляна, привет, Олечка. Женское счастье, оно действительно разное бывает. Когда мужчины вокруг тебя, когда ты нравишься мужчинам, это же великолепно. Это же классно. Но просто вчера совершенно в другом ракурсе это все делалось ими. Они и в прикол сделали. В итоге вот прикол, они целый день ругаются. Я слушаю за стенкой, как там Варя плачет, орет, Катюха ругается. Я тоже их по-женски понимаю. И мальчишек тоже защитить хотела, потому что, в принципе, там, ну, побегали по коридорам в трусах там. Ну и, ну, ничего же не случилось всех естественного. Я не допустила ничего. Я не допустила, а ревнует. Варька очень нервничает, переживает. Оксана, они из-за тебя вообще разговоры идут тут. Чего ты все на себя доберешься? Что ты думала, что к тебе ревнует, что ли? О-о-о-о. Уманились. Оксана, вот смотри, ты сейчас, ты сейчас сказала о том, что ты переживаешь, да, потому что ты думаешь о парнях, которые находятся в городской квартире, и переживаешь, что из-за такой милой, по твоим словам, шутки, они ругаются своими девушками. Но почему-то в тот момент ты совершенно не думала о одном мужчине на поляне, о Глебе-клубничке. Когда он услышал сегодня на стройке, но у него действительно разорвалось сердце. И по-разному можно объяснять поведение Глеба, но всем стало очевидно, что ему не безразлично все, что происходит в твоей жизни. Глеб, это действительно так. Да, мне приятная ситуация. Я абсолютно не понимаю, почему сейчас лобное место начинается с такой подводки, и все начинают хлопать и радоваться тому, то, что Оксана Грязька попала в ситуацию, когда на стройке стоят и обсуждают, что она провела ночь с двумя мужчинами посторонними, которых она якобы... При этом при всем, каждый раз, находясь здесь 7 месяцев, она говорила о своей какой-то целомудрой. Мне неприятно, да. Я сегодня сказал то, что я не хочу... Я сказал, что пускай помоется и продезинфицируется, потому что это ужасно. И радоваться, Оксана, этому вообще не стоит, понимаешь? Это глупая ситуация и беспонтовая ситуация. Когда люди стоят и обсуждают то, что ты там проводишь ночь с двумя мужчинами, которые тебя врывают, в смысле, и они это могут сделать. И ты никак не реагируешь на это нормально. При этом сидишь и ржешь от радости, от этого. Радоваться здесь нечему. Ребята ворвались ко мне в прикол. В итоге потом я их... У меня даже руки расцарапаны. Показать? Да. Нет? Я не понимаю, ты что? Покажи, покажи. Слушай, ты сам бы мог быть на этом месте, в этой кровати. Слушай, я тебе вчера сказал, поехали на поляну, что ты сидишь там лечь? Ты делал все, чтобы не быть со мной рядом. Оксана, что ты исполняешься? Я тебе вчера сказал, ты вчера ехала вместе с нами на одной машине. Я нравлюсь мужчинам, я радуюсь, да. Что ты радуешься? Я радуюсь, я радуюсь. Я не позволю мне к нам никому ничего личного. Ты этому радуешься, что ли? Я совершенно все прекрасно понимала. Подожди секундочку, Глеб, а почему ты унижаешься до оскорблений? Я просто не знаю. Потому что мне неприятно... Слышала или не слышала, а вы вот в параллель почему-то говорите, давайте все-таки научимся выслушивать оппонента. Тебе неприятно, что тебя там не было? Это ревность или почему наш Марву сейчас? Мне неприятно, потому что я не считаю, что этим стоит гордиться. Я говорю о том, что самое главное достоинство Оксаны, то, что она вела себе, никого себе не подпускала и была очень выборочна. И сегодня мне неприятно выходить на стройки. Я говорю о том, что тебе должно быть приятно или неприятно. Ей приятно. Почему ты выбираешь, что для нее должно быть приятным? Потому что, значит, имею на это какое-то право. Имеешь? Вот. А расскажи, вот это самое главное же, самый главный вопрос. Почему ты так реагируешь? Какое ты имеешь право считать? Мне не все равно, потому что... Я не считаю то, что это тема, которая должна вызывать улыбку на лице, в первую очередь, у Оксаны. Подожди, ну хорошо, вы друг другу уже чужие люди. Вы не чужие друг другу люди. Вы ничего... Так вот и объясни тогда, ты говоришь, я не считаю, что она должна улыбаться. Я имею на это право. Оля, зачем, Оля, зачем, Оля, зачем, скажи, как есть? Скажи, я до сих пор скучаю, я влюблен, я хочу возобновить отношения, я считала ее своей девушкой, именно поэтому я, там, не знаю, заревновала, обиделась, все что угодно. Скажи просто, как есть? Я еще раз объясняю, этот человек не посторонний мне, да, безусловно, как ни крути. И то, что я так реагирую, мне кажется, говорить очевидные вещи, если, ну, кто-то не понимает, если что-то не понимает, мне кажется, все абсолютно прозрачно, непонятно. Но я хочу, чтобы очевидные вещи звучали, Глеб. Да я не буду говорить, я просто говорю о том, что не надо, этому радоваться не стоит. Хочется спросить у Варя. Обычно Варя забывает клубное место, что было с утра, и уже прощает Олега. Хочется узнать, Вареша, Варь, ты еще помнишь, что было сегодня ночью, то, что я тебе рассказывала, или вы уже опять помнили? Нет, Оля, я все прекрасно помню, я ничего не забыла. Сегодня с утра попросила тебя поговорить с Олегом. Ваш разговор состоялся? Я не знаю, можно это назвать разговором или нет. Просто все опять переросло в какую-то, не знаю, не драку, опять рукоприкладство. Оля, реально я устала от этого вранья, я не могу просто терпеть уже. Мне достало то, что все это происходит, но реально надоело, сколько можно терпеть. Если он себе позволяет это здесь на камерах, извините, ползать по трусам Оксанины, я вообще не представляю, что происходит за периметром, когда он отъезжает, извините меня, в какие-то заведения. Он говорил вчера весь день о том, что он устал, он хочет домой, он хочет спать, так как он работал несколько дней. Но мы приезжаем, он видит Юру, он просто начинает сорваться, куда-то одеваться, говорит о том, что он поехал в какой-то магазин. Просто начинают потом рассказывать о том, что они с каким-то другом отдыхали. Всегда полный бред, они уехали, они с девушкой, я прекрасно это знаю. Вчера, когда Юра шел по лестницам, поднимался, он разговаривал, потом сам рассказал о том, что это его хорошая подруга. Потом узнают, что, оказывается, там еще какие-то Олега уже подруги подъехали в это заведение. Я говорю, просто если он здесь это позволяет, я не представляю, что происходит за периметром. Оль, я просто хотела тебя попросить, можно я уеду на пару дней на поляну, чтобы Олег за это время, как он, я не знаю, я хочу, чтобы он отмыл свои руки после трусов чужих. Я хочу, чтобы он почистил свой список телефона, как он говорил мне пару дней назад, что он сделал черный список в телефоне на неких дам. Он этого не сделал, помимо того, он дальше продолжает переписываться. Я просто хочу, если ему на самом деле нужны отношения, пускай покажет мне это. Если нет, ну, значит, нет, значит, это, извините, не герой моего романа. Варя, принимается твое предложение, более того, я считаю, что давно уже пора было это сделать. А теперь давайте спросим Катю Токареву с Юрой, как они уладили этот маленький нюанс. Потому что на поляне все считают, что Катя должна быть счастлива. Она теперь имеет возможность окончательно превратить Юру в Винцеславу, потому что можно воспитать в нем чувство вины. Но судя по тому, как Катя сидит без настроения, я так понимаю, что все не так сладко в этой паре сегодня. Я считаю, что Олег плохо влияет на Юру, и впредь я не хочу, чтобы они общались. Сам бы Юра, да, вроде бы такой серьезный парень, все, да. Ладно, Олега мы знаем, что он всегда там ходит по караоке, там, может, не знаю, изменяет, не изменяет девушкам, какие-то переписки, еще какие-то там заигрывания, флир с другими девушками. За Юрой я такого не наблюдала, да, и поэтому, ну, он как бы был верен всегда, да, и там не было флирта, не было поездок в караоке, шли, ну, не знаю, ничего такого подобного не было. Вот. Раньше, что-то, да, внешние, да, какие-то переписки и все. И просто, когда он связался с Олегом, почему-то он набрался храбрости, смелости, пойти, зайти к Оксане в комнату. Вообще, почему-то. Это безобидная шутка. Спасибо, пожалуйста, Юр, хватит ли тебе храбрости разорвать свои отношения с Олегом, для того, чтобы... Вот, что за бред, какие отношения были? Юра! Юра, что ты кричишь? Мы товарищи, и я хочу сказать следующее, что вчера с Оксаной, и Оксана, это, прекрасно понимаете, это была безобидная вообще шутка. Оль, я ничего не вижу смешного, когда, извините, человек... Я вообще для меня странным, как вообще, я вообще не понимаю, как можно зайти, когда девушка уже обнаженная, уже с душа, лежит в комнате, какого хэн она была попереться, вообще переступить порог, просто. Я уже не говорю о том, что лежат с ней. Вы не понимаете, пытаемся от Юры добиться ответа? Что? Катюша, и мы не понимаем, пытаемся от Юры сейчас ответа добиться. Так я и говорю, что это был просто безобидная шутка. Ты бы самостоятельно эту шутку сделал бы? Нет, возможно, не сделал бы, но вместе сделали. Мы вместе, мы Сила! Поэтому, Оля, я хочу, чтобы Юра прекратил всяческое общение с Олегом. Я не хочу потом, чтобы Юра тоже садился на детектор, чтобы потом я Юру ловила, как Варя, по караоке. Я не хочу этого, я боюсь, я не хочу, и мне это не... И самое интересное, что мне сегодня досталось по моей белой попе. Я еще за что-то была виновата, за то, что я с ним не легла за балдахи нормально. Потому что, когда я пришла, он валялся бухой, вонялась перегаром так, что до сих пор воняет. И сегодня он меня нахазал жестоко, ой! Ни за что, понимаете? Я даже не знала про рязку. Катя и Варя плачут, а судя по тому, как весело Олегу, Юре и Оксане, мне кажется, что Катя с Варей сюда на поляну нужно, а Олега с Оксаной и Юра оставить втроем в городской квартире, нет? Олечка, а почему вы должны не смеяться, если это абсурдная ситуация, где мы абсолютно не трогали ни Оксану. Мы просто были все выпившие, мы просто попрекалывались, на этом матрасе попрыгали, практически не трогали друг друга и пошли спать. Вы опять все перекрутили, раскрутили, и сейчас нас обвиняете в чем-то. Олег, если для тебя, понимаешь, поцелуй не измена, то практически не трогали каждый парамет. Какой поцелуй не трогали вообще? Какой поцелуй не трогали вообще? Я говорю про то, что ты говоришь, мы практически ее не трогали. И если учитывать тот факт, что для тебя поцелуй и прикосновение в заимцивные места не измена, большой вопрос. Что значит для тебя практически не трогали? Валя, каждый из вас знает, как я отношусь к Рязке, что она меня раздражает. Какая поцель, что я там могу вообще с ней делать? Ты что вообще ссеваешься? Вы, знаешь, в доме в новом наблюдали, как она тебя раздражала, когда она похудела, и в каких позах она тебя раздражала. Ты несколько раз пытался с ней строить отношения, поэтому, знаешь, еще вопрос, раздражает тебя Рязка или ты ее хочешь? Она меня раздражает. Ладно, в общем, мне кажется, и в той, и в другой паре есть о чем поговорить по селовному месту. Здесь наши советы уже, мне кажется, будут лишними. Ребята, можно в первую очередь друг с другом разобраться, как им жить дальше. Ну а Варя, если примет решение сразу по селовному переехать на поляну, то это будет ее решение, мы будем это решение уважать. А мы переходим к Алексею Самсонову. Сегодня с утра он ходит со списком и подходит к каждой девушке и начинает обижать, оскорблять. Вот я считаю, что это месть за вчерашнее лобное место, Леш. И будь достоин, понимаешь, ну я не знаю, ну сумей принять то, что тебе говорят. Да, может, пускай там девочки чуть-чуть переборщили, но ты же мужчина. Да ладно, защищай. И ты, слушай, Леш, я не защищаю, знаешь, когда надо, я каждой из этой девочки выскажу с три короба. Но в этой ситуации мне бы хотелось, чтобы ты держал лицо. И то, как ты себя вел с утра, это не по-мужски. И я рассчитываю на твою мудрость и то, что ты попросишь прощения у тех девочек, у которых ты довел до слез. Ой, я могу сказать, что я как вел себя, так и буду вести себя, да? Если я так считаю нужным, я имею право, как я хочу так и вести себя, правильно? Имеешь право, но я надеюсь, что ты подумаешь в течение дня. Нет, я на Лобном вчера, сегодня я никому не мстил, как вы говорите, да? Я вчера достойно всем на Лобном месте ответил. Вот что я что, хотел ответить, да? Я еще сказал, я говорю, я как промолчу, не в обиду, никому ничего сказано, не будет, как бы. Но я просто сказал про свои стереотипы. Все, ничего лишнего я не сказал. Что просто я тебе объяснил. Хорошо, это было вчера, а что было сегодня? Я же тебе объяснил то, что я сказал, что больше я не буду этим заниматься. Хорошо, хорошо. А почему сегодня нужно было кому-то еще что-то объяснять? Ходить вот каждой девочкой, над каждой надвисать, кому-то что-то еще говорить? Нет, над каждой я не надвисал, все сидели на общей кухне. Просто я так подумал, подумал, думаю, сколько можно слушать этот бред? И начал тоже вот, как бы, играть в ихнюю игру. Их. И в их тоже. То есть ты себя чувствуешь комфортно? Я себя абсолютно комфортно, нормально. Просто, что люди хотели, на то они напросились, как бы, по большому счету. Ну, хорошо, они напросились. Что в таком случае девушки должны себе зарубить на носу? А я не хочу, чтобы они себе зарубали на носу. Они сами сделают выводы для себя, надеюсь. Вот твоя вот сегодня прилюдная порка и вот это твое учение, она цель такая была. Нет, Олечка, Олечка, я просто хочу, чтобы они просто, если они захотят, они сделают выводы. Я не хочу ничего заставлять. Я не хочу, там, или ей, или ей что-то говорить, там, запомните, зарубите себе на носу, еще раз, еще два, там, еще три, да, то будет так-то так. Нет, я так не хочу. Я не хочу никого оскарблять, обижать. Я просто высказываю свое мнение, как и все здесь мы. То есть, девушки, вы должны просто понять и принять, что Леша – бог. Реально, они как будто бы в отношениях, но они не обозначили это для всех нас. Если я себя так веду, значит, я дорожу с тобой общением, как-то дружбой. Когда ты орешь на девушку, доводишь ее до слез и оскорбляешь, ты даешь понять совершенно другие вещи. Почему ты так опускаешься и оскорбляешь девушку? Оль, вот смотри, вот ты видел это со стороны. Здесь присутствовали ребята, которые были на кухне, и я никаким словом не оскорбил девушек. Ни одним словом! Никак не оскорбил. Я просто вел каждый диалог. Девчонки, вы должны признать просто, что он бог в постели, что все, что было у вас с ним, было просто прекрасно, нереально. А как они могут признать, если я что, спал с кем-то? И не смейте просто обсуждать где-то там жесткой спальни. Оля, как они могут что-то признать, если я что, с кем-то из них спал? Ну, Катя с тобой целовался, она должна сейчас признать, что это было волшебно, да, Катя, судя по всему? Не надо ничего признавать, просто мы пообщались, мы пообщались, понимаешь, как бы, и все. Я считаю, это нормально, просто общение было. Ну, хорошо, а что Лера тогда плачет, если вы просто пообщались? Что думает Алина, не во что думает Катя, мне не безразлично, как бы, в плане общения Лера, все. Почему тогда, Оля, если она тебе не безразлична, ты доводишь ее, да? Смотри, объясняю, даже пацаны поддерживают в этом, это нормально, естественно, если я даю реакцию и кричу на нее, ору на нее, да, как говорят, или еще что-то. Это я даю понять, что не надо так вести меня, мне не все равно то, что ты говоришь. Я говорю, мне вот эти, вот этими словами, я говорю, мне не все равно то, что ты говоришь. Нет, мне не все равно ты говоришь, даешь понять, когда ты говоришь мне не все равно, когда ты орешь на девушку, доводишь ее до слез и оскорбляешь, ты даешь понять совершенно другую. Оль, я же объяснял, почему. Потому что первый раз она что-то пошутила, юморнула, подошла, сказала, извинилась, как бы такого раз сказать. Ну хорошо, мы их все слышали. Второй раз, подожди, подожди, мы их там в городе не слышали. Второй раз, третий раз, поэтому я объясняю, почему. Ты объясняешь, хорошо, ты на нее сегодня замахивался, кричал, орал. Нет желания, вот хотя бы, если тебе наплевать, Алина, извините перед Лерой. У меня есть желание, у меня есть желание извиниться перед Лерой, все, я перед ней извиняюсь. Ну, можно это сделать как-то нормально? Красиво. Что, Лер, я перед тобой извиняюсь, ты знаешь, как я к тебе отношусь, и поэтому вообще не обессудь. Я не знаю, как ты ко мне относишься. Нам тоже интересно. После сегодняшней вот этой сцены на кухне, я не знаю, как ты ко мне сейчас относишься. Лера не знает, и мы не знаем. Подожди, вот как можно говорить о том, вот нормально разговаривать, если я тебе это объяснял? Леш, пожалуйста. Глеб тебе это толдонил два раза, если я себя так веду, значит, я дорожу с тобой общением как-то, дружбой и всем остальным. Леш, причем не то, что Глеб объяснял, сейчас тебе Лера задает вопрос. Что? Она не знает, как ты к ней относишься после сегодняшней ситуации. Ну, если она не знает, как я к ней отношусь так же, как и относился. Сегодняшняя ситуация, я за нее извинился перед Леркой, да, каждый в любом случае из нас с ней сделал свои выводы. Я в плане ее, она в плане меня, и все, у нас так же будет продолжаться протекать общение, я думаю. Дружба. Дружба. Что? Дружба. Даш, как ты думаешь, что происходит между Лешей и Лерой Сапсона? Странная дружба, любовь, ненависть. Потому что, действительно, Лера-то сегодня плачала, очень расстроена была. Кольчик, ну... Леша, действительно, был обижен на Леру, и ее слова его очень обидели. Что это за дружба такая? Вот, на самом деле, я уже не один даже месяц гадаю, что же за дружба у них такая. Даже к Лерке подходил, неоднократно туда не даст соврать, и я постоянно говорила, Лера, почему вы не попробуете? У них явно какой-то флирт, они обнимаются, потом они как-то... Такое ощущение, что они пара, но не пара, да, то есть они как будто бы... Реально они как будто бы в отношениях, но они не обозначили это для всех нас. То есть я вообще подозреваю, что, может быть, у них какой-то роман за периметром, я не знаю. Но я просто не знала уже, что думать, потому что постоянно себя ведете как-то неоднозначно. Но при этом всем Леша себе может позволить здесь отношения с другой девушкой, а Лера нет. То есть Лера вообще чуть ли не как ему, как жена фактически, да? А Леша, он такой, свободный парень в свободных отношениях. И почему-то мне кажется, что действительно между ребятами есть какие-то отношения, скрытые от нас. Может быть, они что-то не договаривают, может быть, Леша там не хочет как-то это выносить. Может быть, Лера, я не знаю, что происходит, но однозначно сейчас даже Леша, он так размыто ушел от вопроса. То есть какие у тебя отношения к Лере? Вот какое у тебя отношение? Смотри, объясню тебе, объясню тебе, объясню тебе, нет, объясню тебе. У вас есть дружба, у вас есть, ну, да. Даш, я вот, я не знаю, может, Оль, ты мне поможешь как-то, ты, может, Даш, там как-то поймешь. Я вот честно, я могу дословно сказать. Я с Леркой общаемся как друзья, да? Я ее люблю как друга. А все обнимайтесь, не жимайтесь. Да, не то, что никогда в жизни, у меня редко, да, когда я дружу с девочками, не переходя грань, очень редко. И это, и я поэтому боюсь, может быть, там что-то перейти куда-то, чтобы потерять другу. То есть ты бы хотел перейти, возможно, на другую ступень, но ты боишься потерять с ней дружбу? Я даже на этот вопрос ответить не могу. Я не могу, я даже не скажу нет, и не скажу да. Почему? Ну, я потому что я не знаю, Оль. Ты же можешь сказать, хочешь ты женщину или нет? Я не знаю. Ты не знаешь? Да вы можете понять, потому что у меня борются в голове две ситуации. Я как-то по одному чувствую себя к ней, да? А она меня, а вот пассажиры, блин, коллектив, они как-то по-другому меня направляют к ней. И я вот думаю, я не могу ответить на этот вопрос. Может, стоит в этой ситуации перестать думать, а уже сделать то, что чувствуешь? Как думать и сделать то, что чувствуешь? Я всегда подхожу к делу с головой. С головой? Вот, по-моему, ты к делу с головой и подходишь. А еще в нее и ем. Да, вот это ты делаешь чаще всего и с огромным удовольствием. Вот, честно, вот если вы мне объясните, я сам не пойму, ну, вообще не пойму, как вот. Я и боюсь и это, и то, и пятое, и десятое. Ну, а сейчас очевидно одно, что ты очень боишься потерять дружбу, поддержку этого человека. Я знаю одно, что если мы перестанем общаться, поругаемся, да, там, да, там, будет друг другу не хватать, да, но время пройдет, и будет все нормально. Но да, мне этого не хотелось бы. Лера, скажи, пожалуйста, принимаешь ты такие комканные извинения от Леши Самсона? Куда комканные? Я сразу все... Ну, а какие они могли быть от того, сухая? Я обыкновал ей все на берегу. Я сразу постриг всю поляну, вы что? Я не могу долго обижаться, я отходчивая, поэтому, ну, я такая эмоциональная, я могу наорать, но стоить обиду я не могу. Ну, плакала ты сегодня, потому что тебе именно от него было обидно слышать какие-то вещи, да, Лера? Просто, понимаешь, за всю женскую, да, кто сказал какие-то там в свой адрес критику, именно надо мной он сегодня склонялся и доводил меня до слез, а девчонки-то не плакали. Это знаешь, когда вот ты в отношениях и вообще там, если мне только близкого обижают, потому что знаешь, что он себя простит и... Лер, как ты думаешь, после этого конфликта, возможно между вами дружеские отношения или другие вообще отношения? Дружеские. Возможно, то есть... Так они... Да, но... То есть все в порядке, поругались, помирились, никакого остатка не осталось сейчас. А я тем самым думаю, что не, остаток не остается, просто он меня зашугивает и показывает свою значимость, что якобы я к нему приду за этим общением, и поэтому он так вот делает это специально. Тебе нравится, Лер, скажи честно. Как человек. Только. О, привет. Человеки. Ну что трындишь, Гори, право, что он... Да что же он не нравится? Мужчина, он не нравится, он. Всем очень видно. Она во сне, я сплю в женской, она во сне, я говорю, сам сон. Ладно, давайте не будем давить на Леру, пусть они с Лешей сами дальше разбираются в своих отношениях, что их связывает, дружба или что-то большее. Но это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Субтитры сделал DimaTorzok Они замечательная парочка, но я тебе могу сказать, знаешь, что просто, на самом деле, чтобы они не сошлись, мне кажется, должны произойти какие-то ситуации очень сложные. Лера, а Леша на тебя кричит. Посмотрите, какая хорошая парочка. Леша на меня сегодня кричит, потому что когда сложная ситуация, когда Леша попадает в такую неприятную ситуацию, человек, от которого больше всего он ожидает поддержку, начинает от них смиряться. А почему ребята не могут попробовать? Ну потому что, ну зачем? Знаешь, вот если бы была ситуация, если, допустим… Думаешь, вы не сможете дружбу сохранить, если вдруг не получится? Я думаю, нет. Поругаетесь? Ну, дружбу, я думаю, нет. Потому что в отношениях всегда другие… Ты совсем уже попробовала. Понимаешь, так как Лерка к тебе относится, к тебе пока что-то не относится. Оля, это так не надо, понимаешь? Если не получится, то получается… Оля, я просто хочу, понимаешь, сейчас мне Ольга Держаненко проходит и говорит, вот ты обманываешься, ты за периметром говоришь то, что ты с Лерой никогда не будешь. Я говорю, я сейчас единственное, я говорю, я правду сказал, Дана Ловна, то, что чтобы понять, я не могу просто понять, у меня, допустим, одни мысли какие-то у меня, что у меня не получится, там, я не хочу, там, или еще что-то. А со стороны, со стороны, коллектив мне говорит, вот вы там это, и у меня вот тут непонятки какие-то, там, в голове маются, вообще непонятки. Потому что он ведется на общественное мнение. Ведется, ведется, ведется. Потому что он стереотип поднял, и поэтому… А ты можешь уже перестанешь сейчас говорить? СМЕХ Так, давайте вы помирились, давайте не поссольтесь. Наши отношения. А, то есть все, они закончились, да? Смысл? А? А смысл какой? Нет, то есть все, закончились. Смысл? Какое объяснение? Я говорю, то есть все, закончились. Смысл? Я не могу понять. А? Ты уезжаешь… Я говорю, закончились? Я тебя спрашиваю, закончились? Я не хочу, чтобы не заканчивались, но сейчас ты уезжаешь. Я тебе говорю, они закончились или нет? Нет. Что? Нет. А что ты мне сейчас так говоришь о том, что хочешь песни поешь? Вот так и закончились наши отношения? Ну, ты сейчас перешагнешь порог дверей и как бы… Что как бы? Говори прямо, что ты тянешь? Что будет дальше? В смысле, что будет дальше? Ну, ты подумай, что будет дальше. Нужно тебе что-то или нет? Надо вообще это все продолжать или нет? Будешь ты что-то вообще делать для того, чтобы отношения стали нормальными? Через пару дней тебе позвонить. Олег, можешь через неделю позвонить? Через неделю можно? Можешь через две недели позвонить. Главное, смотри, чтобы это поздно не было, вот и все. То же самое тебе хочу сказать. Что ты мне то же самое хочешь сказать? Посмотри, чтобы потом мне было поздно. Что будет поздно? А? Что, Олег? О чем это? Ну, все вернуть, в смысле. В смысле? А я чего? Что? Что значит, все вернуть? Я что, мужи тут отношения возвращать? Может, что? Ухаживать начать? Да. Поухаживал вообще. Да? А что, ты не заметил, что ты все женское берешь на себя? Что именно? Ухаживать за мной, возвращая меня. Цветок тебе не купить? Ну, что ты? Сдалась? 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 Да я вот не могу долго обижаться. Не могу. Ну, я тоже такая же человек. В принципе, как бы это, ну, всем было очевидно. Я же и сказала, что я эмоциональный человек. Вот, допустим, меня сейчас обижает. Да, я такая, все, я не буду с тобой. Все. Ну, а потом? Ну, потом у меня вот эти вот негативные эмоции от меня уходят в течение дня. И я тут же, ну, хорошие какие-то моменты могут перекрыть вот этот вот скандал. И я опять начинаю. Ну, может, тебе нравится как мужчина? Ну, че? Ну, че? Про че? Ну, не нравится. У вас есть у вас отношения за периметром или нет? Может, не знаем, что думать уже. Я не могу, такая рака. Это вот в свое время. Помнишь, когда еще был Царев? Ага. И когда я плакала, что у меня не отпустил на день рождения с Лешей. А все вот пишут, фанаты, типа, о чем мне сойти с этой ты? Хватит уже. Даже здесь ты плакала, что вы не выехали за периметр и свой тайный роман не довели. И что это? Все зрители тоже так думают. Да уже все пишут на протяжении полугода мне. Потому что между вами какое-то есть постоянное вот общение, какой-то постоянный флирт, какие-то постоянные зажимания. Вы ругаетесь. Знаешь, вы даже сегодня ругались, как будто пара в отношениях. Ты воедешь? Да. Ты решила? А что ты ждешь от этого? Мне интересно. Есть ли смысл тогда потом возвращаться сюда? А что ты хочешь посмотреть? Олег, на твои отношения хочу посмотреть. Нужны тебе эти отношения или нет? Ты ездил к тебе на поляну, что ли? Чуть ездил. А что мне делать нужно? Олег, а тебе заняться я еще? Я могу здесь при тебе все, что ты сказал, я могу здесь сделать. Сколько прошло времени после того, как ты мне пообещал, что ты сделаешь черный список в телефоне? Сколько? Неделя. Можем сделать это прямо сейчас. А почему ты это раньше не делал? Ну, зачем уезжать-то сразу? Я говорю, почему ты это раньше не делал? Ты мне каждый раз обещаешь, все, это последний раз, все, мы больше не будем ездить куда-то по раздельности, все, все, все. И это продолжается, это не заканчивается, пока я не увижу, что ты реально что-то делаешь. Я не собираюсь. А как ты с поляну увидишь-то? Вот так, Олег, докажешь как? Не знаю, как это может быть. Ну, я считаю, что это глупо. Если ты хочешь смотреть, как я буду меняться, что-то буду делать, нужно здесь делать, прямо вместе. А сколько я могу это сделать, смотреть на это отсюда, я понять не могу? А с поляной как ты будешь смотреть на это все? Ты даже если здесь на него происходит. Когда ты мне это, когда ты все это сделаешь, ты мне скажешь об этом, сообщишь. Я это сделаю сегодня. Как? В смысле, как, руками. Что ты сделаешь? Черный список. И все? Да. А я только это оттягиваю. Что мне еще можно сделать? Что ты вообще подумал, надо тебе это все или нет? Я знаю, что мне это надо. Олег, которому человеку все это надо, он себя так никогда не будет вести. Никогда. Ты себе почему-то считаешь, что ты себе можешь так позволять спокойно. Такое ощущение, что у тебя нет отношений, у тебя нет девушки, у тебя вообще ничего нету. У меня наоборот все это есть. Я уезжаю на поляну. Спасибо тебе за входное и все остальное. Ты что, какая поляна, Катя? Раздевайся, поляна. Ты остаешься дома, готовишь шубу на поляну, в задницу на поляну. Застели кровать и готовь шубу. А что я тебе обязана готовить шубу? Вот купишь у меня шубу, тогда я с чем буду что-то думать. Я вообще, я ничего не собираюсь. Ухаживай, добивайся, возвращай. Вообще, я ничего не хочу, Юр. Все, у нас отношения, иначе или прекращай общение, или значит, если ты не можешь нормально контролировать свое поведение, с Олегом ты ведешься на его всякие провокации. Кать, малышка. Если у тебя свои головы нет на плечах, и ты не можешь сказать Олегу вовремя стоп, и я не пойду всякими глупостями заниматься. Малышка, больше такого? Ну, значит, тогда нам стоит, значит, будем, я не буду жить с тобой. Малышка, мы будем жить вместе, все будет нормально. Да не надо мне, малышка, 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 я так уцелую. Не надо, это все отмазки, Юр. Давай нормально поговорим с тобой. Давай, давай, давай. Без вот этих вот, малышка, малышка, и зацеловать, и все забыть. Ты знаешь, может быть, ты и права, может быть, действительно, это будет такая проверка очень нужная для меня. Потому что я вот почему-то уверен на сто процентов, что ты не вернешься. А почему мне интересно? Потому что ты поддашься на все провокации. Олег, ты что, вообще тупорыл или что? Мне вообще без разницы. Я в первую очередь прислушиваюсь к тому, что творится у меня внутри. И на данный момент я единственного хочу, чтобы ты исправился. Если ты исправишься, то будет все нормально. Если ты хоть что-то сделаешь для этого, если ты ничего не сделаешь, то я не вернусь. Если ты хоть что-то начнешь делать, и я это увижу, я это пойму. У меня будет желание вернуться, когда я не хочу возвращаться туда, куда меня вообще не ждут, и кому я вообще не нужна, в принципе. Тебе без разницы на то, что происходит в наших отношениях. Ты спокойно можешь уезжать посреди ночи. Ты можешь приходить с утра, еще помимо этого таскаться и идти дальше. По комнатам, по чужим трусам, по Оксаниным ползать. Олег, все зависит только от тебя. Если тебе реально нужны отношения, ты сделаешь что-то. Не нужны, значит, не нужны. Если тебе не нужны, я ничего делать не буду. Не знаю, а сейчас еще посмотрим, приедет ли сюда Варя. Кстати. Честно говоря, сейчас Олег ее, думаю, болтает. Оля сказала, вот Варя говорит, а тот, что уезжает, Олег даже ее не останавливает, ничего. А мне кажется, он даже не верит, что она уедет. Вот мы продолжили лобное, а я смотрю на городские. Они гладят своих девушек, между собой хихикают Олег с Юрой. Они как будто не верят в серьезность, намерение и все. Ну, по крайней мере, Олег не верит в то, что Варя как-то серьезно уедет куда-то. Ну, если уедет, сама же и вернется. Или мне стоит там цветочки пару раз подарить и вернется. Но он действительно не прикладывал никаких усилий, чтобы с Варей быть. И Варя уже сидит, вроде как-то успокоилась. Мне кажется, после лобного будет так, что в итоге он ее и говорит, и в итоге она и останется. Ну, она даст ему шанс. Ну, фиг его знает. По крайней мере, так всегда было. Ну, не знаю. Может, сейчас все-таки Варя очнется и поймет, что… Я не уверена, что просто она сможет действительно собраться и уехать. Она перед Олегом морально слаба. Ладно, рассмотрим под другим образом. Сейчас она только лишь уедет, потому что есть кому. Кузину, что ли? Конечно. Я тебе реально говорю, я видел вот их общение. Ты же можешь мне поверить, что… Поверь мне. Там был такой вот, знаешь, такой… Флирт прям. Флирт такой вообще завалированный. Вообще вот шестью слоя. Мне кажется, Кузин как-то проявляет себя, как будто ему это не надо. Не, ну как Кузину, она… Он говорит, симпатичная девчонка. Ну, как бы никаких там чувств. Еще чего-то. Просто симпатичная, красивая. Он выделил Кашубину, я не знаю, что с ним он там приболел, может быть, или как там… Или я. Он выделил Кашубину и Варю. И сказал, что вот мне, как бы, вот понравились такие девчонки. Вот в самом начале, я помню, как он тут приехал, да. И вот теперь, получается, да, он там, как бы, говорит о том, что, в принципе, он от Вари там ничего серьезного не хочет, да, но она ему симпатична. И Варя… Тактика такая. Смотри, Варя… Можете тактика, просто Варя раньше… А что она сюда поедет? Кому? С кем она будет? Вот с новыми, которые молчат. Можете так уезжает, хотя… Конечно. Ну, ситуации уже такие были, да. Одинаковые. А сейчас у нее просто есть кому уехать. Они знают, что Глеб с Кузиным сейчас ей и так мозг запудрят, вот реально. Прямо как ты сейчас этой фигнёй делаешь, вот так же ей мозг засыпят. Пудрим, пудрим, пудрим мозг. Что, выросла корона еще больше, давайте. А? Красотка себя почувствовала, да? А? Что мужики к тебе пришли на пьяную голову? Можешь объективно все высказываться? А не как бы тебе хотелось, чтобы было. Я высказываюсь так… Надо говорить так, как… Вот ситуация есть, может объективно высказываться. Я объективно высказываюсь. Потому что реально очень запутанная ситуация. Я объективно высказывалась. Я объективно высказывалась, я сказала как оно было. Я ж не рада, что меня они отчины от мужчины. Луч거야. Ну, что за бред, кто тебя мацан? Оксана, мы все друг друга мацали. Нет, подожди, Юрка лежал с правой стороны, ты с левой. Ну, и что, Юра тебя обнимала, я тебя тоже обнимала. Нет, я вас начала выгонять потом, да, и у меня расторапываю на руки даже, потому что я, я кого-то тебе говорю. Я потом закрыла дверь, ты ломился. Я тоже хочу поесть. Ну и что, я сделала себе диетическую яичницу. В своем доме готовить. У меня нет еды. А у меня есть еда, там много, надо почему-то приготовить просто. А Варька где? Уехала. А Варька уехала? На Поляну. А она вещи собрала? Так быстро? Да. Просто ты меня подставляешь, начинаешь орать. Я понимаю, что ты половину всего не помнишь. Может, там некоторых моментов. А опять ты там, да я ее не хочу, да кто тебе говорит, что ты меня хочешь? Ведущие, это же просто тупо мнение мое. Ведущие тебе же такого не сказали. Здравствуйте. Вы звонили сейчас? Да. У вас сложная ситуация? Да. У вас молодой человек болен? Да. Что-то со слюной, да, и ртом не так. Да. Пойдемте покажите пациенту. И слюновыделение в отделение. Пойдемте. У него повышенное слюноотделение. Вот. Да, да, да. И что-то он, знаете, не особо подвижный. Не особо подвижный. Нет. Сейчас мы все выясним. Вот лежит пластом, понимаете, и вот на скорости маленькой работает. Давно это уже происходит с ним? Да ну вот не знаю. Ага. Несколько дней стали жаловаться. А из-за чего произошло? Ну, может быть, это просто чья-то женская обида, а? Может быть, просто кто-то, просто по бабе обиделся? Да не об этом. И поэтому это какие-то глупости. Давайте удостоверимся, действительно. А где он? Проходите, а где он? Ага. Так, комната, да, значит, комната для пациента. Вот часто проветривают специально, чтобы, знаешь, эти бактерии улетучились. Что-то все бесполезно. Ага. А, вот он, кстати. А, вот пациент, да? Да, да, да. Я понимаю, Алексей. Алексей Самсон. Да, здравствуйте. Мы с женой смотрим, да, у меня жена, знаете, периодически посматривает на вас, но это ни в коем случае не... И поэтому мы не оставили этого. Жена? Нет, да не я. Не, знаете, у меня просто есть одна маленькая возможность показать жене, может быть, действительно правду. Говорят, ну, я все-таки врач, но это... А правду в чем проблема-то, кереком. Слышал, позвонила девушка, говорит, что вас обвиняют в том, что повышенное стюнное отделение и какая-то нелепая пассивность у вас, да? Так, и говорят, что у вас... Что ты говоришь? У вас есть... Леша, поверьте слюнявчик. Небольшой... Небольшой феномен, назовем это так, у вас, говорят, рот на 90%. Давайте откройте максимальный рот, чтобы измерить все это дело. Максимальный, откройте, пожалуйста. Это максимальный открытый рот, да, у вас? А надо же транспортир, чтобы градус, угол измерить. Итак, знаете, ну, я как врач могу заявить во всеуслышание, знаете, что это абсолютное броню и ложь. Да, рот большой. Да, подвижная нижняя челюсть, но 90 градусов, невозможно это сделать. Я утверждала, что 15 бывает. Да, это абсолютная чушь. Итак, давайте перейдем к слюне, к слюне, и посмотрим, насколько действительно она у вас сильно вырабатывается. Итак, у меня есть медицинский чемодачик, но я же врач. Вы знаете, врач, она у него вырабатывается, как у собаки Павлова, когда я стал рельсистом. Итак, пожалуйста, хотелось бы, чтобы вы грознанули. Прям, да, грознанули, хорошенечко смакуя колбаску. Вот, давайте, это специально-медицинская колбаса. Нет, хорошо, прям грознаните, да, прям кусаните, прям, да, вот так вот, да, вот так вот. Ага, и так, и так, и так, и так, и так. Знаете, достаточно ровный привкус у вас. Привкус слюны или прикус? Прикус, прикус, прикус настоящего альбасомца. Сразу видно, видите, ровные клыни остались у колбасни. Вот, и видно то, что страсть, вот это даёт понять, что женщинами он достаточно страстно себя ведёт. Поэтому, так, чтобы все поняли, чтобы не было вранья, чтобы вы не думали, что я купленный врач, похожий на Глеба Жемчукова, из дома-два, абсолютно вранья, врач Семён Викторович Керс. Керс, да, я тот самый врач Керс. Знаете, вот, показана медицинская колбаса, даёт нам понять, что слюнок нет, слюнок нет. Это абсолютное враньё. Итак, осталось только последнее выяснение касаемо вашей неподвижности и ваших каких-то маленьких моментов. Итак, давайте мы что-нибудь с вами спляшем, такое энергичное. Помогут мне? Да, конечно, помогут нам? Только не то, что ты танцуешь вначале. Нет, помогите мне тоже. Что нужно делать? Мне надо что-то компания танцевать. А что мы будем танцевать? Давайте танцуем русскую народную танцу. Русскую народную танцу? Танцу! Русскую народную танцу в горах! Итак, больше головной их нету? Нет, вот что? Вот, скорость, скорость. Сейчас, касаемо скорости, да, пожалуйста, ну, ногой, пожалуйста, ну, ногу поднимите быстро вверх. Сначала медленно, сначала медленно ногу вверх поднимите. Прям максимально вверх. Ага, а побыстрее можете ногу поднимать? А еще быстрее. А прям еще, еще быстрее. А еще быстрее рука. Еще быстрее рука. Нет, поставил и ударил. Какие зажгубы. Ну, поднял ногу быстро, поставил ногу и тут же ударил еще. Вы хотите сказать, что у него с вестибулярным? Я, знаете, вам хотите сказать, что отличное, на мой взгляд, переключение скоростей. Аксинья Бородина, и это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Не желая терпеть вечные измены, Варя Третьякова приняла решение расстаться с Олегом Майами и переселиться на поляну. Что ожидает ее теперь? Учитывая, что она сильно нравится Глебу Клубники, а также гостю нашего проекта Евгению Кузину. Покажет только время. Наступил 3142-й день нашей телестройки. Алексей Самсонов, находясь в отношениях с Алиной Алексеевой, часто критиковал девушку. В результате она рассталась с ним и призналась, что не подходит ей как мужчина. Катя Колесниченко поддержала Алину и намекнула Леше, что он не умеет целоваться. Лера Мастерко тоже шутила на эту тему, и Алексей серьезно поссорился с ней. Юра Слободян и Олег Майами устроили розыгрыш для Оксаны Рязко. Находясь в нетрезвом состоянии, они пришли к ней в комнату в нижнем белье и спали у нее на кровати. Из-за этого вчера Глеб Клубника кричал на Оксану и называл ее распущенной. Катя Докарева ссорилась с Юрой, но довольно быстро простила его. А вот Варвара Третьякова была настолько шокирована поступком своего любимого человека Олега, что устроила грандиозный скандал. А потом собрала вещи и уехала из городской квартиры. Теперь она планирует жить на поляне, пока Олег не докажет свою любовь и искренне не раскается. Вот, я решил так, что если она не вернется, то она не вернется. Значит, ей ничего не надо. Меня вот для этого фонт брать тоже не надо. Слушай, я могу при ней здесь телефон этот очистить. Все это сделать могу здесь при ней. Вот это вот уезжать беготня, вот это чему бежать от проблемы, я вообще не понимаю. Катя, да, от Кати уехал, соскучился и приехал. Зачем бежать от проблемы? Надо ее решать, вот как она вот есть, все, реши ее. Согласен. Тут пизу реально. Молодец-то. Зачем, какой мне делать первый шаг? Я говорю, мне что делать нужно? Она что говорит? Ну ты ей не ставил? Она говорит, не знаю, что-нибудь там решить. А она не знает, она говорит, телефон очистить и руки отмой от отрядки. Ну все, скажи, я сходил в душ, очистил телефон. Вот, поэтому, да, завтра я ей напишу, что я отмыл руки от отрядки, а послезавтра напишу, что я очистил телефон. Помыл руки, очистил телефон. Помылся, да. Лапочка, приезжай. Помылся, наконец-то. Солнышко мое лесное, едешь же, скорее. Солнышко мое лесное, приезжай. Я тоже посмотрю, поведется она на провокацию коллектива или нет, потому что сейчас там будут на нее давить, будут ее отговаривать, что тебе это не нужно, забей. Уже возвращаться не стоит, это уже прошедший вариант, все. Ну да, да, да. Видно по Олегу, что он изменяет. Да? Не знаю, по нему видно, что, да, ну видишь, там куча девочек. Ну как вообще, если ты живешь с девочкой, начинаешь говорить, что да, он, так я понимаю, начинает признаваться, что чувства какие-то у него возникли, к Варе. И ты всю ночь проводишь с Юрой и с какими-то женщинами другими. Зачем тебе другие женщины, если вот она, твоя девочка рядом. Да, ну понятно. Непонятно, вот, не знаю, непонятно. Особенно, когда есть чувства, тебе, наоборот, хочется как можно больше времени проводить. Тем более, Варька не токарева мозговый нос, да? Ну да, так тут понять можно, действительно, Юру, который мог сбежать от Кати, который, ну это ужас, как она ему мозг выносит, да, это вот, ну, может быть, ему и хочется отдохнуть. А может быть, и иногда хочется отомстить. Хотя, ну, у него, знаешь, у него плохо это все получается, но тем не менее. Я думаю, что он так себя ведет, потому что все равно у него в душе остается осадочек от того, что она так к нему относится. Я думаю, что он начнет потихонечку, когда увидит, что она уже от него зависима, он начнет ей мстить. Он уже начал. Вот тоже, знаешь, вот мне так неприятно, если честно, вот Глеб, очень хорошо к нему отношусь, но у него самого с девушками не складывается. Они пытаются опошлить то, что там ребята, ну, не брутальной внешности, но не нравятся девочкам. Один качок, у которого, кстати... Просто ты, ты эти ш... А? От Алины новой подробностей, не знаю, можно говорить или нет. Дело в том, что она говорит, что самсоновская... Ты уверена, что ты хочешь это сказать? Ты не боишься мести Леша, он и так только отошел. Ладно, не буду. Я сказала правду, я честно сказала, что просто на меня это не зацепило, и все. Привет. Привет. А мы гадаем, сидим, придешь, ты не придешь. А ты что, приехал, что ли? Да, конечно. А что? А что, не в городе расставаться. Ой, да это оставались, крутили, нахсих терпели. А, Кузина не было тогда. Что? А, тогда же Кузина не было на поляне. Угомонитесь, почему вы все Кузину приписываете? Что, думаете, я сюда из-за него, что ли, пришла? Слушай, ты узнала, что у нас в городе? Когда ты ухали вот эту ночь, что-то же приезжала за вещами, ты всегда сидела, как раба дома, а здесь чай приехал на поляну. Походу, у кого-то ревность у всех девок, походу, проснулась. По поводу Кузина? Ну, а что мне вовсе приписывать, тебе поняли не было. Такое ощущение, приехала, а они тут наших мужиков, что всех отберет, господи боже мой, накинулись. Если ты хочешь сопоставить, то до этого ты все терпела. Лер, что все? Что все? Да вот этим детектором, вот, пожалуйста, вы не прикрываетесь, хорошо? Если ты это говоришь уверенно, ты обвиняешь его в какой-то измене, будь любезна, скажи, кто эти люди. А ты думаешь, что он тебе сейчас не изменяет? Лер, я уверена. Ну ладно, будьте милей. Интересная тема, она касается нашего бывшего альфа-самца, а на данный момент человек, которому приходится оправдываться постоянно, Алексей Самсонов. В твоем гареме всего одна девушка осталась, это Лера Мастерко. Пока мы сегодня сюда шли, ты мне шепнул по секрету, что собираешься домой. И ты еще и собираешься... Да, я по секрету тебе шепнул. Ты противоречишь как-то, Саван. Здесь все свои, да, здесь секретов нет, и любые нету. А, да, ну давай, я шепнул всему коллективу, что? Ну что, ты едешь домой через пару дней, и там ты хочешь со своими друзьями пообщаться, собраться и выяснить, стоит ли с Леркой сближаться или нет. Вот именно для этого он и ездит! Вот именно для этого я и езжу! Держи, шатиклотва! В спортсменах этих в бане, ну давай, Леха! Алло, ребята, у нас союзный разговор. Стволы брать! Ребята, опять же сжать! Я хочу, да, пообщаться, потому что неоднократно мне говорили, и они с Леркой общаются тоже, по скайпу созваниваются, да, там они с ними созваниваются, они говорят, что ты к ней не присмотришься. И я еще раз хочу уточнить, я на саммит еду, посвященный Лере Мастеркову. Ну то есть ей как консириум вынесет, какое решение, так и будет? Нет, решение я сам вынесу, я просто послушаю мнение, вот. Не знаю, почему, может быть, и попробуйте. Слушай, ну он вчера как-то вот попросил у тебя прощения, и даже дал некие намеки на то, что у вас может быть больше, чем дружба. Ты как вообще, не боишься в очередной раз поверить ему? Вообще ему веры нет, это эгоист, который в своих целях манипулирует именно девушками. Ну тебе же трудно не поддаться соблазну, правильно? Ведь он тебе действительно нравится, как бы, чего-то греха таить. Ну я, во-первых, мне нравится общение мужское, вот со стороны делиться, да, и мнение важное мужчины. Не, ну разве он не самый близкий тебе самому слову? Ну да, так и? Ну если он там что-то зарекнулся, ну пускай дальше доводил до конца. То есть ты сейчас как бы ждешь, что если... То есть ты не против, если он начнет ухаживать и так далее, то есть ты только за эту историю? Пускай ухаживает, да. Просто мне вот эти намеки посылать не надо. Я и так дурочка, ой, не дурочка, я все прекрасно понимаю. Но он специально вот этими намеками подводит черту, чтобы с экрана не он как бы предложил это, а я. А ты этого делать не собираешься? А что? А ты сама верить в то, что может получиться, что он может измениться, действительно начать с тобой строить отношения? Вмиг он не изменится, он будет изменять. Ну естественно, как бы ты на это не готова, даже ради Алексея Самцова. Ух, прям даже ради Алексея. Не знаю. Просто ты в последнее время нарушал свои стереотипы, к твоему же признанию. И то есть из этого ничего хорошего не получилось. Отношений так и не получилось. И быть может, ну его, зачем? Да, с Леркой, послушай, если брать Лерку, Лерку, да, и с теми разрушал стереотипы, Лерка гораздо симпатичнее, намного. С Леркой, по крайней мере, я ее вот именно, вот как девушку, да, я ее хочу. Вот именно вот как девушку я ее хочу, понимаешь? То есть Лера вообще, ну в принципе, ты доволен всем, если не будет вытянутых треников. Да. Все, отлично. Оля. Да, пожалуйста, я просто не могу больше это. Слушай, Лех, вот не мучай девчонку, я тебя прошу, честно. Из-за тебя столько девчонок уже плакали, из-за того, что ты какую-то ложную надежду им даешь, а на самом деле, ну не будешь ты с Леркой. Ну не хочешь ты Лерку, ну не нравится тебе Лерка. Ну да, иногда там, знаешь, когда долго отсутствие, может быть, интим, и тебе и хочется волшебства с ней. Ну нет, ты нам всем на кухне говорила, что нет, с Леркой ты быть не хочешь 300 миллионов раз. Может быть, она в тот момент была просто в трениках. Нет, дело не в трениках. Даш, я вот согласна, что, естественно, девушка должна с тобой следить и все, но она иногда может и расслабиться, понимаешь, и выйти в трениках. Если она ему не нравится в трениках, значит, она ему вообще не нравится. Лех, ты обманываешь сейчас девчонку. Я тебе говорю, она, вот Лера, будет плакать. Вот я вот скажу, очередная девушка будет в слезах, потому что Леша даст надежду, и ничего не получится. Не будет он с ней. Ко мне и так не идут, что ты такое говоришь. Хорошо, так все пойдут, а другие девушки. Просто не знаю, если ты правда к ней хорошо относишься, лучше, чем к другим девчонкам, ну просто, ну не мучай. Варя от тебя уехала, и я насколько понимаю, это что, расставание? Я думаю, это не расставание. У нас, мы не закончили свои отношения, не поставили точку. Она уехала со словами, мол, ты делай что-нибудь, чтобы я вернулась. А конкретно она сказала, сделай черный список в телефоне, и помой руки от Оксаны. И я ей говорю, а зачем тогда уезжать, ведь я могу это все сделать здесь при тебе. Смысл тогда твоего уезда отсюда. Вот, ну, в итоге, знаешь, я, в принципе, согласился, и то, что она уехала, это, может быть, действительно будет какая-то проверка. Мы сможем понять, нужны ли мы друг другу. Ну, может, она на самом деле не определилась, кто на самом деле ей нужен. Ведь полно ухажеров вокруг, а вот ты себя не проявляешь, понимаешь, несмотря на то, что в отношениях, что действительно там к ней серьезно настроен. Пускай там будут эти ухажеры, может быть, действительно она увидит какого-то действительно парня, который вот ее достоин, который действительно ухаживает. Вот, но это не слова любящего мужика, понимаешь? Я стараюсь делать. Я действительно, у меня появляется потихонечку, помаленечку чувство к ней, и у меня нету дикой влюбленности, чтобы я сейчас... Хорошо, но у тебя в любом случае есть какие-то чувства к Варе, а ты говоришь, а вдруг действительно она там поедет на поляну и любовь свою встретит? Если действительно будут какие-то поступки другого парня, и он ей понравится, я не буду против, потому что я ее не достоин. А, то есть ты прямо в открытую так заявляешь? Я ее не достоин, Ксюнь. Она офигенная, молодая, красивая девочка, которая заслуживает просто дикого внимания. А ты чего заслуживаешь? А я люлей хороший. То есть и как мы будем менять ситуацию? Я что-то понять не могу. Ну, я хочу заняться там квартирой, хочу там навести порядок, починить все у нас, то, что сломано, все, что мы с ней сломали, заняться своим телефоном, его почистить, позвонить Варе и просто сказать, если она захочет вернуться ко мне, я буду ее ждать. Ну, ты вот как девочка, что бы хотела увидеть от Олега? Ну, во-первых, ну, если с такой мелочи начинать, да, там по поводу телефона, чтобы все это решилось, а во-вторых, самое главное, то, что вообще показал, нужны ему эти отношения или нет. Ты любишь Олега? Я взяла. Любит, конечно. Нет. Ой, Влад, что ты брешь себе? Или кому, когда не говорил, что я люблю Олега. Хорошо, если ты не любишь Олега, тогда что тебя держишь с мужчиной, который тебя не уважает, и каждый раз тебе тыкать в гаспицу? Тогда проект. У меня, во-первых, к нему, во-первых, чувство раз, я не говорю, что это любовь, но это влюбленность однозначно. Люди начинают говорить, что ты находишься с Олегом из-за проекта. Я смотрела эфир, когда говорят, ой, так не хочу поехать в женскую спальню, короче, потерплю еще его. И что, подожди, что из такого? Я не хочу в этой общаге жить дальше, что? Ну, поэтому приходится с этим судаком жить, который налево-направо, ничем разбалит. Слушай, подожди, я никогда бы не смогла жить здесь ни с кем, кто мне вообще никак не интересен, не нравится. Ну, вот понимаешь, вот Леша Самсонов тоже стереотипы типа ломает, а сам жарит туфту, от которой фу. Давайте, Лера, да не Леша, я успокоюсь за столом. Лера, да не Леша, я успокоюсь за столом. Ты понимаешь, полгода сидит у нас уколояйца без отношений, ну пойду чебухну, типа отношения. Леша, не Леша, я успокоюсь, ты что сегодня загорелась, ты понимаешь? Что, что загорелась? Я смотрю, у вас так правда глазки колется. Что Леша со вчерашнего утра правда глазоколом? Что тебе, что он тебе изменил после детектора? Лер, Лер, я по нему эту свечку где-то продержала. А вы ревную? Она ревнула, ты тебе говорю, я заехала, она сразу, ну икин, брат, и что ты? Я просто сказала, ты мне говоришь, а Лера, я за Кузина начала мне за всех на свете говорить. Я за Кузина сказала, я говорю, почему ты до этого не ехала на поля, она сейчас... Ты что левнуешься? Потому что до этого, я говорю, это те белые смены, а Кузин появился, я не знаю, то есть течение обстоятельств, или что, ты понимаешь? Давайте, Лера, ну не кричите, пожалуйста, Лерусь. Лер, ты что раздороваться? Ой, Лера, я вот не хочу, я больше что-то не предъявляла. Ой, я вообще не хочу с тобой тогда. Ну что, ну что, не надо, Леш, опять быть влюблена ревную, понимаешь? А я причем слышу, вы, Ленина, рот закрылась, мой. Рот ты, по-другому, жри, сиди. Пошла в жопу отсюда, блин. Пошел в жопу ты, понял, отсюда, я еще раз все объясняю. Иди в жопу. Она эту всю большую слюны оставляет, понятно? Иди в жопу. Ахата, иди нахрен отсюда. Чего? Иди нахрен, говори отсюда. Что ты говоришь? Нахрен пошла отсюда. А что ты такой слой? Нахрен, иди отсюда. Я тебе никто, чтобы ты меня так посылал, понятно? Ты что, не пойму, тут тупорылок, что ли? Потому что ты тупорылок достал мне предъявлять, что я влюблена и ревную. Достал. Понятно, достал. Ты что, твари, орешь, ты не пойму. Я тебе что-то сказал, что ли. Я сейчас сказал. Ты ведешь себя как животное с женщинами. Зашла туда. Зашла туда. Селый ер. Отношения, да? Отношения. Слушай, я сейчас ничего не сказал, я наоборот сказал, давайте закроем эту тему, чтобы она не обижалась. Да понятно, что ревня. Ялда, ревность. Варвара Третьякова переехала на поляну, и многие ребята радушно встретили ее. Только Лера Мастерко почему-то была не рада появлению Вари, а когда увидела, как Леша Самсонов нежно общается с ней, разозлилась еще сильнее. В итоге Лера начала постоянно задевать Варю и подкалывать Лешу. И все это закончилось тем, что она поссорилась с ними обоими. А все ребята сошлись во мнении, что Мастерко ревнует. Подожди, Оксана где отдыхала? Олег в нашей компании вчера был? Да нет, но это Варя говорит. Я не сказал, что это так, Лера, слушай внимательно, что у тебя за нервы, я понять не могу. О, молодец. Не дыши через раз, понятно? У нас не тебя такое. Ты что, гонишь что ли? Все, все, не трогай, не трогай. Не покуться, иди в комнату. Больная, я тебя к Должанске что ли, я не пойму? Лер, что ты про авансыруешь, а? Или что, Лер? Я тебя к Должанске что ли, или что, я не пойму? Иди в комнату. Иди в комнату. Вообще что ли от мороженого? Иди отсюда, я тебе говорю, от мороженое что ли, соседа? Давай, все. У меня вообще крыша рвется. Я ее трогаю что ли как-то. Да не трогай, что она провоцирует, достал, она везде что-то провоцирует. Что за бред? Уже молчат. Сижу, Глеб ей что-то говорит, я ей. Я Глебу говорю, Глеб, не говори на эту тему, да? Чтобы не обсуждали, что она тем, типа влюблена, не влюблена. Чтобы она не обижалась. А она нет, блин, начинается. Дом 2, построи свою любовь, счастье, радость вокруг. Я думала, я оттуда от этого дурдого ехала, здесь еще жестче тоже. Я понимаю, понимаешь, вот есть бабы, бабы, которые вообще не понимают. Вообще не понимают ничего. Ну и она, извините меня. Они вчера резвили так, что... Не знаю вообще. Я в шоке была, когда узнала, реально. Вот тварь, сука. Зашли и вытолкала. Поехать по рожей, как лупануть, и ногу вот так вот прям ручищей. Кому? Рязкой. Не, просто мне как-то странно, что вот в вареных сейчас интересах всячески унизите в Глебовских глазах проститню из рязки. Подожди, Лера, я понимаю, ты со мной поговорить захотела сегодня? Или что, у тебя настроение хорошее? Ты со мной решила пообщаться? Почему мы нежно? А что ты у меня-то спрашиваешь, тут все обсуждают вопросы, какие ко мне? Ты что завелась-то? А что ты там меньше не поймешь? Да что, достась, не прехала. Ты что, со мной поговорить решила? Ты со мной настроение портит? Ты на мне срываешься, или что? Все, разговор закончен. Ну ладно. Давай, все еще сказала. Ну можно поговорить, а вдруг коллег изменяет. Я тебе говорю, давай поговорим о том, как тебе изменяли, или что? Как от тебя мужик ушел через пять дней. Давай поговорим. Слушай, ну давай поговорим. Давай поговорим. Что, нормально живет все пусы? У детектора была измена. Может, сейчас его посадим? Да, Лер, я понять не могу. Тебе это надо знать, или что? Я понять не могу. Я этим озабочена. Ты, смотрим, чересчур озабочена. Съезди в город, посади на детектор. Тебе что надо? Отвали, блин. Так не мой мужик же. Ну так вот и заткнись, если не твой мужик. Меня эта тема не волнует. Тебя, я смотрю, затронула. Съезди в город, пообщайся. Сегодня она всю поляну затронула. Да мне вообще до звезды. Вы в обсуждении. Да, Лер, мне до звезды что тут на поляне обсуждают. Понятно? У меня свое мнение есть. В отличие от некоторых. Понятно? Мы, значит, тут морозимся, обсуждаем. Зря. Я не оценила, ребята. Когда ты можешь, что ты Леха своего друга поддерживаешь, что Леха сегодня предложила Вага заселиться? Он сказал, что шепнул Дашке, когда мы шли на стройку, что он хочет поехать в Волгоград и по поводу Леры посоветоваться с пацанами. Собрать сходку. Стоит, не стоит, присматривать. Мне вообще наплевать на его поддержку, не поддержку, потому что я поняла. Ему извиниться, когда давала пальцы об асфальт. Если бы он извинялся вчера на Лону, то он сделал выводы. И сегодня бы стулья не пинал, понимаешь? А за что он должен извиняться по-другому? То, что ты вчера его полила по полной. В таком случае все. Такие простые. Сидят Сансонова, засрали втроем сначала, а потом... Я его засрала. Я, конечно, тебе хочу сказать... Такое чувство, ты Лешу первый день знаешь, да? Не знаешь, как он будет реагировать. Если он это не показал, поверь. Валя, еще раз объясняю. Есть сейчас такая ситуация с Лешей, и мы ругаемся. Да харкать я хотела в таком случае. И не надо сейчас перед ним эти медали на грудь зарабатывать, чтобы он, понимаешь, увидел в тебе такую поддержку. Прости, но... Слушай, а я что, подержу? Я что, подержу? Я что, подержу, подержу или что? Потому что ты перед Лешей распытаешься на цирлы встать. Я, ну, я перед Лешей, да никогда. Слышишь, вы засадили втроем. Я с ним, как общалась, таки общалась у меня, к нему ничего не поменялось. Как раз таки я не поддержала и шеф, которые сказали про Слюму. Лер, твоя дружба, вот, проверила, с Катей, Клешей, Касем, ты как подруга, ты говно, извините, простите. Я говно. Ты всех затерешь. Ты с этой, с Токаревой испортила отношения. Подожди, извините. Ты с Токаревой замужика, извините, как пацанец Варе, извините. Это он, это он такой. Мои супердрузья сидит со всеми в комнате, засирает. Где? Какая ты нахрен подруга, ты своей дружбе вообще молчи, поняла? Подруга она, да, вода, блядь. Да? Вода? Да. Тамота вообще. В свое время Варя прощала все Олегу и не переезжала на поляна. Сегодня она переехала, с чем это связано, может быть, с приходом Кузина или еще кого-то. Мы узнаем, Ксюша Бородиной. Ну что же, давайте узнаем не у меня, давайте все-таки узнаем у Вари. Варя, вообще, что ты делаешь на поляне? Я уехала на поляну, чтобы посмотреть на действия Олега, будут ли они вообще. Он просто говорит о том, что есть чувства, появляется там какая-то любовь, да. Ну, я не вижу, как можно говорить о какой-то влюбленности и делать такие поступки, да, там, ходить к Оксане по ночам, трогать ее за все, что можно. Я не понимаю этого. Вот я приехала сюда на пару дней посмотреть, и если ничего не произойдет, я остаюсь на поляне. Вот и все. Ты понимаешь, вот ты все время хочешь быть такой, знаешь, вот женщиной, не знаю, там, бой-бабой такой. Я сейчас все сделаю, сейчас вот я вот, сейчас я его, знаешь, такой хитренькой такой, знаешь, сейчас я его вокруг пальца обведу. Но каждый раз обводишь себя вокруг пальца, понимаешь? Ты бежишь вот так вот от Олега и вот так вот бежишь, понимаешь? Ну что, он бежит за мной? Олег не бежит. Уже помедленнее бежишь, потом уже начинаешь идти. Остановилась. Остановилась, стоишь, надуло щеки, плачешь, не слышит, громче плачешь. Олег опять не слышит. Ты идешь уже к нему, понимаешь, садишься рядом и говоришь, а ты что за мной не побежал? Для чего все это шоу нужно было устраивать? Никому непонятно в итоге. Если ты настроена проучить котенка за то, что он нашкодил, так учи его, понимаешь? Ксюша, я приехала не для того, чтобы его проучить, я приехала для того, чтобы посмотреть, нужны ему эти отношения. Будет что-то он делать? Не будет, значит, извините, не мое. Ну что ты увидела, на что ты насмотрелась в итоге? Ну да, ну ни на что, ничего не произошло, он ничего еще не сделал. Хорошо. Олег. Да. Баб Физ, что дата? Привет, Ксюша, привет, Поляна. Ну что, нам тяжело с Альфредом во первое время, без Варри, действительно. Мне очень не хватает ее. Вот, и мы стараемся не отчаиваться, в надежде, что она вернется, и просим, пользуясь случаем, Варь, мы просим тебя с Альфредом вернуться, так как нам некомфортно, и мы скучаем. Ведь мы привыкли жить втроем, а здесь очень резко и неожиданно теперь вдвоем оказались. Вот. Приезжай домой. Вот Глеб с Кузиным могут спокойно сориентироваться и девочку у тебя увезти. Ну и что, как там, получается у них что, нет хоть? Пусть. Получается у тебя что? Нет, вот это мне неинтересно. Ну она маленькая девочка, тут эти игры, ну... А тебе что, 63, что ли? Ну нет, мне не 63. Ну а что ты так же, она маленькая девочка, ну ей тоже не 12. Ну при чем здесь это, нет, ну у ребят отношения, пусть они занимаются своими отношениями, мне все это не... Мне нужна взрослая женщина. Чем старше женщина, тем вкуснее борщ. Я хочу есть борщ. Ирина Александровна, то есть. Ирина Александровна уже не назовешь женщиной. Как минимум, младшая Ольгина сестра. Да без обиды. Глеб. Ну, конечно, я рад был ее видеть, она моя подруга, как бы, но не больше, как бы, у нас никаких романтических отношений с ней нет. Я предлагаю вообще всем миром взять, мы же за любовь, мы же за воссоединение сердец. Скинуться деньги на маршрутку и отправить в Варю. Аплодисментами отправить Варю обратно, коллегу. Я сюда приехала для того, чтобы он с Кузиным отношения строил, для того, чтобы Олег... Да понятно, ты сейчас так будешь говорить, чем ты сейчас сказала. Кто сказал-то, я понимаю. А что ты с ним флиртуешь тогда? Да кто с ним флиртует? Мы просто с ним общались. О, типа, какой флирт. Нет, флиртовала не она, а те кони, на которых она приехала. Да, конечно. Вот именно что, понимаешь, проще сейчас при Олеге списать себя на коней. Да, пипец, все Олега же испугались. Я списываю. Да, мне тоже кажется, что вы Олега испугались. Да. Ну куда же. Хорошо, девчонки, как вы видите по этой ситуации? На самом деле, мальчики почему сейчас так себя ведут? Что Глеб, что Кузя? По одной простой причине, потому что Варя, она вот вся светится в сторону Олега. А они, если бы она пришла бы и начала бы в их сторону как-то проявлять, они бы оба распилились бы и сейчас начали бы ее тянуть на свою сторону, как-то ухаживать, может быть, там, как-то прикалываться, флиртовать. Просто они видят от нее вот такую какую-то, я не знаю, морозную стену. Варь, ты сюда приехала мстить, по-моему. Ну как-то, знаешь, как-то обратить, чтобы Олег понервничал. Сейчас нужно сделать отношением укольчик небольшой, манту. И, может быть, флирт и какие-то, не знаю, игривые отношения с другими молодыми людьми сейчас будут тем самым, как там, действующим фактором для Олега. Мне это неинтересно, я этого не хочу. Зачем мне это делать, я не понимаю. Терпи тогда, Варя. Почему терпеть? Я просто... Тогда непонятно, что ты добилась в этой ситуации. Я приехала сюда, чтобы просто посмотреть действия Олега. Вот они не будут. Они не будут, зайка. Ну, не будут, значит, не будут. Значит, не мой, извините меня, человек. То есть, до тех пор, пока Олег сам сюда не приедет, не заберет тебя, не упадет тебе ноги, не скажет, Варя, я ваш на веки, ты не собираешься... Я не хочу, чтобы вот эти все, а поездки были, просто приехал за... Хорошо. Я же сказал, я на поляну не поеду, что за это, за беготня я понять не могу. Понятно. Сама придет, да? Я не знаю, захочет, соскучится, придет, я ее жду здесь. Спасибо огромное. Ну что же, вот такая странная ситуация. Опять же, нелогичная ситуация. Опять же, очередная нелогичная ситуация от Варвары. Хорошо, хочешь, живи пока на поляне, если тебе кажется, что это каким-то будет уроком для Олега. Давай теперь перейдем к странной ситуации вокруг Оксаны Рязки. Теперь я хочу поговорить с Лерой и с Лешей. Вы разобрались вообще между собой? Какие у вас отношения и что между вами происходит? Вы друзья? Или вы ухаживаете друг за другом, присматриваетесь друг к другу? Не, я сейчас вообще не готов отвечать на тему, разговаривать как-то, потому что мне нет желания. Почему? Да человек придирается ко всяким моментам. Сегодня сидим такая всю жизнь, не всю жизнь, а такая у меня Базар всегда. Че ты там, че ты там, ничего там не притекаешь, почему такие темы разводятся, да, что типа она в меня влюблена, там туда-сюда. Я ей сказал, ладно, Лер, больше такого не будет. Сегодня Глеб говорит, она психует там что-то, Глеб ей говорит, вот чисто ревность, там туда-сюда. Я Глеб говорю, все свидетели, я говорю, Глеб, я говорю, хорош, не надо, она обижается, там все это, на меня сорвалась, там все это, вот там-то, и начала орать просто так. Я начал просто пресекать эти темы, да, я вот этого просто жеста не понял, как бы, и понимать его даже я сейчас не хочу. Мне очевидно, да, что, как бы, ты Лере нравишься, но и ты тоже знаешь, как бы, никогда от нее не отходишь. Подруга, конечно, подруга, но в любом случае, всегда при всех ситуациях ты тоже бежишь к ней. Это что-то значит или что? Ничего не значит, я не хочу с ней вообще сейчас разговаривать на эту тему вообще. Я сегодня, ну вообще, мы вчера разговаривали, все нормально, там туда-сюда, помирились, как так сказать, образ, да, там все это. Сегодня просто начинает сидеть, базарит, там что-то на меня, там еще как быдва какая-то, там чуть не отхватило, понимаешь? Спасибо, что Кузин, ну ела ее. Да если ты такая бесстрашная, ну тогда пусть ведет себя дальше, так я не помню, что его. Ну так ты реально ее пугаешь, что вчера на нее кричал. Да она сама заслужила это. Я уже сегодня была абсолютно прав, на сто процентов, он правился, понимаешь? Я вообще, да, почему понял, что это все происходит? Приехала Варя, да, и как бы, а Варя с Лешей хорошо общаются, да, у них такой там. Небольшое кокество между ними всегда происходит, да, такой небольшой флирт, такой легкий. А давай еще саму ко мне будет. Который, да, вот. И в этот момент началась просто какая-то необоснованная истерика, какие-то крики, ругань, цепляние Вари, зацепки Леши. На что я говорю, Лех, да она ревнует сидит, Леха говорит, давай эту тему не будем поднимать, потому что Лера начинает психовать. Лера, мастерко, чувство влюбленности в сторону пацанчика с Волгограда, пацанчика с Волгограда, он уже растерялся. Ну, допустим, я сегодня услышал фразу в Маломальску, в которую я верю, потому что они, ребята, долго общаются, что Леша безумно хочет Леру мастерко. Вот. Нет, оно, нет, оно, оно. А я циклоп, и меня хотеть нельзя. Ты дослушай, ты красивая, я поэтому первоначально сказал, что вы давно знакомы уже, ты понимаешь, ты как одноклассник, который нравится всей школе, но он с тобой всю жизнь за партой сидит, и он не может понять, что ты всем нравишься. В общем, она любит всю, а вот так происходит, и от того, что он, из-за того, что он с тобой дружит, он не хочет тебя обидеть, понимаешь, из-за того вот так он ходит, обходит все эти вопросы, как ты понять не можешь. Ну, ты красивая. Спасибо, Оля. Почему же девушки, видя, как Леша относится, в принципе, Леша всегда, он со своими женщинами, которых любил, он всегда был достаточно жесток, тем не менее, все эти женщины мечтают с ними опять быть, все равно рядом с ним. Я вот понять этого не могу, потому что у меня комплекса жертвы нет, а у этих девочек, похоже, какой-то комплекс жертвы срабатывает. Лера, да, потому что девочки, которые связываются с Лешей, им нравится страдать, то есть они кайфуют в этих страданиях. Чтобы избавиться, вот, как разобраться, чтобы избавиться от этих комплексов и Леши, и Лере. Лерке просто надо понять, чего она хочет. Их надо просто вместе заселить в одну комнату, пусть все живут. Я тебе вчера еще говорила, у меня долгий с тобой был разговор. Молодцы, если мы сейчас не заселены с ней, и вот такие моменты происходят, то кто спасать-то будет? Смотри, Леш, вот трогаешь ее, значит трогаешь меня, запомни. Ух ты! Ах, если бы сбылась моя мечта. Наконец-то, наконец-то, сегодня сбылась моя мечта. Нет, нет. Но право идущий, единственный раз. Чего? Нет. А что ты напишешь? Сейчас тебе будет не нет. Итак, с сегодняшнего дня Алексей Самсонов и Лера Мастерко живут вместе. Ура! На поляне. А можно? Самсонов. Я даже не сказал. Нет, нельзя. А вот ты сегодня не побрелся. Лера, потому что эту ситуацию надо разрешить. Конечно, либо она вот разрешится, либо нет. Это первое мое заявление. И второе заявление «Тишина» хотела сделать Алина. Алина, я тебя слушаю. Уходи с проекта. Не дождешься, Лера. Я бы хотела переехать в город. Я знаю, что Саша Задойнов сейчас уехал на некоторое время к себе домой, Вярославль. Да, он на пять дней уехал в Ярославль. Да, просто это единственный человек, который мне симпатичен на данный момент. А так как на расстоянии общаться нереально, поэтому я поеду туда, как бы обуючу дом, и буду ждать его приезда, чтобы пообщаться с ним. Может быть, что-нибудь получится. Тебя не смущает то, что он этого не знает? Нет, не смущает. Я думаю, будет все хорошо. Ладно, нам нравятся такие авантюрные поступки, поэтому богословляем Алину на этот поступок. И третье объявление. На поляне об этом все знают, а в городе просто нет, хочу сказать. Евгений Кузин сказал, что он теперь вновь участник нашего проекта. Поздравляем Кузьминчика. Это был телепроект Дон-2. Построй свой любовь. Видишь, что я через свитер показываю? Пакеты забери. Давай не обижайся. Пакеты забери. Давай не обижайся. Нет, ты не несешь мне пакеты. Ай, ну ладно, ты чё, что я вещь и смерть? Возвращайся на лобную. Ильяр, вот только попробуй мне все испортить. Вот только попробуй. Я тебе сказала, только попробуй все испортить. Будете жить и хорошо себя вести. А плохо портит то он. У тебя не получаются отношения и у него не получаются. А вместе вы действительно близкие друг к другу люди, как я тебе сегодня и говорила. По крайней мере, ты его расслабляешься. Ближе к нему у тебя нету, понимаешь? Вот, ну просто нету человека. Куда он? А вот с руками. Все, они успели заселиться. Дальше ты, и все. А так ты никогда его не отпустишь. Слушай, это может быть, наверное, что сегодня все... Мне тебя жаль. А вот, ну знаешь, это соболезно. Слушай, это может быть, потому что сегодня я в 7 утра... Слышишь, Кать? Пошла к нему в гости хотела, а комната была закрыта и поняли, что что-то не то. А чтобы у тебя был ключ от комнаты, и все ли у вас заселились? Подошла, подселилась. Нет, Лер, вот действительно, я хоть вообще против ваших схождений, потому что я знаю, что ты будешь плакать, но я думаю, что каждой девушке нужно перестрадать когда-то, знаешь? Поплакать, понять. Да, нам ритку с Кузиным. Почувствовать, каково это, чтобы, знаешь, раз и навсегда, отвернуло. Помнишь, он говорил, что что-то бы больше у нас могло быть, но я не хочу разбивать как бы нашу дружбу. Зачем он тогда это вето? Потому что он боится, что он, понимаешь, он мог со своими женщинами обращаться как угодно, но, тем не менее, он всегда к ним возвращался, они всегда для него были желанные, и он всегда хотел с ними быть. А к таким вот, как Алина, там еще, который он относится как мясо, использует и бросает. И он не хочет разочароваться в Лерке и бросить ее, потому что она все-таки ближе ему душевно, понимаешь? Если ему Алина, там Марина, еще кто-то, Ленки всякие, ему пофигу на них. И он попутался и выкинул. И он боится Лерку вот так вот ранить и обидеть, поэтому, и чтобы он понимает, что дружба вся закончится. Что она и как женщину не сможет воспринять, как девушку свою, да, и как друга уже тоже. И получается, ну, не туда, не туда. А знаешь, мне кажется, что Лерка, она такая, она не понимала, что делает. Она не понимала, что делает, она просто ржала вместе со всеми, даже вообще не задумывалась о том, что она может как-то Леху заедить или обидеть. А у Лехи реакция пошла, видишь, какая она не ожидала. И она начинает оправдываться, начинает какую-то охене нести реальную. Потому что я понимала, что тебе плохо, а не нравится, а еще и продолжала говорить. Это реально вот какой-то прям бред. Я думаю, что они помирятся завтра-послезавтра. Они помирятся, но будут ли они заселяться? Для них заселяться, да. Они заселили? Да. Но ведущая заселилась. Нет, конечно, почему? Кто соскучится, интересно? Лерка, она вот таким образом, тем более, это она типа покажет, что реальная симпатия. Если она согласится на такую авантюру. Да. Самсону это нафиг не надо, потому что Лерка его вообще огорчила, расстроила и разочаровала. Но вот в этой ситуации, мне кажется, он вообще ей будет и стороной обходить. До первой девочек, с которой будут общаться, ему нужны будут какие-то советы от Леры. То есть представь, да, он понимает, что если он заселляется с Лерой, он ее вообще, он не сможет смотреть по сторонам, он не сможет смотреть на других девушек. И он придется быть только с Лерой. А ему настолько сильно не тянет к Лере, чтобы он мог себя ограничить во всех своих похождениях, во всех своих проявлениях другим женщинам. Слушай, знаешь. Нормально, сейчас Денис рассказывает, говорит, когда я пришел, говорит, и заходит такой Леха, ну что ты с Алиной, типа, будешь строить отношения? Вот. Он такой, да нет, типа, поменял, мне не все. Ты понимаешь, какие это отношения будут, Лера? Слушай, а тебе кто-то симпатичен? А он такой, ну Лера мастерка, такой, Лера, понятно. И так дал ему понять, типа, ты туда даже не ввязывайся. Я говорю, козлёныш, личную жизнь не портит, понимаешь, и за спиной дает понять парням, что он имеет на меня виды, понимаешь, тем самым сразу отсекает. Лера, а смотри, такой вариант. Ты не боишься, что если... А я никуда не поеду. Смотри, я просто сейчас четко... Он отмазывался от этого заселения. Мне кажется, он скачуху делал, потому что он реально не имел права так себя с тобой вести. Вот это пинание стула, оно, с моей точки зрения, не обосновано было. Желтые штаны, желтый пуховик. Ильи, договорились. Так и скажем, так и вожелся комплект. Какой договорился? Срязка. Вот, а они, мне кажется, с Валей переписываются, с Самсонов и Варей. Они сегодня ночью переписываются. Вот, они как будто договорились. У меня такое ощущение, потому что она на Кузина не реагирует, а когда сидела вместе с ним, вот тема про вас шла, она... А мне такая, я такая, нет, нет, нет. Она, ой, такое, нет. И может получиться такой вариант, что он захочет с тобой заселиться, ну, типа, отомстить тебе за то, что ты над ним ржала, и тупо изменять с ней, ну, типа, знаешь, к ней, вот, 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 Варя. Вот, может, и такое получиться. А я никуда не пойду, ты че? Леха-то ее помнит, вот той, какой она была. Он никогда-нибудь, с той девушкой, когда она вот когда-то напротив была, извините, вот такой, страшилой. В отличие там от Кати Клесоченко и этой Алины, хочу физически. Ну, ты и про девочек говорил когда-то, что ты хочешь физически, поэтому... Ну, я вас обманывал. Обнимать Алину и меня тут со стеной оскорблять вместе со стеной. Обычно так, как ты себя ведешь, ведет себя обычно Глеб. Помнишь, какая Лера была, извините меня, убогая, вот, страшнее баб вообще на проект, извините меня, не уйдет. Ну, реально, ты... Я вот смотрю старые эфиры иногда, господи, как ее вообще взяли. Сейчас она красотка. Ну, слушай, по сравнению с тем, что было, да она богиня, то, что сейчас с ней происходит, и что у нее сейчас... Ну, без сравнения, она красивая, девчонка. Не, ну, извините, какой она пришла сюда, извините, убитая вообще из них, подтасканная до ужаса. И что с ней сейчас случилось на эти игры, она реально офигенная стала. Вот прям вот, какая она сейчас есть, какая она была, да, по сравнению с этим. Ну, извините, Леха-то ее помнит, вот той, какой она была. Он никогда не был, с той девушкой, когда она вот когда-то на проекте была, извините, вот такой страшилой просто. Никогда. Да никогда он с ней не был. Больше, чем просто дружить, он с ней никогда не был. Вот для Леши, она не тот человек, с которым он будет строить нашу жизнь. Я тебе, знаешь, могу как сказать, а вот порой просто наступает в жизни момент, когда вот эти вот девчоночки, понимаешь, которые такие супер-пупер раскрасивые, становятся просто нахрененужными в жизни, потому что по большому счету, как бы, ну... Вот именно, что в жизни на проекте, Леша, извините меня, просто тупо позориться. Да, Лехи, сколько лет-то уже? У Кати колесо, короче, сейчас мнение сложилось. Вот, она сказала, что, когда, говорит, Кузин, ты шутил, как тебя зовут-то, господи, забыл. Варя. Варя, говорит, не реагировала. А когда, говорит, Самсонова тема коснулась, глаза-то сияли, как узнала, что заселяется, вообще расстроилась. Че? Боже, какой бред! Серьезно ли ты швырёшь? Ну, ты действительно очень сильно эмоционируешься, по-своему, что Лёша заселит с Лерой. Да мне на это вообще пофиг. Просто меня раздражает, потому что обсуждать такую тупень, просто тупейшие моменты, то, что Лёша будет с Лерой. Да, блин, вот я, знаете, извините, к Лёхе вообще мне параллельно есть, он нет, его, да, как бы, он вообще не хороший парень, спорный, да. Ну, как бы, от его присутствия у меня ничего не меняется. Ну, когда начинаю говорить о том, что он в Леру, извините, там, очень влюблён, он не смешно. Вы заселились прям? В смысле? Я заселён уже, я живу там. Я? Почему? Опять из тебя всё ответственно. Я сделала так, что же вы за мужики такие пошли, такие хитрые, как-то всё выворачиваете, что, блин, женщина приходится самим сидеть. Так чё, чё вы, да, чё вы пришли ко мне? Ну, просто за... Да ладно, иди, чё, можно вон этот... Ну, нет, я тебе говорю, он, говорит, я заселён, теперь он будет ждать от Лерки. Нет, вот будет заселяться, я не против. Иди, скажи, любимая, там, иди приготовь. Так ты, скажи, ты хочешь попробовать? Я, да, сейчас бабу Варьке говорил, а по-другому, мне кажется, мы ничего не поймём. Ну, вот можно. Не знаю, мне кажется, вот она классная, смотри. Хоть она разочаруется окончательно. Не знаю, мне кажется, Лерка классная, серьёзная. Во-первых, я не понимаю, когда говорят на неё, что она там какая-то некрасовая, вот чем не просто. Она классная, она просто подача. Подача. Нет, чё, Элина, Настя, вот это всё, вот Лиза, они все просто вот так вот. И у Лизки не было этой подачи. Да, которая, знаешь, она... Так у Лизки тоже не было этой подачи, не у Лизки не было такой подачи. Лиза могла себя подачить. Могла. Она вот так волосы могла сделать. Ну, это да, да, да. У меня есть. Она могла себя вести, как твой пацан, как его там вроде, да? Вот она, кстати, да, вот Лерка, она вот, ну, Элина... Ну, слушай, Лерка, вчера, мы вчера смотрели фильм, да, в кинотеатре. И ты сказал, что мне нравится эта девчонка в фильме. Серега, Серега. Ну, слышишь? А, ну, в Интерсе работал с нами, да. Вот. Эта девчонка вылитая, это? Совсем вылитая. А чем не вылитая? В то, что я влюбился вообще в полушину. Я готов ради нее в город свернуть. Вот она такая же, вот как, где ранее в фильме была такая. Видела, да, я смотрела. Немножко такая, пацанчик такой немного. Ну, пацанчик, да, а внешность? Я говорю про внешность. А внешность, подожди, а чего не так? Так ты сказала, Леркина внешность, мой экипаж. Я сказала. Настройки. С ним невозможно разговаривать. Подожди, Леркина внешность, мой экипаж, я сказал? Ну, ты сказала, ладно. Я говорю, можно под мой экипаж, под тусить ее? Нет, ты сказала, что с Леркой ты же триотипа не будешь разбивать. Нет, потому что, нет, не в этом плане. В том плане, что лерку хочу, хотя я физически, в отличие от Кати Клисыченко и этой Алины, хочу физически. Но ты и про девочек говорила когда-то, что ты хочешь физически. Ну, я вас обманывал. А как нам понять, что ты сейчас правду говоришь? Семен, не слушай этого, дядя. Он все время лжет. Реально, мне кажется, про ужасение. А что Семен? Сейчас невозможно. Выходит, Семен, мне уже все... Оля, вы что, сына Семенова хотите назвать? Я говорю, мы пока ничего не решили. Я в эфире. Я решу это все в роддоме. Он такой, все, Леша уже сказал, уже вышел на мой день рождения. А он нам тоже как-то это Семену. У меня вся группа Семен, Семен. Вот так вот. Так. А ты что, с вами будешь жить? Плохая комната? Ты с вами будешь жить? Да, мне сказали. Почему? Сказали, почему? Ты думаешь, собственное желание извело? Я думаю, что даже бы тебе, если сказали, то звездам не гоже жить среди плебеев. Ну, так я тоже самое им говорю. Говорят, нет, порадовать своим присутствием людишек простых. Вот я вот и решила вас порадовать. Ого. А где свободная кровать? Вон, вот там, на Кожибинской. Вон, мне, которые здесь будешь ночевать, не буду спать. А буду я тебе всю ночь мух отгонять, что такая звезда с нами спит. Так мух-то от вас, девки, отгонять надо. Да нет. Это от нас мухи развелись, а ты звезда, если будешь спать, то я буду их разгонять. Давай. Эта, слышите, а где свободные кровати? Вот эта свободная. Вот уехала мадам сейчас только что. А кто тут спал? Ну, это беленькая Алина, Алиночка. Бывшего твоего девушка, которую он любил. Бывшего моего что? Бывшего твоего девушка, которую он любил. И которая ему духи подарила на день рождения. Да, я даже не пойму, кого бывшего. Блин, нет, простите уж моё личное, если моему самолюбию не позволят. Ты там спать есть ещё свободная? Кашубинская. Кашубина соживёт на своей кровати. Но её нету. Подцеплю, потом прещение гребусь. Чё, самоубийца что-нибудь? Ну, по сути, тогда и в общем душу надо мыться. Ну, ладно, посмотрим. Там Кашубина, я помою, ребят. Вот это да, свободная. Ну, тут вещи, 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 вот тут же. Самсонова. Нет. Возьми, возьми, возьми. Сходила бы к нему, просто поговорила. Пойду я переоди. А, вот сейчас я буду бегать в спортзал, а он занимается... Нет, потом в комнату поднимись, там вечером поговорите один-один. Для себя пойми вообще, надо тебе это. Увидишь, почувствуешь, не может, или нет. То, что он бегает, это непонятно. У всех мысли расходятся. У кого у всех? Ну, всё равно. Ну, у кого у всех? Никто не понимает, что у вас творится. Сходи, давай поговорим. У всех сходится на том, что между нами что-то есть. Одно у тебя расходится, ты гречишь о том, что это фикция. Я не скажу, что это фикция. Кто скажет, что это фикция? Между вами есть одна общая черта. Я не сказала, что это фикция. Между вами есть одно общее. Одиночество? Нет. Бритьё ног. Иди, бабуль. Я Ксения Бородина, и это телепроект «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера Варвара Третьякова переехала на поляну для того, чтобы проучить Олега Майами. Вот только он по ней не скучает и не считает свои измены чем-то страшным. У кого сила воли окажется сильнее, кто первый пойдёт на сближение? Попытаемся узнать сегодня. Наступил 3143-й день нашей телестройки. Алина Алексеева вновь заявила о симпатии к Александру Задойнову, как и в момент своего появления на проекте. А поскольку сейчас Саша отсутствует, Алина вызвалась поехать в его городскую квартиру и подготовить её к возвращению парня, устроив Саши сюрприз. По соседству в городе проживает Олег Майами, от которого недавно со скандалом уехала Варя, не просив Олегу ночной флирт с Оксаной Рязко. Олег надеется, что Варя вернётся, но она до сих пор на поляне. Алексей Самсонов и Лера Мастерко утверждали, что их отношения носят лишь дружеский характер. Но вчера Алёша признался, что готов попытаться построить с Валерей романтические отношения. Ксения Бродина, зная о симпатии Леры к Алексею, объявила о заселении ребят в отдельную комнату, чтобы они разобрались в своих чувствах. Однако Валерия на переезд так и не решилась. Лера, убью просто вообще. Ты почему не переехала никуда? Я боюсь. А чего ты боишься? Я боюсь, я не знаю. А чего ты боишься? Я раньше была, знаешь, такая отчаянная, всё, я не могу с этим параноиком связалась, я везде какой-то подвох ещё. Значит, с Должанским ты не боялась заселяться, извините, а с Самсоном ты боишься. Какая-то странная фигня получается, Лер. Ну давай ты с Должанским заселись. Не, ну это вообще две разных ситуации. Не, ну хорошо, ты хочешь с Должанским заселюсь сегодня. Должанским, которым не нужно ни тело, ни чё, только бутылка и Лёша. Ну, а Лёше что-то нужно? Ты боишься с ним спать? Да. Почему? Не знаю. Слушай, ну ты этого и хочешь больше всего. У меня волшебства уже с июля не было, я уже как девственница стала. Ну ничего страшного. Это для меня уже дикость, это знаешь, как будто первый раз лечи, боишься. Так я поехала бы, купила красивое бельё, удивила бы, как ты всё в порядок привела. А чё нет-то, блин, я не понимаю, это как раз и стимул. А чё ты уже вот тут ноги, понимаешь, скрутила трубочкой, вот я тебя в таком состоянии, вот так вот горб накинула, значит, и вот так ты сидишь тут целыми днями. Я бы уже на твоём месте побежала бы, купила, блин, там уже пеньюаров, понимаешь, уже бы заселилась, уже бы лежала довольна и счастлива. А ты вот Мишка обняла и сидишь, слёзы льёшь. Лео, я тебе сказала, чтобы сегодня вечером всё, вот чтобы я завтра от Бузовой узнала, что вы уже живёте счастливы, и вообще у вас уже 10 детей родилось. Я тебя предупреждаю. Мы пока просто как комнаты соседей, мы духовные поблизости, а потом уже всему сутки. Лер, а потом он будет бегать к Варе за этим. Или кому-нибудь ещё. Ты можешь уже быть полноценной женщиной для него, а не просто друг, кореш. Волгоградские парни говорят, мы бы ничего смотрели с мести. Можно уже быть просто женщиной рядом с Самсоном, вот и всё. Это, по-моему, проще простого. Я тебе серьёзно говорю. Слушай, Алин, ну, смотри, ты одинока, да? Я одинок, да что там чертовски? Ой, чертовски одинок. А может, ну, оно всё? В ЗАГС? Прямо так, сразу? Ну, а чё? Не, не готова. Что? А как же Саша? Я просто, ты, не знаю, наслышанного ты во мне или нет? Наслышанного? Ты в каком плане? Ну, вот в этом. В каком? Я тебе не Самсонов, я... Я ты понекла. Я бог секса. Угу, точно, точно. Ты слышала такого во мне? Нет. Танец бога любви! Танец бога любви! Ужас, Олег! Ужас, Олег! Ужас, я тебя боюсь! Пока. Роднурочка, вот твой будущий супруг, посмотри на него. Я даю тебе... Я даю тебе, как дочь свое равно, в эти замечательные руки. Я прошу тебя. Я прошу. Я реально беспредельница. Я как будто сельско 18. Я боюсь. Это не сыр и не оливка. А тут у тебя не шпажки. Не насаживать. Хорошо. Все, береги себя. Береги, береги, дочь. Береги. Все. Лера, ты вещи собрала? Да вот она переехала. Вот это ее вещи. И все. Мама сказала, простепенность. Я поэтому сверху ее одел. Я вот все собираю. Я все, сам, ты красивый там. Лера! Ты собирай дедухи и мухи, и все собирай. Иди мухи собирай. Колпачки, пакеты все свои. Все отнеси. Я не шучу. Я тебе серьезно говорю. Ты меня сейчас злышишь. Смотри, красотка. Чего ты на меня смотришь? Тише, тише. Я тебе серьезно говорю, давай. Он мне даже спасибо сказал. Ты можешь ей сказать, чтобы она это сделала? Ты можешь ей приказать, как мужик? Я не понимаю вообще. Я сказал уже. Ну скажи ей. Она говорит, что ты ей ничего не говоришь на эту тему. А ты можешь улыбаться? Я боюсь. Улыбаться? Вот заселяться. А что будет у этого? Что будет у тебя спрашивать? Я тебя спрашиваю сейчас, что будет? Вот ты заселишься, что будет? Ничего хорошенького. Единственное, Ване по утрам долго не это не надо, чтобы я не тучался. Вот что будет, ты не помню. Лер, ты что себя так ведешь, что так странно? Ты что, неадекват? Ну-ка давай, иди будь. Ты что, неадекват, что ли? А ну быстро бери. Нет, я говорю серьезно. Я серьезно говорю. Пока я пью чай, который ты мне сделала. Зачем ты ей сделала чай? Она сейчас будет его пить долго. Кузя! А куда он ушел? Давай, нормально. Лер, ну давай, ну не будь дурочкой. Ну правда, ну ты как этот, сумасшедшая, что ли? А где этот пузырь? Можно подумать, меня Дерипаска замуж берет, и я вот тут еще ломаюсь. Ты просто странно себя ведешь. Ты что? Стадо, блин, один за всех, все за одного тоже. Ты не слушаешь людей, ты им хамиешь. Ты человек, чтобы я с тобой разговаривала лично. Первое волшебство Коляна на проекте произошло с Варварой Христошкой. Объясни, чем я плоха. Че ты долбишься? Объясни, чем... Че ты долбишься? Олег и Юра недавно разыграли Оксану Рязко, появившись ночью в ее квартире в нетрезвом состоянии и нижнем белье. Вера Мастерко боится переезжать в комнату к Леше Самсонову. И Алексею пока не удалось успокоить и уговорить Валерию. Олег Майами в городе проводит время в компании Алины в прекрасном расположении духа. А его девушка Варя, несмотря на внимание Жени Кузина, Леша и Глеба, сильно переживает из-за Олега, часто срывается на окружающих, нередко получая ответную реакцию. И сегодня коллектив решил подшутить над скандалисткой и проучить ее. Ты сама не догадываешься вообще, почему тебя сюда посадили? Наверное, за то, что я себя плохо веду. Наверное? Или за то, что я плохо себя веду? Ну, наверное, за то. Расстреляйте. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет. Прижать надо, поплотни. Все, хорошо. Варя, ну давай, объясняй. Да что объясняешь? За что ты села на этот стул? Наверное, за то, что я себя плохо вела. А кого обманывала? Кого, никого не обманывала. За что, блин? Кому врала? Итак, ребят, я вам хочу сказать, что каждая женщина, которая бросила своего мужчину, либо предала, должна садиться на электрический стул. А если у вас есть, ну, хоть какая-то там, я не знаю, информация, которая поможет Варе встать с этого электрического стула, я прошу по одному выходить сюда и в защиту Варе говорить какие-то слова. Если такие есть, конечно. Есть такие? Да! Я не дала своего мужчину. Потому что именно она довела своего мужчину, что он начал ей изменять. Итак, если есть у кого-то какие-то слова, оправдательные слова для Варе, прошу выходить. Давайте с Колей начнем. Да. Хочу вступиться за Варвару Третьякову и добиться для нее оправдательного вердикта. Давай. Для начала готов сделать добровольное признание. Обращаюсь сейчас к своему другу Олегу Майами, как к вам, ко всем, ребята, к ведущим и ко всему советскому народу. Долгое время вводил вас всех, товарищи, в заблуждение. Он ее любит! До сих пор было принято считать, что первое волшебство Коляна на Доме-2 случилось с Наташей Волковой. На самом деле, первое волшебство Коляна на проекте произошло с Варварой Христосой. Сидеть! Что это, шляпка? Сидеть! Варвара, садись! Дедива! Заткнись, Должанский, блядь! Случилось это в первый день пребывания Вари Третьяковой на проекте. Что за бред? И случилось это, Олежек, Олежек, Олег, Майами. Случилось это в том самом месте, в том самом месте, где и твое первое волшебство. В туалете спортзалом. Считаю, что этот поступок оправдывает все Варины проступки. Она героиня проекта, героиня волшебства. Все они все! Все, спасибо, Николай! Этого достаточно, оставайтесь слева от меня. Алексей Самсонов, пока идете, говорите правду и ничего кроме правды не буду говорить. Правду и ничего кроме правды говорить не буду. Все, поехали. Я считаю, что Варвара не должна сегодня, именно сегодня умереть на этом стуле. Почему? Потому что благодаря Варваре, когда меня бросила Алина, она мне подняла настроение. Прям подняла? И не только настроение, да. Вот, она сразу же, как переехала на поляну, в своем ненаглаженном желтом пенюаре. Без, без, я это заметил, так как я спотыкнувшись, нечаянно упал. Одевай, одевай. Без нижнего белья. Она меня утешала всю ночь. Нет, это было по кайфу! Просто по кайфу! Спасибо, Олег, все вступлю, ребята. Это достойно, это достойно было. Поправьте волосы с лица. Да, вот, пожалуйста. А Андрей тоже рвется с какими-то аргументами, и мне кажется, что ему есть что сказать. Андрюш, давай. Да, я вот тоже считаю, что она не должна умереть на этом стуле, сегодня, по крайней мере. Поскольку этот человек переел всю еду, захомячил, по крайней мере, за щеки все, что осталось. И я, по крайней мере, не умру от ожирения. А еще, говорит... Ей тоже надо бороться с этим, поэтому говорят, волшебство и колдовство. Хороший способ от ожирения. Поскольку колдовство и не нравится, говорит, волшебство ночью будет. Приходи вместе и весом. Чувак, и че? Ой-ой-ой! 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 Следующий, Евгений Кузин! Смотри, Альварь, Тихо. Дальше за шнягу! Тихо, Варь, Варь, теперь Кузин. Теперь Кузин правда. Я без пошлости. Все, без пошлости. Успокойся, подожди, я без пошлости. Дорогие товарищи, дорогие граждане, собравшиеся на сегодняшнем митинге, на сегодняшнем лобном месте посреди Красной площади. Я считаю, что Варвара Третьякова не должна погибать не только на сегодняшнем стуле. Тихо, тихо, Альварь. Иди в зальницу все. Хочу, чтобы услышала лишь ты. Вчера уснуть не мог я очень долго. Но получил я СМС. Признание в любви. Спасибо, Варечка. Уснул я очень быстро. Варя пошла, села в катамаран и куда-то направляется по снегу. Варя! Живи с нами! Ребята очень рады, что ты живешь здесь на поляне. И поэтому тебя прощают! Живи с миром, но не жри всю еду! Чего расстраиваешься? Да ничего, чего устроили-то, обняния? А что устроили? А ты слышал, я тебе какой стих прочитал? Вот, да. Я хороший прочитал. А Кузин прочитал, не правда? Что дать? Телефон. Ну ты что? Ну еще. Ну смотри, я тебе... Чего ты обижаешься, ты как маленький? Да ничего. Варя, что ты обижаешься, ты помог? Ну ты здесь находишься, ну что здесь на... Я что, Оксана Рязька, что ли, подмышки вязать, может быть? Я согласен, что это не Оксана Рязька, Оксана хуже, естественно. Я тебе еще раз... Оксана Рязька плоха! Ты закрываешься, что-то тут. Объясни, чем я плоха! Чего ты долбишься? Чего ты долбишься? Сука! Чем, Оксана Рязька? Чем я плоха, ну-ка скажи! Смотри, Оксана! Ну-ка скажи, чем... Чем я плоха, ну-ка! Смотри, как пришло! Обоснуй! Обоснуй! Оксана, ну не сижу! А чем я потаскала? Ура, сука! Ура! А-а-а! Что ты делаешь? Ура! Ура! Что ты делаешь? А, Оксана, я нюхнула! О, не, я тебя я нахожу. А, Оксана уже сзади! Ну, отдаю! Я уже сзади! Она там что, так прямо обижена? Плачет что ли? Межна, мне не интересно. Ты какой жестокий, Олег! Моя девушка под меня уважает всегда. Блин, мне ее жалко даже. А? Мне ее жалко. Она хотела как лучше, получилось как всегда. Знаешь, слава богу, что все это так произошло. Потому что я тоже сейчас понимаю, что мне вот так вот лучше. Когда она там. Да? Ну, вечером ляжем. Да, я еще подумаю. Ну, ты ляжешь на свою сторону кровати, а я на свою. Каждый на своей стороне будет лежать. На пионерском расстоянии. Ну, на пионерском расстоянии не знаю. Ну, вот это вот Сычок показал. А пионерское расстояние сколько? А вот это вот сколько было? Может быть, у тебя свое пионерское расстояние? На пионерское расстояние. Ну, может, у тебя тоже свое пионерское расстояние в области паха? Мы чуть больше будем, чем пионерское расстояние, держаться друг от друга. Меньше, ты хотел сказать. Ну, пусть меньше. Я тебе, наверное, что-то тормозит. Давно перенесла вещь уже, блин, наготовила, блин, все. Жела бы себе на здоровье, что-то, блин. Леш, ты как маленькая. Ты знаешь прекрасно, как я отношусь к моменту заселения. У меня, ты знаешь, как, то, что у меня давно же отношения было. И чё? И чё? И. А я тебе как мышление нравлюсь? Дело не в симпатии. Так я спрашиваю тебя, я не спрашиваю, в чём дело, я тебе спрашиваю, конкретно вопрос задал. Где он к этому подходу? Вопрос задал конкретно тебе. Не знаю. Если б думал о нет, сказал бы нет. Ну да, да, да. А если как бы, то как бы да. Я разрешу тебя обнять, тебя. Лехе же отказать никто не может, понимаешь? Ты мне разрешил. Я говорю, Лехе отказать-то никто не может, понимаешь? Он только взглядом своим посмотрит и всё. И уже сказать нет-то невозможно. Можно сказать только максимум, не знаю. А чё ты это, не обнимение по... Нет. Чё, чё? Нет вот этого официоза, нет красной ленты, нет вот этого вот такого вот. Здесь такие все дураки, блин. Мы с тобой год знакомы. Больше. Ну, больше. Официоз, лента. Да. Потому что я думаю, если ты ко мне отлично относишься и уважительно, то для меня... Всё будет во время наших отношений. А, то для меня как раз таки... Всё будет во время... Я думаю, что я помпедности заслужила. Всё будет во время наших отношений. А, это был фейерверк сейчас из твоего рта? Салют. А. Вива, Валита. Заселилась легко всё-таки. Не заселяется, боится она. А чё боится? Боится, всего боится. Кроме осуждения общества, она боится всего. Ну, она боится, знаешь, почему? Потому что Лёша уже зашугал всех девчонок. И Лерку, знаешь, как бы на опыте предыдущем, таком, как бы неприятном и остальных девушек, она понимает, что сейчас всё под микроскопом. Лёша, вот она зашла в ванну, Лёша будет прислушиваться. И она боится, там, лишний шорох создать, чтобы он потом не сказал. А она в ванне, как, я не знаю, слон в посудной лавке. Мне кажется, здесь так. Может быть, но главное, конечно, она боится потерять то, что она сейчас имеет. А самое страшное, она боится, я думаю, готовить. Потому что готовить, готовить, как я знаю, Лерка не умеет. Вовремя о еде вспомнил, а то я тарелку достал и забыл это. Чё, давай перекусим, наверное? Ну, блин, ну, не больно, пачка. Ты пошла? Да, пойду. Ты придёшь в ванну? Угу. Приходи ко мне. Угу. Ладно, просто посидеть. Иван. Ты будешь мыться, ты же рядом? Да. Да, значит, кофе-то. Я вообще приехала? Не убралась, я... Ну что, берёшь всё время ещё, по-моему, его не будет около пяти дней. Да. Ты не стыдно? Нет. Нет. Чё не стыдно должно быть? Мало ли? Ты свободная девушка. Угу. Ты чё, Злайд? Ничего, раздражаюсь. Что за сценку делать? Чё за прививающую? Я не видел сценку. Ты хурамень будешь есть? Не буду. Понести? Не, потом, да, потом? Потом, не сейчас. Какой-то чушь вообще устроить просто. Ты чё нас водит два дня? Да просто сидят, я говорю, приехал. Думаю, что нападки будут какие-то со стороны, я буду халывать. А ты чё на всех демонёздничаешь, так много? Думаю, что что-то будет, что ли, по-моему. Сидят, скупировали, стадо, блин, один за всех сидят на обои тоже. Ты чё? Былась. У вас всегда девушка, которая, я чувак, за у которой отношения, за которой ухаживают парни, которым нравится мужчина, для вас становится... Жень, она... Слушай, Жень, она мне ничего не сделала. Ну а что ты на нём? Послушай, я тебе объясняю ситуацию с сегодняшнего утра. Она мне ничего не сделала. Когда она увидела, послушай... Лер, по факту, прошло 12 часов с утра, а что ты с утра не выяснился? Она увидела в интернете, в каралоке, что я с Майами. Так мне не надо предъявлять, ты Майами. И потом, да ты шалава, с койки в койку, туда-сюда. Откуда пошёл негатив? Когда ты только вошла, ты сказала, поставила здесь сумки, да, шутки, шутки. Ты говоришь, я с этими там спать не хочу. Ну, понимаешь, мы всё равно отношения с этими. Вот эти вот, вот так вот сейчас и сделали, понимаешь? Подожди, кто это? Подожди, кто эти? Вот эти две? Да не, давай не будем сейчас переходить в целом. Ты сидишь, то же самое. Вот я сейчас сижу, но меня это возмутило, да? Ты сидишь, мы все здесь сидим за одним столом, да, кушаем что-то. Ты говоришь Глебу, да, там, это стадо село сейчас там, обсуждает опять. Ну, понимаешь? Потому что стадное чувство, потому что куда, вот один, два, три, четыре. Варь, ну опять, опять мы обуваем, обусорим от греха. Потому что проявляет свою слабость. Ты не слушаешь людей, ты им хамишь. Перестань. Андрюха, ты человек, ты человек, чтобы я с тобой разговаривала. Да, ладно, успокойся. Что? Ты человек, чтобы я с тобой разговаривала. Да, человек. Ты ничего, для меня нет. Варь, потому что для тебя половина людей не люди. Для меня конкретно ты в этом периметре единственный человек, не человек. Тупик. Ну вот этого не человека твой Олежа уважал, на коленях стоял, целовал и любил. Вот ты так говоришь, он перед тобой, если в периметре, да. Да, лично мне, Олег, говорю, что он тебе изменял. Ну, я знаю, что и тебе изменяет, поэтому... Ты что, тебе удовольствие получаешь, скажи мне? Ты заряжаешься энергетикой? Я никогда такой не была, просто... Ну ты не была, ты долгая. Вот эти два дня у меня доводят конкретно. Ну что, ну сделай вывод, да ты что? Вы ее не обижаете, вы все как бы флиртуете, как бы, да? Вы давайте ей с вами флиртовать, но вы ее не обижаете. Хорошее отношение, хорошее отношение, что я теряю? В принципе, ничего. Как можно целовать коленки в танце, скажи мне, пожалуйста? Я просто колен не погрел так. Ленки погрел. И весь этот разговор романтичный заканчивает благородная отрыжка. Я так поняла, что это бюджетный вариант фейерверка, да? Лера Мастерко весь день переживала из-за предстоящего переезда к Леше. Но, несмотря на уговоры многих, так вещи в комнату и не перенесла. Олег Майами в городе увлечен общением с Алиной, Хэти говорит, что ждет Вариус. Варвара тем временем на поляне сильно огорчилась из-за розыгрыша участников. И многие удивились, что Олег, зная о шутке, Вариус не защищал. И пара продолжает жить на расстоянии. Варечка, просто хочется понимать, это временный твой каприз. Ты ждешь, что Олег будет себя возвращать. Или ты уже приняла окончательное решение, что ваши отношения закончены, и Олег может целовать все подряд. Я приехала сюда с целью того, чтобы увидеть от Олег каких-то действий. Я их не вижу. Мало того, я слышу еще в телефонных звонках, когда Глеб ему звонил и спрашивал, Олег, а не странно то, что твою девушку обижают? Почему ты даже не пытаешься как-то заступиться, позвонить? Ну что он сказал? Ну, мы же не вместе. И к какому-то выводу пришла Варя? Ты все еще ждешь или ты ставишь точку? Я ничего не ждала, не жду. Я просто хотела, чтобы человек начал что-то делать. Он ничего не делает, не хочет делать. Ну, пускай не делает. Ну, а ты сама не хочешь сделать этот первый шаг? Иначе эта пропасть может увеличиться, и вы тогда больше никогда не сойдетесь. Оля, сколько я могу делать первых шагов? Сколько я могу еще прощать? Просто сегодня я еще, помимо всего, увидела фотографии с караоке, где он отдыхал с девочками, да? То есть, ну, для чего? Ну, хорошо, давай тогда сейчас у Олега спросим, какие он шаги сделал для того, чтобы вернуть тебя. Прежде чем я скажу, чем я занимался, можно немножко прокомментирую речь о Варе? А именно звонка сегодня Глеба, когда он мне сказал, почему ты не защищаешь свою девушку, и т.д. Мне как, вот просто, я представляю. Парни, привет, вы ее не обижаете? Вы все как бы флиртуете, как бы, да? Вы давайте ей с вами флиртовать, но вы ее не обижаете, главное. Я считаю, это полный абсурд. Мне абсолютно честно, я наслышан, чем занимается Варя на поляне, с Лешей, там, с кем, с Женей переписывается. А чем мне интересно? Можно узнать? Еще что-то она делает, да? Поэтому прежде чем высказывать мне какие-то претензии, да, ты думай о том, чем занимаешься там ты. Поехала ты отдыхать, я вижу, как ты отдыхаешь. Молодец. Но речь сейчас не о Варе и не о том, как она отдыхает. Речь, в первую очередь, о тебе, Олег. Да, с чем я сегодня занимался, рассказываю. Я сегодня прекрасно проводил день. Так как Варя уехала, я один, да, готовить я себе ленюсь. Мы, собственно, с Алинкой, да, объединились, с меня продукты, а она приготовила мне поесть. И мы сегодня обедали и ужинали вместе. Вот, но она ждет Сашу, а я жду Варю. То есть вы обедаете вместе, ужинаете, наверняка будете спать в одной кровати, но каждый из вас ждет свою вторую половинку. Оля, как спать вместе? Нет. Но вы уже валяетесь в одной постели. Я просто лежал, я немножко отдыхал, Алинка пришла, просто прилегла. Ну, Олег, ты уже ее облапал, где хотел и трогал, что хотел. Просто мы танцевали сегодня, просто, ну, в танце немножко потрогали друг друга, но это ничего большего. Подожди, а как можно целовать коленки в танце, скажи мне, пожалуйста? У нее просто джинсы рваные, а у меня дома холодно, и я говорю, у тебя холодно. А у тебя дома холодно? Я просто коленки погрел. Коленки погрел. А почему ты мне сказал, что ты сегодня предлагал Алине переселиться и готов был вынести вещи Варе уже из комнаты, твоей, как ты сказал? Оль, ну, давайте как бы не будем уже, это уже было чисто на грани юмора. А, ну, ты знаешь, у тебя все на грани юмора. Подумай сама, как я могу всерьез предлагать ей заселиться, если у меня Варя скоро приедет. А, ну да, ты как-то можешь всерьез ей целовать, извините меня, промежности. Я не целовал промежности. Мы не знали, конечно, что коленки это промежности, но... Варя, когда ты уезжала из комнаты, ты, наверное, понимала, что, возможно, и такая реакция. То есть, ребят, я вам просто говорю о том, что вы либо сейчас прекращаете все это и идете друг на встречу, друг другу, простите, либо, понимаете, это путь в никуда. Оля, на какую встречу? Я себе тут ничего не позволяю, вообще ничего лишнего. Варечка, у меня взаимные вопросы к тебе. Давай тогда увидимся и поговорим обо всем. Приезжай завтра сюда. Да сейчас, уже бегу и волосы назад. На один разговор. Мне одиноко здесь одному. Я вчера лег в спать, никуда не пошел. Нет, сходи, я бы тебе советовала к врачу сходить провериться. Тут я чересчур одиноко. Так ты приезжай вместе съездим. Нам к одному врачу с тобой надо. Это предупреждение? А мне интересно, это предупреждение или что это? Алина, хочется спросить у тебя. Олег, тебе говорил что-нибудь о Варе сегодня? Как-то жаловался, говорил о том, что он ждет ее, просил у тебя совета? Или он был так тобой увлечен, что не вспоминал о Варе? Нет, ребят, Олег хотел как-то, да, видимо, это все сделал специально на зло Варе, чтобы ее как-то задеть. Ну, то есть я ему подыграла, ничего страшного, ну, не вижу, ничего сверхъестественного мы не делали. Поэтому, Варя, на самом деле, Олег говорил такие вещи о том, что, ну, если ты не приедешь, да, через какое-то время, то Олег намеревается искать новую девушку, жить. Да здорово, пускай еще. Ты просто с датушнего дня. Мне вообще по барабан. Вот так ты, так, лично, давай хакнем дружно на наши отношения. Варечка, ну, если действительно ты готова этого человека потерять, то, в принципе, ты находись здесь. Вот я понять могу, я теряю этого человека, что я теряю, хорошее отношение, хорошее отношение, что я теряю, в принципе, ничего. Завтра ты едешь в городские квартиры за вещами. Нет, завтра я не хочу никуда ехать. Я не хочу не ехать за вещами, у меня есть вещи тут, мне хватит, их я не хочу ехать. Она боится остаться. Да не хочу. Она боится поехать, простите, остаться. Да нет, он грех. Тогда, Олег, у меня просьба к тебе, собери, пожалуйста, вещи Варе, чтобы они... Нет, давайте я вещи свои сама соберу, у них не надо. Олечка, Оль. Нет, Олег, Олег, пожалуйста, собери тогда вещи Варе, и завтра их привезут Варе на поляну. Если она не хочет приезжать в городские квартиры для того, чтобы разговор состоялся, тогда я думаю, что именно такое действие сподвигнет либо действительно к окончанию уже отношений, либо к тому, что вы поймете, что вы нужны друг другу, и как-то поговорите, и дальше будете решать. Оль, можно ли вещи, чтобы никто не трогал? Мы переходим к следующей теме. Лера Мастерко и Алексей Самсонов. Еще вчера вы были заселены, но ночь так вместе не провели. Мало того, Лер до сих пор не перенесла туда свои вещи. И вообще свои вещи не перенесла, никакие. Куда она перенесла? Пять курток. Пять курток? И все? Да. А как же кремик, лосьончик, штанишки, самое дорогое. Мишки, мишки ее, рамочки над кроватью, игрушки. Оль, я целый день с ней разговариваю на эту тему. Я не могу, мне никто вообще не может донести, никто не может понять, она ничего не говорит, чего она боится. Тем более сегодня вот ночь, да, и завтра я уезжаю на четыре дня в Волгоград. Ну, а может быть, стоило бы вспомнить, что Лера в первую очередь девушка, что она не твой друг, который можно вот так вот обнять, сказать, ну что, Валерон, а как-то, не знаю, подойти с романтикой к этому всему, цветы в конце концов подарить. Так я сегодня подошел к ней после спортзала, поговорил с ней. Леш, подошел, поговорил. Романтично поговорил. В трусах, в трусах и в шлепках, да? Не, не, в кроссовках. В кроссовках и в трусах. Я просто, единственное, я не понимаю, чего она боится, я знаю, я вижу, что она хочет этого, но чего она боится, вообще непонятно. Я что, на уровне Алины, да, по-моему, он меня лучше знает намного. Я заслуживаю помпезность. Не придя в растянутых шортах и кроссовках со спортзала и сказать, что, ну, а что, потом всему свое время. И весь этот разговор романтичный заканчивает благородная отрыжка. Я так поняла, что это бюджетный вариант фейерверка, да? Я прекрасно понимаю, о чем говорит Лера. И мне непонятно, почему, Леш, ты вот такой друг в этом спать. Я просто не понимаю, ты прекрасно понимаешь, а я прекрасно не понимаю. А я тебе только что сказала, ей не хватает соответствующего отношения. Объясни, какое, что надо-то? Ты относился к ней все время как к другу. Со вчерашнего дня вы себя позиционируете, начинаете позиционироваться как пара, а это совершенно другое общение. Да ел упал, ну, Оль. Я тебя услышал. Вот смотри, смотри, Оль. Сережа, что нужно делать ребятам, чтобы они подтолкнулись друг к другу? Представьте, Леру и Лешу. Кто для них, кто из них, для кого подарок? Представляете, кто для них, да. Кто из них, кто у них в отношениях есть счастье? Как я понимаю, это Самсонов. А Лера думает, что она. А Лера, не, а для Лерки это счастье, если вы будете встречаться с ней. Ну, кто ваш Путин, понимаешь? Не, 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 а для Самсонова тоже. Но просто Лерка, она первая выразила симпатию. Как мне кажется, за свое счастье нужно бороться. И если вот тебе парень или девушка нравится, без разницы, ты парень или ты девушка, без разницы, ты должен за свое счастье бороться. Я бы, если бы был на месте мастерко, я бы боролся за Самсонова. Вот, если бы я был девушкой. Поэтому я не понимаю сейчас, а у них происходит следующее. Один и второй пытаются показать и доказать свой длинный градусник. Кто крутой, кто за кем бегает. У них почему-то очень важно, кто за кем бегает. Мастерко, значит, сидит, ноги вот так вот перекрестило, он за мной бегает. Самсонов делает, видишь, что не понимает, а что она за ним бегает. Так вот, мне хочется понять, кто за кем бегает. И в итоге мне хочется было бы уже услышать от мастерко что-то. Я Самсонова слушал и тысячу раз знаю. Он хочет быть с ней? Да, он же просто такой, он же простой парень. Он говорит, что, пусть заселяется, я бы жил бы с ней, все нормально. СМС-ок плохих мне, вот клянусь, не пишет. То есть, как про Алину писал, а, Серег, я ее, и все, интерес пропал. Были такие смски, были. Про мастерко плохого ничего не пишет, а говорит только в хорошем контексте о том, что Серый попробовал бы, блин, ну не знаю, что-то она вообще не двигается никак в мою сторону. Соответственно, хочется услышать движение от мастерков. В конце этой темы я задаю Лерочке вопрос, ты где сегодня будешь спать? На крыше. Или под Лехой. Мы уже договорились, Оль. На Леше, под Лешей. Оль, мы договорились уже, где она сегодня будет спать. И где же? На своей половине кровати. Я ей сказал, выбирай левое, правое, без разницы. То есть, ты даже ей предоставляешь право выбора? Да. Ну что же, мужчина сказал, мужчина сделал. Я думаю, что еще есть время до ночи для того, чтобы как-то проявить все-таки свое мужское внимание к этой девушке. И настоять на том, чтобы с сегодняшнего дня вы жили вместе уже как пар. Дядя Токарева и Юра Слободян весь день отсутствовали. А на поляне тем временем выяснилось, что недавно в караоке Олег и Юра были не одни, а в компании девчонок. Оксана Рязко даже с ними недавно развлекалась в караоке, флиртовала в городе, а вчера ходила на свидание с молодым человеком. Глеба ее поведение разозлило, он не сдерживался в эмоциях и выражениях, что Оксану испугала. А Варя Третьякова, узнав, что Олег вертует в городе с Алиной, решила расстаться с ним. Правда, ехать за своими вещами не хочет. Я себе даже на такси денег домой сюда. Нет, я сейчас даже не хочу ехать за этими вещами. Вот честно, не хочу. Я вот реально не хочу. Просто не опускайся на уровень Оксаны Рязки. Я тебе говорю, я не хочу. Не опускайся. Что ты сейчас говоришь? Я говорю, чтобы она не опускалась до твоего уровня. А ты моему уровню зачем смс пишешь, что ты сногсшибательная? Это мне Дашка попросила, я написал. А, Дашка попросила? Поржать. Мы сидели в кровати. Я уровень плохой. А раз я плохой уровень, зачем ты пишешь? Я же говорю, мы сидели с Дашкой и Серым, и они говорят, напиши, прикольнись, как она отреагирует. И все, можешь спросить у нее. Дашка мне обратное сказала. Друзья, это значит, когда ты мне писал, что я хорошо выгляжу, ты тоже ржал с кем-то. Да, мне тоже посоветовали. Мне Олег попросил написать от него. Да, конечно. Тварь! Если честно, я вообще ехать в зал, я реально не хочу. Кого? Я не хочу, чтобы он сыграл мою вещь, потому что для меня это вообще удар. Я тоже не люблю, когда мои вещи пройдут. Когда мои вещи пройдут. Ты сейчас можешь поехать вместе с Оксаной. Дело в том, что по-большому счету, ты по-нормальному, по-человечески, после завершения ваших тела, когда он начинает целовать, ты понимаешь, как девушка, уважающая себя, должна просто, даже не завещать делать. Ты должна собраться, ты должна собраться, просто зашла, без клипа, без руганий, ничего не выясняю, потому что, в принципе, тут уже выводы все можно сделать. Желаю тебе дождаться, Сашу. Желаю вам счастья с ним. Верю, что у вас что-то получится. Ты сейчас ехидничаешь или нет? Ну, пока его нет, я сделаю все, чтобы тебе не было скучно. Чтобы ты чувствовала себя, ну, хорошо и полноценно, как девочка. Ну, чтобы ты здесь не нуждалась ни в чем. В общем, если что, я здесь, ты знай. Через стенку твой сосед Олег. Спасибо. Сейчас в городе начнется… Ну, вот что там, вот кто живет в городе? Люди, которые, в принципе, не заслуживают этого нахождения там. Поехали жить в город. В город? Да. Что там делать? Заселимся в городскую квартиру. Мы с тобой в городскую квартиру заселимся? Ну, в смысле, нет, я тебе не говорю, что мы с тобой будем спать с тобой в одну кровь. Мы просто, завтра бегем и говорим, что мы заселимся в городскую квартиру. Да нет, Глеб. Зачем? Большую комнату. Мне тоже, я тоже хотел пожить в городе. Я тоже хочу жить в городе, давай. Ну, вот и все, на это мы сойдемся. Ну, я не хочу сейчас так вот это, как-то это, знаешь, выгляди на то, что, знаешь, как на злость кому-то еще что-то… Нет, так это не надо делать. Я согласен. Глупость. Глупость? Да. Да. Фу. Ты меня повезешь, ты понимаешь меня с полуслова? Потому что, кто ты мне? Самый близкий человек против. Я этого дождался. Ага. Конечно, приезжай сюда, будь ты. Да, я тебе сказал. Я тебе сказал. Я приду с полуслова, и ты будешь тогда со слезами надежать. Зачем? За надом. Зачем у меня сегодня? За надом. За надом. Я тебе говорю. Я тебе сказал, Лер. Ну, посмотришь, если мне не веришь. Не усугубляй ситуацию, Лерочка. А что будет? Ничего не будет. В смысле, не будете вместе? А занесет сам, что ли? Занеси ним хлеб. Лер, ты услышала? А что будет? Слышал? Леша, что будет? Ну, а ты хочешь просто посмотреть что? Я тебе сказал, что будет. А что будет? Ничего, будешь со слезами наверх бежать. Почему? Потому, что я тебе говорю. Потому, что мы там заселены. Ну? Гнул. А ты зодору уезжаешь. И что? Так зачем? Ну, ты будешь жить там четыре дня одна. Одна. А вот если сегодня не будет этого… Я пошел в спортзал, а ты… А почему я буду плакать? От чего, Леша? Ты будешь… Ну, от того, что тебе… Ты руку поднимешь на меня, или что? Ну, слезы сейчас. Руку, ногу и жопу отобью тебе. Нет, а почему я буду плакать? Ты мне руку поднимешь на меня, или что? Что ты храпишь? Ты мне руку на меня поднимешь? Руку тебе подниму? Да, возьму, подниму тебе руку. Я говорю, ты на меня руку поднимешь, или что? Послушай, я на тебя руку поднимать не буду. Я очень разочаруюсь и очень разозлюсь на тебя. Ой. Давай, Гудли. Ну, все хорошее. Чтобы… Чтобы мы не боялись ничего. Чтобы мы не боялись сделать какой-то шаг. Вот. Можешь быть смелее просто. И всегда помнить о том, что мы живем один раз. И не жалеть ни о чем. За тебя. За тебя. Как под ладочкой. Только тебе. Только тебе. Только тебе. Только тебе. Оксана, вот что ты творишь? А? Что? Что я натворю? Что я натворю? Лех, до вечера. Скоро буду. Я ничего не натворю. Да обещаю, клянусь. Отвечаю. Блин, как так говорится по-пацановски? Слово пацана даю. Что натворю-то? Человек подарил букет цветов и уехал? Нет, сам факт, Оксана, зачем ты поедешь? А кто мне глеб-то вообще? Вот. 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 Что мама говорит? Мама? Мама не в курсах. Мама если узнает, это вообще будет трындец. Ты еще по этому поводу паришься. Папа так вообще. И поэтому тоже. Мне кажется, Оксана и родители после всех этих эфиров, они никак, мне кажется, Глеба не могли пережить. А после этих всех эфиров они либо Оксану закажут, либо сами ее убьются. Да она была пьяная, да что она вешалась, сама на меня вешалась. Да, двое прыгнули. На Майами тоже она говорит, на самом деле. Это еще тот кнут. А что-то этих? Не, ну как бы, не особо он врет, честно говоря. Пара Кати и Юры Венца. Вообще выпала из разговора. Что-то их не видать. Они сегодня на выходном. А-а-а. А раз уж вскрылось, что мы все вместе отдыхали, он такой хитрый жук вообще. Что же все? Юра хитрый жук, я тебе говорю. Продумалась. Притворяется, чтоб Катя расслабилась, поняла, что уже все в ее руках, а потом на. Такая тема, знаешь. А что бы ты сделала, если бы перед тобой поставить Юру и Самсонова, допустим? И вот они оба свободны и хотят с тобой встречаться. Кого бы ты выбрала? Наверное, Юра. Красотка. Ну, это все от того, чтобы, наверное, сохранить общение. Ах, жертвенец. Ладно, отбрехалась, чушь там. Ну что там, Олег, помилились, нет? Нет, не помилились. А чего не помилились? Более того, они там друг на друга как бы обижены. Она обижена за то, что он по клубам там шляется, гуляет с бабами. Фотки каждый день новые какие-то находят его. Он обижен на еще что-то, ну, на что непонятно на самом деле. Он там с Алинкой сейчас зажигает. То есть он на самом деле не парится, у него все кайфово. Слушай, ну и она особо-то не парится, тебе могу сказать. Она здесь тоже вчера примела, общалась и с Кузиным там как-то пыталась. Ну, как-то пыталась. Кузина вообще как-то борося. Мамульчка, а у нас молоко. Молоко. Молоко? Зачем тебе? Ну, Темке кашу приготовить. Мы же всегда семилак добавляем. Ты чего? Ты чего? То есть на семилаке просто? Конечно. Разварить семилак как обычно и добавлять в кашку. Там всякие микроэлементы полезные, витамины. То есть просто разварить? Нет пальмового масла. Ты что, забыл, Столь Павел? Нет, я не забыл. Я просто не знаю, что можно на семилаке. Смотри, я как бы делаю как обычную кашу. Да. Завариваю. Ой-ой-ой. Завариваю. Поправить надо. Взбалтываю и что, я в кастерюлю сразу? Да. Я сразу в кастерюлю добавляю и все. Будет каша отличная. Только еще полезнее, чем на молочке. Варвара. Что ли? Ты не здороваешься? Здравствуй. Привет. Ты решила выезжать? Нет. Так вещи собираю, постирать хочу. Так давай оставь у нас. У нас порошка куча. Чего зачем? У вас у кого? Ну, у нас с тобой. У нас с тобой жаришь, больше ничего нет. Все, ты решила окончательно? Да, Олег. Ты ее не пожалеешь? Олег, смотри, я-то не пожалела. Только ты бы не пожалела. А я-то о чем могу пожалеть? Я с тобой не хочу расставаться. Ну все. Даже после всех твоих похождений на полине. Что? Ну, ты сам со мной зажигала? Что? Ты зажигала сам со мной? Больная совсем что-то. Еще приточитаюсь. Как? А, ну я считываюсь, собираюсь. Да, вот так и закончилось, да все. Вот так и закончилось все. Ну, ты что тут скажешь? Что было? Хорошие были отношения. Спасибо тебе за все. Ну, как сказать? Хорошие. Сильно сказали. Ну, согласен. Я не особо себя проявлял в этих отношениях. Ну, все же спасибо тебе за все. Не за что. За все, что ты прощала. Все, что ты делала для меня. Не за что. Что хочешь сказать? Ни штор, ничего. Ну, здесь по-моему. Не, не буду засеряться. Штор нет. А, да? Я же так завтра уезжаю, хорошо. Что ты думаешь, что я не помню? Мам, что ты вот паришься-то? Я что, тебя заставляю спать, что ли? Или что? Что-то я не понимаю. Что, Ваня? Что смеешься-то? Смешно. Что, ты маме звонила, нет? Я вам вообще не рассказываю. А, нет еще? Нет. Волгоград позвоню. У тебя реально-то какое-то логово холостяка. А? Как будто логово холостяка. Ну, а что? А что такое? Это и есть. О, холостяка. Я не знаю. Давай попробуем. Чего ты не помню? Чего попробуем? Все попробуем. Не надо мне все попробовать. Ты вроде взрослый уже, 27 лет. Ты чего не можешь сказать? 27, что так плохо выгляжу. А, а сколько тебе? 30. А, 30 тебе? Да. Да ладно. Ты не можешь сказать ничего толкового. Вроде так я на язык подвешенную, умная девчонка. А сказать ты ничего не можешь. Я сказала все налогом. Что ты сказала все налогом? Что ты сказала все налогом? Скажи мне сейчас. Ну, а я ничего не хочу. Ты же не хочешь уезжать? Хочу. Очень хочу. Видишь с ней? Да. Реально хочу. Куда ты хочешь уезжать? Я хочу на поляной. Зачем? Там жить. Кому? Да извините, кому. Просто хочу, чтобы тебя не видеть. С кем ты будешь жить там? Там ребят много. Жить с кем ты будешь там? Какая разница? Жить там с кем ты будешь? Скажи мне. Какая разница? Олег. Слушай. Какая разница? Слушай. Не зацепни вообще. Через сколько вернешься, как думаешь? Не вернусь, Олег. Не вернусь. Ну, как думаешь, через сколько вернешься? Я же уезжаю и к тебе больше не возвращаюсь. Никогда. Вообще не вернусь. Нет. Ну, ладно. Все, давай. До завтра. Давай. Леша. Ну, Леша. Ну, иди за чуть-чуть. Куда ты от меня свалишь? Ой. Опа. Пока. Пока. Счастья, любви. Потрахайся вдоволь. Ты что сказала? Я говорю, желаю тебе счастья. Ты что сказала? В личной жизни. Ммм. Ты что сказал? Слышь ты? Я говорю, ты что сказал? Сказал, что желаю тебе счастья в личной жизни. Я говорю, что ты сказал? Желаю счастья в личной жизни. Слышь дебил, блин. Я говорю, ты что сказал? У был друг со всеми. Ты что, не урод вообще? Я с Самсоновым. Олег, с тебя ревность взяла? Не на, сейчас в мою сторону такие вещи берешь. Ну, сейчас ты мое агрессируешь ее. В смысле агрессируешь? А что ты говоришь? Сиди за своим языком. Ну, все. В смысле? Что ты агрессируешь? а ты нормальный? ты мне не агрессивный? а что ты несешь вообще? ты поехала? ты что несешь? ты поехала? тебе, говорю, какого хрена ты так выражаешься? поцарапала меня какого ты так выражаешься? в смысле, езжай, я поехала это в дорогу говоришь ты задеть меня решил или что? я говорю, ты меня что, задеть решил или что? Какого хрена ты себе позволяешь? Я тебе говорю, какого хрена ты себе позволяешь. Я тебе говорю, какого хрена ты тебе позволяешь чему разговаривать? Я тебе часто сказала? Убийзуй, а six? Ты больной или чё? Убийзуй какой хрена ты мне говоришь какие вещи? Залей крик Deus с вами. Какого ты мне говоришь? Точнее усиловалось, главное. Таня... сниди за своим языком, понял? А то олечь за меня напишут. Понятно? Хорошо, да. Хорошо, как урод себя ведешь, уже попрощаться нормально не можешь. В добрый пусть. Да в добрый, Олежа. Ну что, довольна, что сходила? Ну так, хоть это, знаешь. Хоть что-то, да? Ну да, ты такая чурбанка, тебя все видишь, заставишь. Так бы сейчас сидела бы сейчас тут. Я вот Катюхе говорю, я не могу представить его своим парнем, делить комнату. Ты можешь с ним представить себе секс? Конечно, я думаю, что представлял много раз. Не знаю почему, но вот когда там, ну мы там ездили в кино, вот я как только начинала об этом думать, у меня как-то страшно становилось. Да, ну что бояться? Ну как бы она рассказывает про эти дракончики, про эти 25 сантиметров, у меня аж, ну как-то. Мне тоже страшно стало. А вот сейчас приедет Токарева, узнает о том, что Юра тоже был в вашей компании, где была мастер-го, она ему вшатает просто. Я бы просто, представь, отдыхают. Олежа, где ты? А там же фоточки, где я с Юрой зажимаюсь. Да ладно. Что там под конец было, не видала? Да говорите, сейчас там. Что под конец было? То, что мы с ним поцеловались? Что? Что? Что поцеловалось? Ты с Юрой целовалась? А что под конец было? Ты с Юрой целовалась? Ты с Юрой целовалась? Ты с Юрой целовалась? А что под конец было? Так, подожди, мадам, ты с Юрой целовалась? А что под конец было? Ну, Оксанка там на него жестко вешалась. Оксана же на все. Ты что, с Юрой поцеловалась? Ты с Юрой целовалась? Мастерко! А что под конец, Оксана? Мастерко! Ты что, с Юрой вот залывалась? Охренеть! Нет! Ты что? Я раздетая стою. Раздевайся. Ну, ты что, с Варькой помирился? Не знаю, поехала. Варик, пожалуйста, я тебя прошу. Пожалуйста, а что проблема? А? А ты мне не приставай ко мне. Ну, почему? Тебе неприятно? А? Тебе неприятно? Ну, дай, 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 пожалуйста. Ну, дай, 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 пожалуйста, я одену шорты. Ну, одевай шорты. Ну, там немало пространства. Руку убери, аккуратненько. Олеш, ну, хватит, Олег. Аккуратненько. Домогаться до меня не надо. Тихо-тихо-тихо. Домогаться до меня не надо. Тихо-тихо-тихо. А, точеч, никто не домогается. А что ты делаешь? Олег, ну… Олег! Каких ты сегодня покажи? Фиолетовые, фиолетовые, сиреновые. Ну, мы берем. А что делали сегодня с этой? Ну, что везде вместе провели? Потанциали? Нет. Почему? Олеш, ну… Ну, у меня же теперь есть поклонник. Кто? Ну, которого ты мне нашел. Леша? Я что, по-дружески? Правильно? А? Да. Олег! Давай это… Не надо, пожалуйста. Что не надо? Не надо ко мне приставать. Давай поговорим. Я бы все видел-то. Ты ничего не мог видеть. А в коробке кто показывал? Он не сидел. Что? Когда я брал майку и оттягивал ее, ты даже ни слова не говорила, когда я смотрел эти кусочки. Ты что совсем… Олег, ты совсем не нормальный? А ты… Я все видел. Ну… Там уже ничего не удивишь. Советский Союз. Фотка. Жесть и потусили. Как они оказались с вами вообще? Да у меня есть такой вариант. Да рассказывайте уже. Да не помню. Да не важно. Слушай, спроси бы своего бывшего. Да я вообще не о нем. Мне интересно, как сейчас Катя реагирует на это все. Мне кажется, это вообще будет просто. Кто? А, Токарева? Вынос мозга будет конкретно. Не, вот про Юру это вообще… Отдельная история. Я пошутила. Олег-то понятно, вот это все, это, конечно, это все реально. Да я пошутила. Мастеркова. У тебя на детектор надо. Шутница ты, однако. Мастерковка. Где уронил Пуфик? Он стоял всегда в ванной. Это Пуфик? Где будет стоять здесь? Блин, они тебя ломают, знаешь, туда-сюда, во все время. Он уже не знает, как подойти. Да? Мы с тобой дружим? Конечно, мы с тобой друзья. Конечно. Ну и все. Не больше. Друзья. Друзья, которые целуются. Здравствуйте, я Ксения Бородина и это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера Варвара Третьякова рассталась с Олегом Майами и со всеми вещами переехала на поляну. Будет ли Олег возвращать Варю или теперь в его жизни начнется новый этап, покажет в ближайшее время. А вот как будут две одиночки, Глеб и Оксана Рязко, уживаться теперь на поляне, узнаем совсем скоро. Наступил 3144 день нашей телестройки. Похоже, дружба Валерии Мастерко и Алексея Самсонова переросла в нечто большее. Вчера ребята заявили о своем желании заселиться в отдельную комнату. Однако Лера до сих пор не решилась на переезд. Совсем недавно Юрий Слободян вместе с Олегом Майами весело провел время в ночном караоке-клубе. Их компанию разбавили и девушки, среди которых были Лера Мастерко и Оксана Рязко. Никто из них не рассказывал ребятам подробности вечеринки. Однако, благодаря чутким фанатам Дома-2 в социальных сетях появились фотографии, компрометирующие Юрия. Фотографии видел в интернете? Я поударял свои фотографии. Она видела? Нет. Как ты мог свои поударять? Они везде. Нет. Они везде. Посмотри, нет моих фотографий. Ты везде поударял? Да. Я абсолютно всем админам написал. Что ты написал? А? Что ты написал? Закройте рот, удаляйте мне фотографии. Все удалили? А я тебя сдам все равно. Нет! Давай. Моя ведь нельзя. Уже все это, уже все знают. Ты сегодня поударил? Нет. Сразу как они появились, наверное. Сразу как они появились. Сразу. Я следил за этим. Я знал, что он будет. Я тоже. Не, я уже знаю, что ты там был. Уже вчера жлобное было. Что было жлобное? Ну, как? Мы все отдыхали вместе. Ты тоже там был. Да. Что ты сегодня до отъезда заселилась? А зачем? Ну, за тем, чтобы ты была... Чтобы у меня квартира не пустовала. И ты была полноправная хозяйка этого места. Все. И все. Ну, какая разница до или... Большая разница. Ну, я хочу, чтобы ты здесь жила, пока меня нет. Ну, я фактически же уже здесь, типа, живу. Ну, фактически, типа, это не считается. Ну, есть. Я хочу, чтобы ты сюда переехала сегодня, да, там, хотя бы еще там какие-то вещи поперетаскивала. Чтобы ты здесь ночевала, была полноправная хозяйка, белье посильнее принесла отсюда. И все, и жила здесь. А, тебе тут надо комнату, что ли? Комнату я мог сам прибрать. У меня время было. Надо подумать. Ты мне достал уже, вот честно. Вот достаешь потихонечку. Ты знаешь прекрасно меня, да, какое там вспыль свое, там, какое там это там, сюда. Ты мне достаешь уже потихонечку, потому что, ну, это детский сад. И мне говорят, детский сад, там... А почему это детский сад? Я подумаю. Я же тебе не говорю. Четвертый день идет, я подумаю. Да уже мне уже, понимаешь, уже... Перегореть может? Не перегореть, уже тошнит вот эти думы. Ты, может, просто голодный был, поэтому тошнит. Голодный? Да нет, я не голодный. Поэтому и тошнит. Ну, сейчас ты не голодный, понимаешь? Мне написали на ветке на сайте Дом-2. Что написали? Вчера. На фотках из караоке. Да. Юра в обнимку с мастеркой и ряской. Катюша, а ты в это время где была? Жарила я ему курочку? На что я пишу? Покажите мне эти фотки. Когда это было? Где эти фотографии? То есть такого не было? Нет, на самом деле, я тебе хотел еще вчера рассказать. Но так как мы вчера... Ах! Ты что, голодный что ли? Послушай, послушай меня, пожалуйста, Кай. Неужели ты думаешь, что ты медийная личность и ничего не будет известно? Катюша, ну присядь, пожалуйста, послушай меня. Ты будешь еще тем, что я не выхожу долго к себе на страницу и не вижу какие новости? Кать, послушай. Это я заживаю реально случайно. Катюш, послушай, пожалуйста, послушай. Почему я узнаю обо всем самое последнее? Почему я... Мы были вчера гуляли, позавчера, вчера... Я не понимаю, почему я реально узнаю просто тупо, я реально не понимаю. Кать, не плачь, пожалуйста. Нет, почему я узнаю самое последнее? Катя, пожалуйста, успокойся. Я просто в шоке, честно. Успокойся, я тебя умоляю, успокойся. Я тебя очень прошу. Юр, подожди. Я очень тебя прошу, успокойся. Вот они, ты видишь? Угу. Здесь ничего такого. Они сидят рядом. А где Юр-то вообще? Ну, он сказал, что он все удалил. А как он мог удалить? Это же не его группа. Он сказал, я всем админам написал в учебе с трудом. Ах! Да ты что? Да? А, ну, туда точно эту палеву слушаю. Ой, смотри, как Лерка на него смотрит. Ага. Жесть, такая фотка, да? Угу. Угу. Ну, понятно же, девушка, флиртовал. Это кто? А, это он. Подожди, мастерок в чем? Ну, это он и мастерко. Я тебе говорю, смотри, вон они обнимаются. Чисто по-дружески. Если там не флиртовал. Ничего такого не было. Серьезно. Вы зачем скрывать? Люди скрывают обычно то, за что боятся. Я не хочу. Это интернет. Да у нас слова бывает. Ты что не понимаешь? Я так все понимаю, прекрасно. Не кричи, пожалуйста. Все, слухи, все. Даже Лера могла мне рассказать об этом. Рязко могла рассказать. Пожалуйста, не плачь. Вы все скрыли от меня. Вы все меня за дуру тут держите. Никто тебя не держит за дуру, Катюш. Я не пойму. Пипец, я как дура, понимаешь? Узнаю это из социальных детях. Она мне на ветке пишет. Я ничего не понимаю. Ну, какие мотки. Я тебя прошу, успокойся, пожалуйста. Успокойся. Кать. Я не в шоке. Я даже блог написала. Я в первый раз пришла на этот сайт. И первый раз увидела эту ветку. Что ты обнимаешь таким мастеркой и хрязкой. Я никого не обнимал. Никого не обнимал, Кать. Никого. Люди, что они поймут? Откуда они знают, что ты был с ними? Тихо, тихо. Ты чего ты замахиваешься? Тихо, успокойся. То есть ты уже признался, что был с ними. Успокойся. Что у тебя с лицом? Мне делали пилинги. Не знаю, что мне делали. Господи, какой ужас. Что у тебя с лицом, Кать? Тогда давай закроем вообще этот момент заселения. Ну, заселюсь. Еще что-то. Если ты там думаешь, что ты там не настроишь себя, что думаешь. Чего думать? Полный расклад тебе рассказал. Да. В чем проблема-то? Хочу, чтобы ты осталась здесь. Сегодня заселился. Ну, осталась. Спала здесь, жила здесь, была в этой комнате. Ну, посплю. Не надо мне посплю. Я надо, чтобы ты сюда заселился, чтобы мы жили с тобой вместе. Так я все равно буду одна спать. Ну, одна будешь спать. Но я хочу, чтобы ты здесь была, чтобы эта комната не пустовала, понимаешь? Она не будет пустовать. А я хочу, чтобы здесь жила ты. Да. А че? Ничего. Я определился. Я тебя сейчас умоляю просто успокоиться. Успокойся, Катюш. Успокойся. Я тебя просто очень прошу. Очень. Да почему я узнаю все самое последнее? Меня это бесит. Я тебя очень прошу. Почему он мне не сказал? Почему я об этом не знаю? Почему я узнаю это в интернете и такими шарами не читаю, не понимаю, что мне люди пишут? Я не врубаюсь, про какие фотки люди говорят. Покажи, покажи, кто пишет, покажи. На сайте Дом-2, блин, на моей ветке. Кать, послушай, мы поехали, мы выехали действительно втроем. Да почему? Блин, да мне уже срать. Втроем, в десятером. Мне уже плевать. Успокойся, пожалуйста. Факт в том, что ты это скрыл. А так, получается, я как дура, понимаешь, потратила на тебя свое личное время. С тобой, блин, возилась вообще. Ты со мной возилась? Да кто ты такая, чтобы ты со мной возилась? Я не хочу. Я не хочу. Ты со мной возилась? Кто ты такая, чтобы со мной возиться? Возилась она со мной. Да я с тобой возился. Вчера Барбара Третьякова поставила дочку в отношениях с Олегом Майами. Она устала быть обманутой девушкой, вечно подозревающей своего парня в изменах. Варя с легкостью переключилась на общение с Евгением Пузиным, который отвечает ей взаимностью. Но и Олег не грустит, дарит свое внимание Алине Алексеевой, живущей по соседству. А его бывшая возлюбленная Катя Плесниченко сегодня приехала в гости в городские квартиры, и, быть может, их дорожки пересекутся. Екатерину Токареву шокировали подробности вечеринки, на которой ее молодой человек Юрий Слободян был замечен в объятиях девушек. А Оксана Рязко, присутствовавшая на том мероприятии, до сих пор не может забыть слов, сказанных Юрой. Я же тебе нравлюсь. Оксана, что за бред вообще? Да я вот там уже бываю. Что это за бред? Ты не помнишь, что ты говорила? А ты не понимаешь, что ты говорила? Я ничего не говорил, Оксана. А в караоке не помнишь? Что я тебе говорил? Что ты симпатичная девушка? Что тебе нравятся блондинки там, тра-та-та-та-та-та. Мне нравятся брюнетки, и все это знают. Ты чего? А ты говорил же, что я симпатичная девушка. Я симпатичная девушка. Я этого не отрицал. Никогда не отрицал. Да, симпатичная? Что? Ну симпатичная, симпатичная. Ну мой передний резец. Симпатичная, Оксана, ты знаешь. Короче, я остаюсь здесь. Не хочу на поляну, хочу с вами жить. Да? А мне себя не отправлять на поляну. Зачем? Катя. Не едь. Хочешь, я тебя себе приму? Да. Ура! Ура, Юра! Ура! Натойно у меня жили. А давайте втроем. А давайте? А давайте втроем. Это первый раз будет за историю дома-два. Ну чё, если чё, ты по серединке спишь? Что за новая история с Юрой? Что за новая измена? Да, не новая измена. Все старые ситуации, просто когда вот он был ну крястки, они зашли ночью с Олегом, да, оказывается Они не случайно зашли к Рязке, они просто посвятили весь вечер с Оксаной Рязкой, с Мастерко, с Калисниченко, они гуляли в караоке. И даже мне ничего не сказал. Я просто не понимаю, почему я не имею права об этом знать. Слушай, насколько я понимаю, как утверждает Оксана Рязка, что в этом самом караоке Юр говорил о том, что ты его проектная история, и ему нравятся на самом деле блондинки. Ну, не знаю. Мне просто это очень обидно. Ну, а что ты вот не подошла к Рязке и у нее не спросила, что там было в караоке, как он себя вел и так далее? А я не хочу. Я даже боюсь просто подходить и спрашивать. Я не хочу себя еще больше расстраивать и накручивать. И мне просто обидно, что я как дура, два дня в неведении, мне не ряско, не рассказывается, несмотря на ее болтливый язык, она почему-то промолчала на этот счет, да. То есть у них, значит, есть что скрывать, может, какая-то там договоренность. Короче, хорошо потусили, да? Причем Лерка говорит, что с моей стороны было дружеское, а с Юрины стороны, что он себя вел достаточно фривольно. И свободно, нежели чем здесь, на проекте. Что здесь он более зашуганый, а там прям был такой уверенный в себе. Юра вообще очень дружелюбно общался. Я забыла свои ночнушки в костюмирке. Это ты намекнула, что он пошел по фетишисту. Да, сходи, пожалуйста, принеси. Пока ничем не занят. Фетишист, черт. Олег, я не пойму, что такое? У него уже в голову бьет. А Юра достаточно дружелюбный был, собственно говоря. Отдыхал и говорил, что ему кайфово. Ну пойму, что с ним происходит. Итак, ребят, первая тема сегодня для обсуждения – это Варя и Олег. Как вы все знаете, вчера Варя ездила за вещами в городские квартиры. Между ними, вероятно, состоялся какой-то разговор, после которого Варя сейчас говорит о том, что все кончено, что она устала, что она больше не хочет обмана. Так это Варя или нет? Вы не представляете, с каким равнодушием и пустотой вчера уезжала из городских квартир. Не настолько все к человеку остыло, после того, что он сделал. Я стерпела все до поры до времени. Но, наверное, вот терпение мое кончилось в его сторону. Варечка, скажи, пожалуйста, а какой раз вы вообще расстаетесь? Пятый. Глобально с вещами? Пятый. Пятый раз? Пятый раз. А то вы уже сбились со счета просто. Ну, Олег говорит, пятый. А сколько вы всего встречаетесь? Два месяца. Два месяца. Два месяца, пятый раз. Да. С вещами. Да. Волный разрыв. Да. Юра! Да, да, да. Да, да, да. Иди сюда. И Рязку заодно позову. Рязка! Иди сюда. Он не пускал сегодня Рязку, закрывал наши двери. Видео, чтобы я что-то не узнала просто. Что не узнала? Оксан, скажи, пожалуйста, ну давай, заходи быстрее. Скажи, пожалуйста, был ли между тобой и Юрой разговор в караоке, что он сказал, что Катя для него проектная история? Да. Ну, расскажи поподробно. Что ты на меня слышал? Ну что, это полный бред. А что? А что ты сейчас вот так трясешь? Это полный бред. То есть сейчас Оксана обманывает? Это полный бред. Я всегда всем говорил, что мне нравится только брюнетка, во-первых. А ты всегда говорил, что тебе нравится брюнетка? Ты была блондинка, и ты мне сказал, что твоя бывшая была тоже блондинкой. Я тебе говорю, что... А почему Оксана знает про твою бывшую? Почему Оксана знает про твою бывшую? Ксюша, я тебе клянусь... Почему Оксана знает про твою бывшую блондинку? У меня не было никаких блондинок. Зачем ты не привыкли? У меня была Оксана, ты знаешь, что она была не блондинка, у нее был красный бус. Жень, скажи, пожалуйста, вот вчерашнюю ночь ты до пяти утра переписывался с Варей по СМС. Позавчерашнюю. Позавчерашнюю, да. А скажи, пожалуйста, а что сейчас? Ничего, она рассталась, все, она неинтересна. А, то есть она тебе была интересна, пока она в паре с Олегом? Игра, да. Тебе просто захотелось щелкнуть Олегу Бонусу? Никого, куда щелкать? Нет, никого не хотела. Нет. Ну, а если серьезно? Я не заигрывал с ней, когда она была в паре с Олегом. Тебе нравится Варе? Варе симпатичная девушка. Да, она мне нравится. Ну, симпатичная девушка, ну, как, мы же о ком говорим? О Варе, мы же не говорим о тележке. Жень, ты же твердишь с ней? Я немного... В данный момент на поляне, для меня, по моему типажу, она самая привлекательная. Вот и все. Конечно же, как инстинкт мужской вот этот, понимаете, не животный, а у меня другой инстинкт, у меня театральный, актерский инстинкт. Он заставляет меня, конечно же, улыбаться, общаться, тянуться к этому человеку. Потому что она симпатична. Вот и все. Придет какая-то другая, чуть посимпатичнее. Варя, прощай. Вот. Козин, я тебе могу сказать. Это все очень просто. Это все очень просто. Когда я хотела его вернуть, я понимала, что он с Варей, да? Да. Ну, извините, от меня ушел к Варе, от Варе ко мне, как бы, да? Одна, грубо говоря, сестра. Вот. А здесь тоже куча новых людей, неизвестно где, как бы, что. Вот появись я сейчас, заселись с ним, все бы поправилось. И позиция в коллективе, то есть, да? Все нормально, все было наладилось, городские квартиры. Просто я наслышала, что он делает за периметром, как он себя ведет. И насколько он изменяет Варе. И еще пофиг как-то. Ну, если бы он сам стал проявлять надцветил, как-то мне уговорить. Может быть, я бы согласилась. Как с ним можно отношения строить? Как ты с ним встречалась? Он к ней относился по-другому, был влюблен. Нет, ну все равно, это понятно. Он был другим, он не прикасался ни к одной девушке. Если он готов быть таким, то я, может быть, и буду готова, да, пробовать еще. Он тебе нравится еще? Он готов быть таким, как тогда. Он тебе нравится до сих пор? Ну, блин, он же так невозможно замять это все так быстро. А зачем ты, Ряске, сказал, что это твоя правая история? А, Юрок? Я не говорил такого. Ты говоришь? Я клянусь тебе. Ряске, Ряске. Да, я клянусь тебе. Юрочек, ты не помнишь, по-за бокалам виски? Я-то трензая была. Давай детектор позовем, Юр. Да, давай. Давай детектор, Ксюх. Ты представляешь? Да, я... Да, давай. Я уже могу быть детектором, глядя на тебя, и то, как ты сейчас говоришь, я уже не могу. Потому что, блин, Ксюша, я реально, я не говорю, я не мог бы ей такого сказать. Как бы я пьяный не был. Ты пьяный был, Юрка, рядом в туалет сидел. Как ты мог по пьяне лечь к девушке, голым, в трусах? Я была в пижаме, я в пижаме. Зачем ты сегодня звонил на сайт и просил удалить многие фотографии? На сайт? На сайт не звонил, звонил другу. Зачем? Просто потому что мне не нравятся некоторые фотографии, на которых я присутствую. А там присутствуют фотографии со мной? Не знаю. Ты профессиональный врун просто. А ты мне, он мне тебя засылал, у меня никаких фоток нет, я никого не обнимал. Дожди, а есть фотографии, что я кого-то обнимаю? Нет, я реально просто там сижу, потому что... А зачем ты просил удалить фотографии? Потому что мне не нравятся эти фотографии. Вать, мне показалось, что тебе Женька понравилась Я никуда не скрывала, это я мало того скажу Я тогда приезжала только из-за Жени Мне просто было интересно с ним пообщаться Ну и что? Ну и что, ну пообщалась, что дальше? Так, пообщалась, интересный молодой человек Так, мужчина, у меня 28 уже Молодой человек был, вполне сформировался юноша Ну и что, пообщалась, дальше что? Пообщалась Так, а визуально, визуально, раз тут говорили о картинке Я же тебе говорила про визуальность Визуально, нет, ты мне сказал, что я урод Теперь скажи, что ты ошибалась У тебя было плохое зрение, лопнутые капилляры Вот, я не урод, а я тебе нравлюсь Так, подожди, если я такое признание делаю Ты сделаешь то, что я обещала Поцелуешь? Всего доброго, я останусь уродом Женя, а можно по секрету что-то обещать? Да нет, ну там шутливые Это наша личность Намеки на оральные ласки Что? Что? Почему ты ей не сказала? Почему, когда я только хочу тебе доверять и верить? Получай, какая-то греть! Зачем ты это сделала? А я это что сделала? Я это что сделала? Вы сидели в компании, общалась с Нижаной, общалась с девочками Пела песни То, что ты мне ляпнул Что ляпнул? А что это проект? Я и так до этого знала Я и так до этого знала, что ты с ней ради проекта Там вещи свои, пожалуйста Я никогда бы не разговаривала девку Ты ради проекта с ней Я не хочу, чтобы ты будешь жить Едь на поляну Что? Не хочешь жить со мной? Едь на поляну Ты едь на поляну Больно! Еще на поляну меня А, это больно! Слушай, Дина, сейчас ты успокаиваешься Сейчас ты успокаиваешься Какая? И верни мою сим-карту Быстро! Сим-карты твои уже нету Быстро! Уже нету Быстро верну сим-карту Уже нету Сваливай, забирай свои бонуски Сваливай! Что ты меня кидаешь? Ты что виноват? Что ты меня кидаешь? Ты кто здесь? Я не пойму А ты кто здесь? А ты кто? Я участница А я не участник, ты! А я не участник, ты! А я не участник! А я не участник, ты больная, блин Ты участник, ты! Ты не заслуживаешь! Ты не заслуживаешь! Ты не заслуживаешь здесь жить! Ты тут долго продержалась, что тебя трахают все и ты тут рассказываешь все! Ты что больной? Я сейчас разверну кровать вместе с тобой! Ты что не берешь? Кто в меня все? Ты что? С венцем там спит! Меня после этого с венцем сравнит! Не сравнивай с венцем! Сама лежит на кровати и рассказывает! Иди в жопу! Иди в жопу! От меня! Иди сама в жопу! Ижай, уходи, пожалуйста. Сучка больная, прибью. Уходи, пожалуйста, Юра. Все, я с тобой жить никогда не буду. Все, после вот этого, извини, я никогда с тобой жить не буду. Я с тобой... Я остаюсь здесь, мне все равно, мне наплевать. Когда хочу, тогда могу подойти. Не применяй ко мне, отходи в грубую силу. Парень молодой, он не нагулялся. Девушки открываются ему навстречу. Он берет, почему нет? Лепесткина! Заселены! Алексея Самсонова смущает нерешительность Валерии Мастерко. Он попросил девушку быть смелее и поскорее заселиться к нему в комнату. Между Евгением Кузиным и Варварой Третьяковой завязывают соотношения. Помимо теплого общения, присутствуют и нотки флирта. Их взаимную симпатию заметили все ребята, а Ирина Александровна пообещала бывшему зятю устроить для них свидание. Так, Ирина Александровна, давайте. Торт? Да. У нас свиданное чаепитие. Ирсана нам романтик устроила. Потрясающе. Представляешь, Женька, знал ли ты, думал ли ты, что когда-нибудь я буду устраивать твою вечную жизнь? Были мысли, Ирина Александровна, были. Да? Да, были мысли. Были мысли. Честно. Я думаю, Ирина Александровна, это ваш долг. Сделать так, чтобы человек... Все были счастливы. Пострадавший от вас был счастлив. Потрясавший. Не думал, что... Именно в этом должно что-то будет происходить. Мне приятно в войне. В стране. Ирина Александровна. Женечка, ну ты же знаешь, так все хорошо отношусь. Да. Все хорошо. Полу и времена прошли. Опасность рядом. Опасность рядом. Школа до красного поднялась. Знаешь, как это в кораблях погодных, в море красный. Ну, Амур, Левочка, ты хотела красивой жизни? Ты хотела сладкой жизни? Иди сюда. Начинаем сладкой жизни. Открывай рот. Я не ради езжа. Нет, ты... Давай, давай, давай. Нет, Левка, это надо. Мы аккуратно. Сладкая жизнь. На, слад... Нет, ешь реально. Не ради езжа. Нет, ну это сладкая жизнь. Чуть-чуть. Сегодня можно. Ты сегодня можно, это у тебя романтик. Что, что? Когда у тебя полноценные отношения... Кусай, откусывай. Когда у тебя полноценные... Да. Что ж ты делаешь? Подожди, за полноценные отношения откусила, за любовь. За любовь. За любовь. Надо, надо, Лев, надо, надо, надо. Ну что, теперь в парень. Надо, надо, вот, за любовь. Откусывай. Откусывай. Тебе совершенно не нужно худеть уже. Да. Потому что он тебя любит таким. Да, он вас понимает, такой, как ты есть. Давай ешь эти мои бананы. Вставай, пойдем, вставай, не лежи. Я думаю, какого цвета у нас будет белье постельное. Какой ты любишь цвет? В комнате. Ой, я люблю темные тона люблю. Черный, коричневый. Я вот не люблю эти постельные тона. Вот мне прям нужно, чтобы либо вот алый был цвет какой-то такой, либо ну вот темный прям. Мне кажется, вот уютнее спать намного, и теплее. Особенно зимой. Занавески такие повесим с тобой. Надо будет сделать только этот... А может заселяться собрались? А? Заселяться собрались. Да зачем это не заселение? Это просто мысли вслух. Ну я рассуждаю. Лучше быть подготовленным за рамки. Я думаю, что раз уж у вас пошли разговоры про постельное белье, Всего доброго, Алина Александровна. Александр, ну вы нахуй. Нормально, нет? Я знала, что по дуру какой-то может. Ну что, Лапулечка? Что, Кисулечка? А будем завтракать, да, с тобой вот так вставать, завтракать будем с тобой? Чай пить? Я бы в доме вставала бы и завтракала бы. Ну давай выселим-то проблему, господи. Трех человек всего, четырех уже. И собаку. Ну там же ребеночек еще будет. Собаку можно оставить. Брюлика жалко на улице. Нет, не нужно мне это, чтобы. Почему? Ты не любишь собак? Ну давай, что будем делать? Что? Ну ты уже забыла всех? С тобой, конечно. Так, молодец. Ты готова к романтикам, к цветам, к красивому и к мужику на белом коне? Да. А к коню белому и мужику на коне? Лера, мы очень рады, что у тебя начались отношения, что они начинаются с красивых, романтических поступков от твоего молодого человека, который тебя уже заждался. Сергей, давай, открою дверь. Заходи, наслаждайся жизнью. Мы те, кто спасает тебя. От не отдумывать поступков. На. На. Цветы. Так там еще лепестки. Лепестки, на. Заселены, 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 Заселены. Все есть, все есть. Смотри, все есть. Цветы, лепестки, вот игрушки все твои много. Все, что хочешь есть, понимаешь? Что тебе еще надо, скажи мне? У тебя такое палевное зеркало, не убейся. Такое палевное зеркало. Не видел на мне их? Ты же не видел на мне их. Не хочешь примерить их? Хочу. Причем. Иди, примерь. Как так ты не нашел их? Как так ты не нашел их? Вал, не хочешь быть там? А что у тебя там интересно? Я повалялся с галами. Ты теперь свободный, тебя можно потрогать. Да. Даже за сиски. Можешь потрогать. Когда хочу, ты домой подоград. Ну, применяй-ка мне, гони грубую силу. А ты вот тогда приехала, так все-таки приехала на меня посмотреть? Честно? Вот я же правильно тебе тогда сказал. Вот я тебе когда, ты когда тогда приехала, тебе сказал. Вот я бы на тот момент, когда ты говорила, нет, я просто за компанию. А я тебе тогда сразу сказал. А я бы, говорю, приехала и лично вот к тебе. Помнишь, что я тебе сказала? Помню. Ну, а ты что приехала, честно? На тебя посмотреть, с тобой пообщаться. Посмотрел, и что? Ну и что? Ну круто, все? Ну что, тебя устраивает? Да, оправдалась, Даня. С этого дня надо начинать больше времени проводить вместе. Я думаю, хотя бы минут десять в день. Да? Так, наедине прям. Ну, прям вот так, да. Прямо так, наедине. Да, если наедине, то это секунд двенадцать. Если прям наедине, секунд двенадцать? Если прям-прямо наедине вообще, это секунд двенадцать. Ну, что-то у меня нет желания, чтобы проводить это. Чай горячий, не могу пить. Ну, не пей его. Чай – это всего лишь атрибутика. Цветы есть? Лепестки есть? Фрукты есть? Пирожные есть? Я на диете. Все, что самое многое перетащили, что еще? Не знаю, уверенность, стабильность. Уверенность и стабильность, она будет временем доказана. А, временем? Конечно. Я посмотрю. Понюхай. Уверенность. 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 Так соскучно, так соскучно. Так соскучно, так соскучно. Вот уже второй день Олег проводит в страданиях. И, к счастью, у него есть я. Я знаю, как ему помочь. Сегодня я помогла. И, как видите, Олег как будто бы на свадьбу оделся и счастлив. А дальше все, что происходило, сегодня мы узнаем Ольги Кузова. Ольги Кузова. Сразу хочу сказать ребятам на поляне, что, наверное, не от меня вы это узнаете, потому что балдахин был закрыт. Поэтому, Олег, скажи, пожалуйста, ты готов уже идти с Колесниченко в ЗАГС? Ну, действительно, мы с Катей по сегодня пообщались. И поняли, что... Ну, я понял, что я сейчас без отношений. Я могу, в принципе, делать то, что мне хочется. Подождите, а общение у вас сначала началось на подоконнике, да? Потом по всем, по всем предметам. И бах! Под балдахин. Олег стеснялся плакать. Выражая свои эмоции, ну, под камерами, потому что он уже решил отойти от слез, он решил быть более мужественным. То есть он пошел плакать в подушку, а чтобы никто этого не видел, ты закрыла, да, шторку? Да, да. После премии, ну, как бы не получить премию «Слезы года» на Новом году, вот, Олег решил больше никогда не плакать. И поэтому от камер за балдахин мы решили скрыть Олега слезы. Но это были последние слезы. Ну, а слушай, вот после того, как он оплакал Варю, ты готова поддержать его, получается? Олечка, ты знаешь, я поняла, что Олег изменился, он стал другим, но он-то по-прежнему мне близок. И я по-прежнему переживаю за него и готова ему помогать. То есть сегодня после балдахина ты поняла, что в одну реку дважды не войдешь? Мы с Катей вместе обоюдно общались и приняли решение, что, да, там, Кате не стоит там оставаться сегодня, да, если как бы мы захотим, она приедет еще, то есть, да. Еще на разок, да? Да почему на разок? Приезд, в смысле еще раз, ну, потому что если ему будет плохо. Она мне действительно помогла сегодня от депрессии. То есть с Варей история закончилась вчера еще ночью? Да, с Варей мы отношения закончили, у каждого в своей жизни. Варя сейчас там строит свои отношения, пытается, да, я пытаюсь как-то здесь, сейчас думаю о своей будущей жизни. Все. Варвара, хочу у тебя теперь спросить, что у тебя происходит. Олег, уже сегодняшний день я готов к новым отношениям. Ты что скажешь? У меня все хорошо. Тоже готова к новым отношениям? Нет, я на самом деле не готова к новым отношениям, я пока никаких отношений не хочу, меня устраивает то, что происходит сейчас. А что происходит сейчас с тобой? Со мной все хорошо. Хорошо. А кто помогает тебе, чтобы у тебя было все хорошо? Ниндзя Алишер. Женька, твоих рук дело, скажи мне, пожалуйста, что Варя такая... Руками еще вообще ничего не делала. Ну как ты ничего не делаешь? Ты в третий день флиртуешь с Варварой, она тебе отвечает взаимностью. Мы даже не разговариваем. Я не флиртую, и никто там взаимностью никакой не отвечает. Мы общаемся. А ситуация, то, что ты говоришь о том, что вообще все удивительно, что у Олега хорошо, у Варя хорошо. По мне со стороны вообще у них какая-то беготня началась. Кто быстрее найдет отношения, кто быстрее победит в этой борьбе. Что-то такое прям быстро все начинается. У Олега что-то, у Варя вдруг все хорошо. Что у тебя хорошо? У меня все хорошо. Я не страдаю, не переживаю. Я спокойно отпустила эти отношения без вообще. То есть я с таким равнодушием отношусь к этим расставаниям, что настолько спокойно у меня внутри все. Вы даже не представляете. Тогда если у каждого из вас только общение с другим полом, я хочу обратиться к коллективу. Как вы думаете, действительно Варя и Олег пошли в разные стороны? Даша Пензер. Олег, вот знаешь, бывают девушки, вот выглядят они как-то в плане отношений нечистоплотно. Сейчас вот я никогда не подумала, что мужчина может так выглядеть. Ты сейчас выглядишь несколько нечистоплотно. Если ты хочешь построить нормальные, красивые отношения, ну пожалуйста, не разменивайся. Ты вот сейчас ведешь себя, ну не знаю, вот будь я свободная девушка, я бы не обратила внимание на такого парня. Умей девушкам отказывать в конце концов, умей себе отказывать в женском внимании. Тогда ты будешь казаться достойна. А Варе, я не верю Варе, что она сейчас спокойно, конечно, отпускает эту ситуацию, абсолютно нет. Но я уверена, что Варя сюда бы не приехала, если бы она не рассматривала Женю Кузину как потенциального партнера для отношений. Потому что Варя та девушка, которая может прощать, пока она хочет, бесконечно и все. Но как только у нее на горизонте что-то там где-то замаячило, она может спокойно встать и уйти. И сейчас я вижу, что она спокойно встала и ушла. Марина Александровна, вы что думаете, есть будущее у Олега и Варей, или может быть у Олега и Кати? По поводу Олега все понятно. Парень молодой, он не нагулялся. Девушки открываются ему навстречу, он берет, почему нет? Поэтому с Варей тоже все вроде как и вижу, что отпустила. Я вижу, как у нее горят глаза на Женю Кузина. И в принципе понятно, Женька парень красивый, он юморист. Я сегодня лично организовала романтик для них. Они по старой памяти хочу пристроить Женю. Если честно, Инна Санна, мы это тоже все заметили. Но видите, пока Варя с Женей скрывают свою симпатию, поэтому не будем на ребят давить. Я хочу подытожить эту тему. С сегодняшнего дня Варя и Олег у нас свободные от отношений ребята, которые готовы вступать в новые отношения, как они сами об этом нам сообщили, и которые не собираются возвращать старые отношения. Я, ребят, честно, желаю вам только счастья и любви. А теперь давайте поговорим о Кате и Юре, которые сидят порознь, не вместе друг с другом. Это уже означает о том, что вы поругались. И на сей раз из-за Оксаны ряска. Ты могла бы, Оксаночка, для Поляны повторить сейчас, что происходит между Юрой и Катей, и какой информацией ты обладаешь, и что именно отрицает Юра? Когда мы были в караоке, я просто сидела, болтала с Юрой по-дружески, да, и я спросила, какие девушки тебе нравятся? Скорее всего, ну, как-то, не знаю, может, в точку попала. Говорит, тебе, наверное, нравятся блондинки. На что парень мне сказал, да, мне нравятся очень блондинки, и мне нравишься ты. На что я спросила, а зачем же Катя? А для чего тогда нужна Катя? Катя – это проект. Юра утверждает, что Оксана сейчас врет. Да. Да. Да, я такого не мог сказать. Я тебе, честно, с открытым сердцем говорю, что я такого не мог сказать, потому что я действительно испытываю чувства Кати. Я не мог такого сказать, понимаешь? Даже если бы я был в говно пьян, я бы такого не сказал. А почему тогда Катя, а хоть не верит Оксане, а не тебе? Почему ты весь день, прости меня, заикаешься и очень нервно себя ведешь? Возможно, я себя нервно веду, потому что я снова поссорился очередной раз со своей девушкой. Я, Катя, тоже как женщина понимаю, она может себе не доверять, потому что она не так давно тебя знает. Поэтому для того, чтобы сразу распять все точки над «и», у меня есть к тебе предложение. Завтра пройти детектор по этому вопросу. Был ли такой разговор или нет? Я согласен. Позволял ли ты ничего лишнего по отношению к Оксане или нет? Нет, лишнего не позволял. Хорошо, если лишнего не позволял, нас интересует конкретно вот этот разговор. Этот разговор был, потому что я помню. Ты согласен на детектор? Я согласен на детектор. Оксана, ты готова пройти детектор по этому вопросу? Готова, готова. Дважды пройду с Барзиком, он проходил в свое время. Ну хорошо, тогда, Катя, мне кажется, завтра этот вопрос уже будет решен, поэтому сегодня уже... Я скажу, мне неинтересно абсолютно эта ситуация, я знаю, какая вруня Оксана Рязка, и знаю, какой лжец Юра. Зачем Юра не лжец? А мне зачем? Скажи, пожалуйста, если мне твой мужчина не нравится. Я помню. Мне зачем? Хорошо, зачем ты наврала, что он Мишку тебе подарил? Все остальное. Мне зачем, враг, понимаешь? Зачем? Потому что я давно говорю про этого мужчину, что он скользкий, мутный, парень. Вот это реально такая клевета, вы не представляете, насколько. Чья клевета? Оксаны. Оксана была, ребят, вот в таком неадекватном состоянии, я пьяна, ее не видел никогда. В этот вечер я действительно просто очумел. Она вот такая вот неадекватная, а когда она еще под алкоголем, это вдвойне неадекватно. То есть это там вообще вырывание микрофона, вот эти песни орет, ходят в зал. Слушай, не потому ли тебе выгодно так говорить, потому что ты сам в тот вечер был. Половина, не бойся, ты тащил меня в туалет, в этом кафе. Послушай меня. Ты че там сейчас говоришь такое, а? Ты че такое говоришь? Давай мы расскажем. Давайте, давайте, давай расскажем. Давай расскажем. Ты меня зазывал в туалет. Я пошла в женскую? А после чего я это делал? А после чего я это делал? Не поставь ей поцелуя в губы. Чего? Не поставь, ты меня обнимала, обнимала меня. Ты не зажимала меня. Ты че так взял? Не после этого я... Ты че так взял? Я так понял, она захотела меня. Я ее, собственно, и позвал в туалет после этого. Если бы Оксана согласилась, да? Мы пошли в туалет. Вы бы занялись там волшебством? Нет, мы пошли в туалет, зашли уже в кабинку, охранник подошел и говорит... Ты че врешь-то? Ой, ты че врешь-то? Это правда. Ты че врешь? Жесть. Жесть, просто жесть. Охранник-то честный полыбит. Охранник говорит, что после этого я занимался. Ты че врешь, Олег? Тогда давайте не будем вдаваться в подробности отношений Оксаны и Олега. Тут очень трудно. Но, прежде чем закончить эту тему, у меня просила Оксанка не переселять из городских квартир на Поляну. Она считает, что ее жизнь на Поляне подвергается опасности. Деньжер. Серьезно. На Поляне мне страшно жить, потому что даже вчера, по вчерашнему лобному, все понятно, неадекватная реакция из-за неуверенности в себе. Вот, пожалуйста, посмотрите. Из-за неуверенности в себе этот мужчина сейчас, он похож на эпилепсика. У него неадекватная реакция, не знаю почему. Мы уже давным-давно разошлись. Смотрите, что, смотрите, что сейчас. Ты спасла ее, Бузова! Реально, Бузова, ты спасла ее! Потому что я думал, пледы порвают твой отца! Спасибо, Бузова, Анна Чай, если бы не ты, все колония не обсветила! Знаешь, я очень боюсь, что действительно каждый из вас сейчас говорит правду. И что действительно, в зависимости от того, где будет жить Оксана, будет зависеть ее безопасность. Поэтому мне почему-то кажется, что я могу тебе разрешить пожить немножко в городских квартирах. Тем более, действительно, Оксана сейчас активно занимается поиском мужчины-спутника и очень хочет наладить свою личную жизнь. А вот Лера вроде как нашла уже себя спутника и вроде как даже заселилась наконец-таки в комнату с Лешей Самсоновым. Но непонятно, почему они до сих пор не сидят вместе. Леш, я хотел к ней сесть, но здесь я вот на лобном месте, прям вот Дашка свидетель, я услышал такие слова, что она сказала, спрашивала у девочки, у Оксаны, по-моему, да, спрашивала она, у Кати, она спрашивала, ну что там, идут ко мне мальчики на кастинге или нет? Как я могу пересесть, Оль? Ты не хочешь сидеть со своей девушкой, в которой ты в отношениях? Я еще раз сказал, я сегодня к ней романтик взял, поцеловал ее, понимаешь, и она мне тут заряжает, не успевшись на лобном. Идут ли ко мне мальчики или нет? Какие? Расскажи, как кастинг. Вы что, я в Волгоград еду, да, не собираюсь там ни гулять, ничего не это. А мне кажется, ты как раз специально с ней ругаешься, чтобы спокойно поехать. А, я ругаюсь? Подожди, я ругаюсь. Ну ты сейчас придираешься просто к этому вопросу безопытному. Нет, подожди, вы что, Оль, вы что в натуре говорить такое, куда я придираюсь к ней? Она сидит и ждет других мальчиков. Лера, тебе не кажется, что это повод хорошо погулять в Волгограде? Ну, просто, что Леша принципиально в свое время там ходил вокруг да около по заселению, что я, и сейчас такая же ситуация, да, у меня есть такое в характере, что я люблю доводить людей. То есть ты специально задала этот вопрос, чтобы позлить Лешу? Ну, проверить реакцию. Сразу после Лобного Леша уезжает в Волгоград. И с какими ощущениями ты остаешься? Довольна проверка? Нужна была такая проверка, Лера? Да ничего не будет страшного, с хорошим я отправлю его, и все на 4 дня. Ну, тогда, может быть, какие-то напутственные слова скажешь своему парню? Ладно, в жопу гордостью, пойду сяду, Лера. А-а-а-а! Вот это да, Самсонов! Ты заранее грехи свои замаливаешь, что ли? А что вы подводите к чему-то? Я восхищена, честно, Самсонов. Я вот правда не ожидал. Я сам с тобой восхищен. Это круто, это настоящий поступок. Молодец. Спасибо, Оль, спасибо. Я стараюсь меняться и стараюсь, чтобы Лерка поняла, что я к ней не отношусь, как к простым девочкам, которым воспользовался, там, выбросил, воспользовался, выбросил. Нет. А что у тебя руки трясутся? Ты чего? Целуйтесь уже. Целуй! 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 Слушайте, всё-таки любовь на Доме-2 есть, и даже Лёша меняется. Ну, это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь! Летя Клизниченко, хоть и побывал у Олега Майами за Балдахином, к серьёзным отношениям с ним не стремится. Ребята предпочитают оставить всё так, как есть. Алексей Самсонов устроил Лере Мастерко грандиозное заселение. Но первая ночь не будет совместной, ведь Лёше сегодня нужно уехать в Волгоград. Юрий Слободян клянётся Екатерине Токаревой в своей порядочности, но девушка продолжает в нём сомневаться и на примирение не идёт. Ольга Бузова предложила парню завтра пройти проверку на детекторе лжи, и он не отказался. Настолько у меня морально-легото стыщено, и сегодня что-то, что мне уже вообще всё равно, что покажет детектор, что скажет Юра, уже всё равно. Я не знаю, может, ты больше нравишься там ведущих, но мне как-то всё равно. Для меня вообще уже вот это непонятное поведение, мне оно уже не нравится, мне неприятно, и уже детектор это уже делает десятая. Мы сегодня, когда тебя говорили, мы говорили о том, что ты якобы переборщила со скандалом, не надо было так. Если вот разбираться, то разбираться вот без всяких вещей. Да потому что у нас каждый раз мы с ним ругаемся. А ты себя контролируешь? И каждый раз одно и то же, из-за одного и того же, что он что-то утаил, что-то скрыл, что-то не сказал, что-то соврал. Кать, ну это подозначально так. Всё касательно каких-то переписок, каких-то там смс-ок, каких-то походов куда-то. Почему я вот должна... Почему он всё мне не говорит? Чё делать, блин? Ну чё, чё. Придёшь ночью к ним? По-любому приду, блин. Не пойду же я к рязке. Не парься. Всё будет нормально. Опарюсь. Придёшь ночью, завалишься. Она тебя пошлёт. Ты ляжешь в коробке к ней. Скажешь, я не хочу никуда от тебя, я далеко уходить. Ты нужна мне. Если она будет дома. Ты нужна мне. Ты нужна мне. Может даже вернуться с цветами. Хотя после ночной гулянки с цветами это будет абсурдно. Она их сломает, выкинь. Угу. Посмотрим, что-нибудь придумал. Может, я сейчас с ней поговорить? Может быть. Но она куда-то собирается. Да, просто узнай, куда ты собираешься. Чё, Солосович? Вы заселились, да? Да. Они вместе теперь сидят. Чё, правильно я сделаю? Нет, молодец, молодец. А что сделал? Это приятно стало в кес. А что сделал? Я сказал, мусору гордость в жопу их. Сел, Серёжа? Нет, ты очень-то техничето сделал. Ты теперь там сидишь, да? Вдалеке? Сначала, да, сначала пряник. Ой, сначала куру. А потом пряник. А это уже пряник сейчас. А потом что? Кнут опять. Опять будет кнута. Правильно. Нет, ну я вижу, что у вас с Рома глаза горят, она горят, она горят, сливы. Она радостная, а что? Езжи, и что я потом ещё положу? Хорошо. Она радостная, скажи. Мама, а ты можешь взять капок? Молоко есть. Молоко. А, лимонад есть, я лимонад сегодня купила. А ты принёс из магазина? Из машины нет? Вроде всё принёс. Если нету, значит, я всё принёс. Ты принёс, ты не принёс. Значит, принесу. Кат, где он чай-то у Грязки? Я не хочу, чтобы он ночевал со мной. Ася, ты хочешь, чтобы он ночевал у Грязки? Да, пойдёт к Край. Да я всё равно убил, где он будет ночевать, лишь бы не... Просто последний раз он говорил, я буду спать у Оксаны. Ой, всё, пусть там спит. Это он сказал, но вряд ли, говорю, он будет спать у Оксаны. Да пусть он спит у Оксаны в кафе, где угодно. Нет, он трус, он не будет спать у Оксаны. Посмотри, как он нервничал, боялся налобно. Он не будет этого делать, больше, чем уверенно. А я не хочу, чтобы он просто со мной ночевал, извините. Слушай, в Майами, свободная квартира. Мне бесит, что он ставит вопрос так, что я оборону сплю на кровати, Катя, а ты там решай, где ты там будешь ночевать. В коробке, в туалете, важно. Чтобы тебя позлить. И мне волей-неволей, естественно, почему я должна себя ущемлять и спать в какой-то коробке, ещё где-то. Катя, это он специально говорит, чтобы тебя позлить. Опять вывести себя на эмоции, чтобы вы... Ну, ложиться, потому что я же не буду здоровым мужикам двигать с кровати. А вот мне кажется, что вот сегодня после того, как показали, как Женя обнимает Варю. Когда ты её вот так вот взял, камеры сразу, чик, и раз, Олег, сразу. И тут же берёт, начинает Катьку обнимать, Колесниченко, прям вот... Ну, разница в том, что я обнимаю её, потому что мне хочется, а она идёт отвечать мне взаимностью, потому что ей, наверное, тоже хочется, чтобы её обнимали. А там это делается... Не чтобы обнимали, а чтобы обнимал. Чтобы обнимал. Молодец! О, сучка, нравишься ты мне! Малая, вот 19 лет! А представьте, какая, да? Молодец! Мне кажется, две буквы. Они и Катюха с Олегом. Потому что самый лучший Олег был в периметре, а он с Женей конкурирует, он теперь понял, всё, ушла. И он был не на 100% уверен в Катюхе. И всё, и сейчас они садятся. А давайте мы заселим рядом. Это ужас какой-то, это ужас какой-то. Перестаньте, кто-то... Я не собираюсь ни с кем соревноваться. Это же... Сюда Майами Катя, а сюда Женя. Вы знаете, Александр, я уже... Я когда пришёл, они мне вот все начали говорить, да, вот-вот наконец пришёл. Ой, всё, наш Весенчак, красавчик. Я как-то, ну, вот перебор уже. Вот они прям... Ну, это сам Олег, понимаешь? Они меня вот хвалят. Да, Даша Пынзарь вообще сорвалась. Она вообще, ну, дай ей только волю сказать правильно. Это всё! Надо 20 минут дифирамбы поёт. 20 минут! Я боюсь, что он меня бросит. У нас с ним произвели бизнес, и он меня бросит. А я с Лёхой в зале разговаривал, он мне сказал, Серый, я вот, блин, ну, отвечаю, что я настаивать не буду, там, как-то там... Ну, это, кстати, странно. Это не очень хороший этот... Как его называют? Почему? Ты мыл яблоко? Показатель что? Ну, он сказал, что она сама на бросит. У нас же ничего делать не придётся. Я просто к ней до того... Понимаешь, я просто объясняю всем, что я не хочу. Она боится, чтобы она не выглядела, как все девочки. И я к ней не отношусь, поэтому как ко всем девушкам. Понимаешь? Вот. Я к ней как к избранной, к избранной станшу. Избранной. Да, я ей даю возможность самой реализоваться. Я ей даже хочу дать такую возможность, что, Лер, захочешь, будет, ваша, не захочешь, не будет. Да. Видишь? И всё, я её всё в её руки отдаю, всё, себя. Ну, что с тобой? Кать! Катя! Двери закрыты. Блин, двери закрыла, слышишь, на замок. Закрыла двери? Да, у меня ключ есть. Она даже вниз ушла куда-то. Кать! Подожди, Кать! Ты куда? Кать! Кать! Ты куда? Я всё на тебя смотрю, понять не могу, симпатичная ты или нет. Что-то есть, не могу понять, что. Пожалуйста, я умоляю тебя, вернись. Юр, я тебя же, ты что, не знаешь, что ли? Я тебе скажу, я никуда не вернусь. Я не думаю, что там была близость, но мне кажется, какие-то объятия или ещё что-то были. Я тебе точно говорю. Надо балковать, всё. Какого звука? Давай, давай. Возвращай, давай, Марка. Давай. Чувствуешь чеснок? Угу. Давайте. Смешная жизнь. О, удачи! Доехать аккуратно. Лёв, зуб почистил? Слышите, как обещал, дверь домой. Никуда не ходи, спать ложись. Со скайпами где ходишь, мы вот отслеживали, где ты. Всё, чего жжёшь? Из-за тебя же. Мне, короче, эта тумба напрягает. Я не вижу твоего лица, когда ложусь. Честно говоря. Это я сегодня обратил. Слушай, это на что намёк? То ты говоришь от того, что ты просыпаешься от страха, видишь три головы на подушке. Сейчас уже тумбочка напрягает, но хочет видеть голову. Намёк кровати выдвинуть. Ты хочешь сдвинуть кровати? Нет, выдвинуть хочу. Выдвинуть в смысле? Вперёд? Ну, я хочу выдвинуть, да. Ты можешь на здесь? Не, не могу. Если честно, меня вообще там напрягает, потому что там батарея. Прям возле головы. Давай ты здесь будешь спать, а я тут буду спать. Нет. Нет, дед, лежи здесь. Давай сдвинем, и ты будешь на этой половине спать, а я на той буду спать. Заманчивое предложение. Ой, тебе варя тогда? Ну так чё? Это плохо кончится. Будешь как разговаривать? Как он? Да есть у неё чё сосать, чё ты тоже ей даёшь? Вишня. Барбаристский он у меня есть. Вишня с натуральным соком в шоколаде. Да. Криворучка мне. Кать, извини, я извинился за это и получил пощечину. Ну, этого мало. Я исправлюсь, обещаю. Мне ничего не нужно. Я надеюсь, ты дома ночевать не будешь. А где? Я не знаю. Ночилки угодно. В кафе, урязки, на поляне. Мест очень много предостаточно. Если ты планируешь спать со мной в комнате, тогда лучше я не приеду домой, и я найду, где мне переночевать. Окей? Я тоже найду, где мне переночевать. Ну, хорошо, тогда я приеду домой, если найдешь девушку. Кать, куда ты едешь? Ну, я тебе сказала, что... Я не понимаю смысла мне вообще звонить. Ну, я хочу знать, куда ты едешь. Я еду гулять, заниматься личной жизнью, ничего не проблема. Я свободная девушка. Ты не свободная девушка. Я свободная. Кать, пожалуйста, вернись. Ботя, ты хорошо на кровати? На твоей, наверное, тоже хорошо. А? На твоей, наверное, тоже хорошо. Ну, на твоей лучше. Думаешь? Ну, конечно. А как проверить? Как проверить? Угу. Я же тебе сказал, как проверить. Как? Сдвинуть надо кровать и все. Кровать и сдвинуть? Конечно. Да. Я думаю, рановато еще сдвигать кровать. Я понимаю, что хочется обоим. Обеим, блин, еще скажи. Обоим хочется. Обоим. Обоим. От слова обоим. Да. От слова обойма. Но рановато. Я берегу твою целомудренность. О, Боже. Я все на тебя смотрю и понять не могу, симпатичная ты или нет. Спасибо. Ну, что-то есть, не могу понять, что. Что-то есть симпатичное или что-то есть страшное? Нет, что-то есть привлекающее меня. Я хочу, чтобы все было нормально. Я не буду вообще больше косячить. Нет, Юр, я психопатка, истеричка, никому не нужная. Вот я буду сейчас самоотверждаться. Спасибо. Катя, пожалуйста, я умоляю тебя, вернись. Нет. Кать. Юр, ты мне... Юр, я тебе знаю, что ты что, не знаешь, что ли? Я тебе скажу, я никуда не вернусь. Такой странный. Реально. Такое ощущение, понимаешь, и не знаешь. Да, я не вернусь уже. Все, пока. Я буду заниматься своей жизнью. Прошу тебя. Пока. Олежка, теперь точно можем идти. Теперь точно можем идти. Ну, все. Меня бросили. Что ты делаешь? Почесываю. Верхнюю часть паха. Ужас. Чего? Чему ужас-то? Потому что ты со мной в этот момент разговариваешь. А если мы начнем с того заниматься сексом, и вдруг зазвонит телефон? И что? Ну, я скажу. Боже мой, кто-то может звонить. К чему сейчас-то сказано? Потому что я хочу заняться сексом. А зачем ты это говоришь? А? Зачем ты это говоришь? Тебе? Угу. Потому что ты здесь одна. Не хочешь с кем-то поделиться этим. И это, причем, заметьте, это не связано с тобой. Это связано в целом. Угу. С желанием. Но так как ты здесь, поэтому я говорю тебе. Но адресу это не тебе. Спасибо. Адресу это одно из миллиардов, который согласится со мной этим заняться. Их всего там три-четыре. Горло закрой. Привет! Делали. Что похотливая? Ну, здравствуй! Чапка, лицо. Не сдержалась девка. Не берёшься. Нет, ты что, ты с ума сошла? Неудобно так стало. Ой, а как мне удобно. Веришь? Мне вообще пофиг, вот реально пофиг. Нет, я просто поняла, что как минимум несколько людей прадуются моему поступку, да, Кость? Я спокойно к этому отношусь. Вот. Ну, по крайней мере, настроение хорошее. Взгляд с поволокой. Я успокаиваю, человек, ему тяжело. Забавно, Алина. Ну, понятно, что это Алина, ну, что Алина, вот ходит она. Слушай, она же вообще, да, короче, схватит меня, прям, приветствует. Ой, не уходи, чапа. Хватит. Что, ты знаешь, что Катька-то с Майами прям среди бела дня, среди камер, среди всего, представляете себя? Что? Волшебничали. Серьёзно? Ты не знал? И, честно, я сама в шоке вообще. Обалдеть. Я тебе так скажу, что я никого не осуждаю. Да, ну, просто Катька должна быть готова к тому, что сейчас на неё коллектив-то ополчится. Начнут сейчас её там представлять всякое такое. Да, даже не в этом дело. Не в этом дело. Дело в том, что она себя так ведёт, значит, это норма для неё. Ну, просто она, если думает, что это приведёт к каким-то длительным отношениям с Олегом, она, конечно... Это, наверное, она сильно ошибается. Наоборот, она себя как бы, он понял, что, слушайте, с Катькой можно и так просто. И в лес подрала сходить. Всё, 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 я всё понимаю. Может, он завтра приедет, всё объяснит. Ладно, пойдём бурундочка кормить. Мам, иди бурундочка кормить, или ещё у него есть подарок для тебя. Какой? Тебе его надо... Что? ...замену масел произвести. Пам, не хочется рисовать. И что, ты не думаешь, что что не сходишь? Во-первых, как-то... Ну, я бы поездила, чтобы он так поскучал. Я хочу, чтобы он скучал. Понимаешь? Он сейчас на гребне волны, и тем более... Не, просто знаешь, бывают такие моменты, когда ты вроде... Вы там расходились, там с другими побывали, да, там с людьми. Потом вот это происходит, и все, опять вообще взрыв происходит. Произошел взрыв. Эмоционально произошел взрыв, но... Как-то я не готова взять и сразу заехать. Не, ну... Как-то нет такого. Ну, это как у меня тоже такое. Да дело-то не заехать. Не могу. Просто бывает, знаешь, такое, что прям все взорвалось, и ты еще сильнее загорелась. Ты прям... Нет, мне стало хорошо. Стало, в смысле, хорошо? Эмоционально вообще просто? То есть ты стала... Вообще? Вообще хорошо. Вот просто. Знаешь, я уже просто... Ну, ты сама понимаешь, что тяжело так около двух месяцев. Я даже не представляю себе толку. Нет, тем более, когда есть не просто тебе так, а есть человек, которого ты хочешь. Да, а как если около пяти? А тебе не показалось, что это просто сделано для аваренной реакции? Что на самом деле там... Они закрылись, они закрылись, ну, просто посидели, похихикали и открылись. Я думаю, что Катя почему-то там это... Как-то проявляла. Ну, откуда ты знаешь, Даша? Я знаю, я типа, верю мне. Ну, откуда? Почему ты думаешь, что там... Я не думаю, что там была близость, но, мне кажется, какие-то объятия или еще что-то были. Я тебе точно говорю. Вот смотри, Майами вчера на эту... Как ее? Алину. Алину, да, зажимал. Ну, о чем? Коленки целовал. Ну, я и говорю, что вот это... Ну, это он делает и вот так вот смотрит на Варю, понимаешь? Он делает это для того, чтобы Варю позлить и показать очередной раз, что Варя, здесь я решаю, и здесь ты придешь ко мне, приползешь. Ты думаешь, он для Вари все это делал? Конечно. Конечно. Чтобы ей стало обидно, чтобы ей стало это... А у Вари появился новый воздыхатель. И мне кажется, она сопоставила их и поняла, что Кузин будет получше и поинтереснее, чем Майами. Поэтому она не парится. Она обвернулась давно уже. Ты же знаешь, Варька, она по большому счету не парится. Я Олегу сказала, что я посмотрю на его поведение, как он будет сидеть. А он что говорит? А он говорит, что... Не, просто он так все на лобном жестко как-то, мне кажется, сказал, что то, что все, Катя, это прошлый вариант. Да он еще одна верность ломается. Он, во-первых, не знает, что я буду делать. А я ему сказала, что я хочу ехать, но я заодно посмотрю. Если ты себе захочешь, чтобы мы сошлись, то не надо лапать всех подряд и чпокать. Если я узнаю, что что-то будет, то никогда ничего не будет. У него реально гораздо лучше, чем раньше. Я понимаю, это очень клево. На самом деле, эти моменты, это вообще самое крутое. Особенно, когда, знаешь, там убегаешь. Да, вот я тебе говорю, когда долго не было, и когда это происходит, это просто фантастика какая-то. Ты не слышала наши разговоры вчера с мальчиками на кухне? Нет. Про сантиметр уже пошло, понимаешь? Я поняла, что у меня уже все. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У меня мурашки от тебя слышу. Почему? Потому что ты дышишь мне в ухо. Скажи ему, чтобы ты тело не трогал моё. Олег, не трогай тело. Тело не трогай всё. Олег, не трогайте тело моё, пожалуйста, я тебе говорю. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Я не хочу. Хочешь меня? Я тебя не знаю. Что знаешь, что ты захотел? Ты не хочешь? Нет. У меня мурашки. От тебя слышишь? Почему? Потому что ты дышишь мне в ухо. Так мне откуда, когда говоришь? Ты мил свою голову? Да. Прям лошадью походишь. Значит, ты уже обняла меня. Значит, ты меня уже обняла. Дай поспать мне. Я хочу поспать. Уже нет смысла. Отстаньте от меня. Не лапай меня. Скажи ему, чтобы тело не трогал моё. Олег, не трогай тело. Олег, не трогайте тело моё. Пожалуйста, я тебе говорю. Я не могу сдачи дать. Я тебя слышишь? Нет, ещё раз. Олег, слышишь? Нет, ещё раз. Не трогай тело. Я тебе говорю ещё раз. Всё же. Хватит прикалываться, реально. Ну, ребят, дайте поспать. Может, я сегодня уже не ложиться. Нет смысла. Я хочу час поспать. Сейчас будем хоть аппаратное будить. Аппаратное пускай разбудите. Ты лучшая на браке. Олег, ну пожалуйста! Ты самая сексуальная. И не спросил бы даже, как имя твоё. Что? Даже имя твоё не спросил. Ты. Что? Ты. Ты заёшь через одеяло. Что? А это как-то называется? Даже в детском занятии? Нет, просто не чувствуешь. Что? 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 Всё плохо. Всё плохо. Нет, всё хорошо. Это что у тебя всё плохо? Понимаешь? Нет, не с носом. С носом. Я не надеюсь. Ну, хорошо всё. Ты что вообще будешь? Что-то не нужно. Почему? Что. Ну, вы пришли. Приверите. 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 Вдюсаж. Вдюсаж. Вудя. Здрой. Вудя. Приверите. 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 Не знаю, я вообще поваляюсь. Не надо, я. Нет, нет, я одетый. 16. Тихо, тихо. Пошли.